ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ, НАЧИНАЕМ Чёрт, Гара, ты выбрал неудачное время. А этот учиха тоже очень опасен и о чём ты, спрашивается, думал когда преследовал нас? Спросил он Саски напрямую. Думал, что сможешь вот так победить Гару, пока он без сознания. Но твой матч с ним даже не приблизился. Ошибаешься, ответил Саски, доставая икуной. Я здесь из-за того, что вы решили смыться, пока ваш народ начинает громить мою деревню. Думали, что уйдёте безнаказанными, послужив отвлечением наших взглядов? Верну вас троих в деревню и приставлю к ответу вместе с теми, кого наши джоунину оставят в живых. А ты храбрец. Отметила Тимари, бросаясь вперёд, и метнула несколько кунаев, от которых учиха легко увернулся, после чего встала на ближайшую к нему ветку. «Беги, Конкура. Я сам им займусь. Не глупи, Тимари. Запротестовал Конкура. Тебе не справиться с ним в одиночку. Наша задача — спасти Гару. Он сейчас важнее. Не волнуйся за меня. Я давно ждала этого момента. Так хотят спасти Гару». Подумал Саски. «Он действительно им настолько важен для этого? Если я не остановлю его сейчас, кто знает, что может произойти? Видать, преследовал я их всё-таки не напрасно. Беги, Конкура!» — крикнула кунаичи, раскладывая веер, и вызвала сильную бурю, что своими порывами срезала ветви деревьев на своём пути. «Ниндзи Кукарник неохотно решил довериться ей и опустился дальше от места битвы. Только не погибай, Тимари. Сама Тимари почувствовала себя в крайне незавидном положении. Мне нужно сражаться с самим Учхо, а моя чакра почти закончилась после битвы с этим ленивым недоноском. Если он использует Шаринган, мне точно не победить, не говоря уже о выживании. Нужно заставить его использовать чакру. Это мой единственный шанс». Саски в это время внимательно изучал новоиспечённую соперницу. «Похоже, мне придётся жестоко разобраться с тобой, чтобы нагнать Гару. Видимо, придётся тебя убить. Попробуй». Ухмыльнулась девушка. «Но если ты ещё этого не делал, это будет непросто, так и знай. Тут она права. Я ещё никогда не покрывал руки кровью. В отличие от Наруто. Чего это я? Не до этого сейчас. Может, убить её с помощью Чидари? Быстро и не будет времени, чтобы одуматься». Изучив друг друга несколько секунд, оба соперника рванули друг на друга. «Саски метнул несколько сюрикенов, но Тимари разом отбила их все своим веером. Держится на расстоянии, анализировала она. Бережёт чакру для горы. Но я ему не позволю. Получай!» Стихи ветра серповидная ласка. Она взмахнула веером и снова вызвала такой порыв, что срезал ветви деревьев. «Саски еле увернулся от порывов и метнул ещё больше кунаев. «И это всё, на что ты способен?» — крикнула Тимари, с лёгкостью отбивая орудия мальчика. Стихи ветра пылевой ветер. Вызванная техника собрала весь песок на соседних ветвях, грозя забиться Саски в глаза. Ему пришлось укрыться за толстым стволом. Похоже, что Саски начал сражение. Снова возвестил Пакун. «С кем же?» — взволнованно спросил Наруто. «С горой?» — нет. «Какой-то человек, по всей видимости, использующий техники стихии ветра». Тимари, догадалась Сакура. «Тоже проблемный соперник. Надеюсь, она достаточно задержит его, чтобы вовремя подоспели и перехватили его». Понадеялся Наруто. «Не забудьте ему потом за трещину дать», — напомнила Фу. «Надо же так заставить своих друзей переживать. Нужно найти способ разобраться с этим веером». Напряженно подумал Саски, прекрасно помня, как девушка с этой штукой жестоко разобралась с Тентин. «Чтож, выбора нет». Он вышел из укрытия, представ перед девушкой, сложил несколько ручных печатей. «Стихия огня цветок феникса». Приказал он и выдал из-за рта несколько пламенных шаров, налетевших на соперницу. Взялся за дело всерьез. Довольно усмехнулась та, уклоняясь от огней. «Уже другое дело. Она спрыгнула на землю, где огонь буквально окружил ее со всех сторон, из пути отступления открывая лишь путь наверх. Но сверху встал Саски, исполняющий новую технику. Стихия огня «Огненный шар». Следующий большой сгусток пламени полностью накрыл девушку, приближая ее неизбежный конец. Однако Саски был непростительно наивен, считая, что вот так все и закончится. Стихия ветра «Огненная буря». Весь огонь взмыл в воздух и одним огненным смерчем полетел к хозяину. На земле спокойно стоял и Тимари. Ты и вправду думал, что одним огнем легко справишься с ниндзя, использующим техники ветра. Саски еле уклонился от огня, моментально прожигающего все на своем пути. Он приземлился на одной из ветвей, но навернулся из-за скопленного на нем песка и, потеряв равновесие, камнем рухнул вниз. «Теперь ты мой!» — воскликнула Тимари, возникая перед ним и ударила куном прямо в сердце. «Тебе конец!» Оба рухнули на землю, и Тимари довольно посмотрела на, если не уже мертвого, то умирающего мальчика. Внезапно он хлопнул, и подняв в воздух облако пыли, и на его месте оказалось обычное бревно. Техника подмены. Едва успелась похватить Тимари, когда прикрепленная к бревну взрывная печать рванула. Девушку взрывной волной откинула в сторону, уже этим нанося неслабое увечие. А во время полета ее встретил Саски со своим кунаем, который оставил девушке прямо в плече, чудом не задев шею. Девушка упала на землю и харкнула кровью. Немного промахнулся, подумал Учиха. От такой раны она не умрет, но на бой уже не способна мне некогда. Я и так уже порядком потратил время на тебя. И он пустился дальше. Тимари осталась обессиленной лежать на земле. Надеюсь, я выиграла достаточно времени, и конкуры с Гарой спаслись. Старшая сестра всегда должна думать о младших. Саски снова пустился в путь. Сообщил Пакун. Он снова отдаляется. Даже неудивительно, что она не выстояла против него, заметила Фу. Он ведь из клан Учиха, а там слабаки не рождались, а у Тимари Чакры определенно была на пределе после ее поединка. Кстати, она еще жива? Да. Саски не стал ее убивать. Похоже, его главная цель Гара. Он более интересный объект, нежели Тимари или конкура. Тогда дело еще хуже, понял Наруто. Если он его все-таки догонит, а Гара успеет прийти в себя, боюсь даже представить, что будет. Но почему он так уверенно преследует его? Не понимала Сакура. Он ведь видел, насколько Гара ужасен. Баруто, конечно, вышел ужаснее после такого. Но Саски ведь не такой. Да и Баруто тоже. Уверенно сказал Наруто. Он ведь остановился тогда. Я уверен, что такому изменению есть объяснение. Да, не стало спорить Сакура. Надеюсь, Генма-сама не даст Ниндзя Песка его убить. Это не совсем то, на что нужно сейчас надеяться, Сакура. А? Наруто напряженно нахмурился пред тем, как сказать главное. Не убьет ли Генма-сама его сам? Сакура ничего не ответила на это. Баруто. Думал Наруто. Держись, братец. Я не вынесу, если с тобой что-то случится. Ты моя единственная семья. Кроме тебя у меня больше никого. Нет. Пакум снова принюхался и почуял странное. Я чувствую что-то еще. Что? Уточнил Наруто. Шампунь. Нет, это Саски. Он догоняет двоих Ниндзя. Вероятно, Гару с Канкура. Однако, что там за сборище запахов? Помимо Тимари, которая пришла в себя и теперь догоняет Саски, кто-то еще следует за ним. Что? Запаниковал Наруто. Это друг или враг? Спросила Сакура. Не знаю, ответил Нинкен. Но команда напряглась. Это не человек. Наруто с Сакурой округлили глаза после этих слов. Похоже, заметил вдруг фу. Какие-то насекомые. Насекомые. Удивленно переспросили Хару на Сузумуки. Семихвостые чувствуют это. Насекомые его природа. Неужели? Начал догадываться Наруто. Канкура продолжал отдаляться от того места, где оставил Тимари, выступившую против Саски. Неожиданно он услышал свист со стороны и еле успел отскочить в сторону, чтобы не попасть под залп Сурикинов. Это Саски. Запаниковал он. Если он здесь, то что он сделал с Тимари? Саски остановился пред ним, и ему тоже пришлось остановиться. Оба заметно выдохлись от постоянного движения. Не надоело убегать? Насмешливо спросил очиха. Я убегал не от тебя, ответил Конкура. Я легко разделаюсь с тобой. Постой! Прокричал голос Тимари, и девушка появилась рядом с братьями. Она была изрядно потрепана, а левое плечо кровоточило. Увидев ее состояние, Конкура похолодел. В душе разыгралась такая ненависть, которую еще никогда не испытывал. Мерзавец! Протянул он. Ты заплатишь за то, что сделал с ней. Не нужно, Конкура. Попыталась унять его Тимари. Он мог меня убить тогда, но почему-то этого не сделал. Прости, что не слишком задержала его. Ничего, сдержанно ответил брат. Каждая секунда Гарри на пользу. И чем больше очиха потратит чакры, тем лучше. Саски лишь ухмыльнулся на такие слова. Я останусь, Конкура, заявила Тимари. А ты бери гару и уходи. Нет. Запротестовал Конкура, выступив вперед и приготовив связку с куклой. Это ты бери гару и уходи. Что? Ты посмотри на себя, на тебе живого места не осталось. На этот раз Саски останется на меня. Подожди. Тимари. Гара не только оружие нашей деревни. Он наш младший брат. Если уж я не могу позаботиться о тебе, старшей сестре, то помоги мне хотя бы позаботиться о своем младшем брате. Позаботиться о младшем брате повторил про себя Саски, вспоминая моменты из детства. В них всегда мелькало это лицо. Живее. Поторопил Конкура Тимари, и девушка уступила. Будь осторожен. Пожелала она ему, взгромоздила на плечи гару и тут же ретировалась. Значит, понял Саски, теперь мне следует разобраться с тобой. Могу и убить. Конкура лишь хмыкнул в ответ. А сможешь ли? Твои глаза все мне говорят ты ни разу не убивал. В них горит жажда убийства, но ты никогда по-настоящему не проливал кровь. А вот я проливал. И запросто убью тебя и глазом не моргну. Тогда, мою сперва кровь попробуй пролить, прозвучало со стороны от Саски, и он, удивленно обернувшись, увидел Шина. Удивился он, увидев Генина. Как ты нас догнал? Абурами указал на него пальцем. Я самку жука тебе посадил, когда ты арену покидал. Саски посмотрел на свое плечо и увидел на нем пару жуков, которых раньше умудрился не заметить. Ну точно. Он ведь из клана Абурами. Шина является членом клана Абурами, объяснил Баруто, сидя с мальчиками в палате. Особенность этого клана в том, что они могут повелевать особыми жуками, которых используют в бою, как оружие. Мысленно отдавая им переказы, они могут натравить этих жуков на противника, для которого после этого обусловлен летальный исход. Вот это да! Почесался Саски. Нет сомнения, нахмурился Наруто. Легко понять, что конкурс со своей марионеткой, управляемой нитями чакры, не соперник ему. Если кому-то из нас и с ним придется сражаться, победить его вряд ли смогу даже я. Кстати, Баруто, а откуда ты знаешь об этом? Оттуда, что я за ним наблюдал. Саски, загар и отправляйся, сказал Шина. Нельзя такого пускать. А у меня с ним дело не закончено. Саски не стал спорить. Потом догоняй, ответил он. Твоя помощь не помешает. Нагоню тебя уже минут через десять. Десяти минут им не хватит, хмыкнул Саски и двинулся дальше. Конкурс засмеялся над Шина. Видать, мало ты увидел, чтобы испытать настоящий ужас, произнес он. Достаточно я там увидел, чтобы ужас испытать, ответил Шина. Вот почему гару мы в покое не оставим. Ну как скажешь. Конкурс приготовил марионетку. Пакун принюхался и оскарился. Стоп, приказал он, и вся команда снова остановилась. В чем дело? Взволнованно спросил Наруто. Саски снова в движении, возвестил Нинкен. Снова догоняет Гару и, на этот раз, Тимари. Тогда зачем мы остановились? Не догоняла Сакура. Есть еще двое, что стоят на нашем пути. Они не двигаются с места. Если этот не человек действительно Шина, он может сражаться с Конкура, понял Наруто. Предлагаешь обогнуть? Именно, ответил Пакун. Нам не следует ввязываться в чужую драку, когда на наших плечах столь важное дело. Все за мной. И моб сдвинулся в другую сторону, уводя команду за собой. А этот Шина справится. Уточнила на всякий случай Фу. Он из клана, что повелевает жуками, пожирающими чакру, указал Наруто. А Конкурты используют обычную марионетку. Так он ниндзи-кукольник? Да. И Шина с его жуками он точно не соперник. Дальше ребята не произнесли ни слова, продолжая свой путь, пока по словам Пакуна, не обогнули сражающихся ребят. И тут Фу что-то почувствовала. Наруто. В панике крикнула она. Ты чувствуешь? Да, коротко ответил Узумуки. Это чувство я ощутил там, на арене, когда Баруто сражался с Гарой. Что? Начинала потихоньку паниковать Сакура. Что вы чувствуете? Однохвостый кинул Наруто. Он снова высвобождается. Сакуре не нужно было уточнять, что это значит. Только не это. Слушайте внимательно, обратился Ирука к детям, ведомых в убежище. Если увидите врагов, не паникуйте. Продолжайте идти в убежище. Мы ваши учители, и мы вас защитим. Лешко Нахамару реально не впадал в панику. Неожиданно он услышал над собой треск, и в лоб ему прилетел камешек. Посмотрев наверх он увидел ужасную картину. Каменное изображение лица третьего пересекало трещина. Мне-то... Мальчик вглотнул. Совсем не нравится. Дурной знак. Напрягся Ирука. Херузин продолжал удерживать Арачимару, давая шенегами вытянуть душу отступника. Однако тот слишком сильно сопротивлялся, и бог смерти смог вытянуть лишь руки, за которые ухватил его душу. Отступник продолжал шевелить пальцами, давая клинку еще глубже вонзаться в грудь старика. Тот хоркнул кровью. А ведь почти получилось. Напряженно подумал он. Его проклятая душа в моих руках. Я ведь так далеко зашел. Я слишком стар. Похоже, сил у него не осталось. Насмешливо подумал сам Арачимару. Будь то лет на десять моложе, возможно, смог бы меня убить. Он снова зашевелил пальцами, и клинок кусоноги начал входить еще глубже в грудь старика, несмотря на все попытки Инмы удержать его. Херузин. Напряженно произнес он. Скорей убей его. Если ты этого не сделаешь, вся деревня погибнет. Ты понимаешь это? Да, понимаю. Ответил Херузин и еще сильнее напрягся, вытягивая душу Арачимару рукой шенегами. У тебя все равно ничего не выйдет, старый дурак. Рявкнул Санин. Но Херузин все равно оставался своего мнения и попыток своих не оставлял. Обессиленному борутое оставалось лишь смотреть со стороны. Арена, где проходил финальный этап экзаменов на звонянии Чунина, уже весь был покрыт трещинами и дырами от просыпавшегося бетона. И кровью. Повсюду была кровь и трупы Шенеби. Двадцать. Крикнул Гай, избавившись от очередного врага, после чего встретил следующего двадцать один. На Кокаши в это время налетели сразу двое Шенеби. Хатаки собрался было отбить и Хатако, но Жерноброва его выручил. После этого оба Джоунина встали спина к спине. «Сколько ты сразил?» Увлекательно спросил Майта. «Двадцать два», — безразлично ответил Кокаши. «Вот почему ты мой соперник номер один. Мой последний был двадцать третьим. Мне поздравить тебя? Вот почему в отличие от меня ни один из вас не является лидером своей деревни», — заметил Шибуки, держа в руках свежеотрезанную голову. «Этот сорок девятый». «Ого», — удивленно моргнул Кокаши. «А ты, Шибуки, более уверенный в себе, чем по словам моих подчиненных». Однако, вернулся Гай к серьезному «Ладно еще звук, я не думал, что нам и с песком придется сражаться. Да еще и с таким большим количеством их ниндзя». «Да», — согласился Кокаши. «На то это и война. Уже кажется, что с момента экзаменов прошло уже тысячу лет». «Похоже», — заметил Херузин, — «мне не хватит сил полностью вытянуть твою душу». «Сдохни уже, старик», — ухмыльнулся в ответ Рычмару. «Однако, твоим амбициям все равно придет конец», — серьезно закончил Херузин. «Моим амбициям придет конец». «Слишком громкие слова для человека в вашем положении». «Продолжает удерживать мои руки». «Ни одной техники не выполнить, смиритесь и отпустите уже». Кусунаги снова углубился в грудь Херузина. Старик скривился от боли. «Беда». Запаниковал Барута. «Если Сичи же не вынуть из него этот меч и хотя бы ненадолго удержать кровотечение, он не сможет победить. Нужно что-то предпринять». Он пополз к краю ветки и нелепо скатился с нее, грохнувшись об корни, а потом об черепицу. «Сил нет». «Почему карму подводят именно сейчас?» «Даже эти деревья поглотить не могу». Он двинулся было в сторону Хакаги, как вдруг рядом с ним возникла какая-то фигура и грубым пинком перевернула его на спину, потом наступила на живот. Мальчик едва не лишился дыхания. «Куда это ты собрался?» Насмешливо спросил. «Нависай над ним, Ока. Я не позволю тебе помешать господину Арчимару убить старикашку». Он еще раз ударил ногой по животу мальчика, наслаждаясь его бессилием. «Пока Сакан удерживает барьер, я могу пока что отыграться на тебе». «Ну?» «И как мы поступим?» Арчимару сказал, что убивать тебя нельзя. Однако сделать больно всегда можно. После еще одного удара ногой, но уже по груди, Баруто схватился за нее, пытаясь как-то удержать. «Он... использует вас», — с трудом выговорил он, стараясь выровнять дыхание. А когда добьется своего избавиться, по телу Кана пробежались узоры, и он с большей силой пнул по груди, ломая мальчику ребра. Тот харкнул кровью. «Что ты там бормочешь?» «Использует... избавится... ну и что с того?» «То, что мы носим на себе его дар, означает, что он доверяет нам. А раз так, то мы должны ему доверять. Вижу, в отличие от проклятой печати, твоя карма с нею в резонанс не входит. Это очень жаль для тебя. Я бы забыл о том случае в лесу смерти. Все-таки это не то, что Джоунину следовало бы припоминать Генину, однако покалечить за это и тебя, и твоего брата, и недоноска я буду ох как не против. Не успел он договорить, как на него налетел сам и мной давай бить. «Колотить!» «Старая мартышка!» Насмехался окон. «Что мне твои лапки, когда на мне проклятая печать?» В подтверждении своим словам он буквально одной левой отбил от себя здоровенную обезьяну, заставляя его катиться по черепице и корням. «Раз уж избавился от змей, не следовало бы для начала помочь своему хозяину. Он ведь умрет. Ты напрасно считаешь меня ручным животным!» Рыкнул король обезьян, обратно поднимаясь на четверо и вновь бросаясь на врага, который верен исключительно хозяину. Он подбежал и вцепился в него крепкой хваткой. «Я принимаю волю Херузена. И если он готов положить на кон саму жизнь ради молодого поколения, то так тому и быть. И я не позволю тебе делать больно этому мальчику. Мои амбиции ничто не остановят», — продолжал Рочимару. «А конец придет только вашей жизни. Ты слишком тщеславен. Это не погубит деревню. Неужели, у такого старика вдруг появятся силы, чтобы остановить меня? Посмотрите вокруг». А вокруг царили разрушения и смерть. Трупам нападающих и защитников деревни не было числа. Разрушение листа не остановить. «Уж не знаю, каким образом появиться на свет удалось этому мальчику», — он указал взглядом на Барута, — «но все уже очевидно. Все жители Канохи, включая женщин и детей, будут стерты с лица земли». «Ты так и не понял, Рочимару?» — вздохнул Херузен. «Не стоит недооценивать Шиноби Канохи. Я отмщу за тебя», — поклялась Юга, сидя перед мемориальным камнем, глядя на единственное имя среди тысячи других. За нею, замеряем в ожидании, стояли еще несколько бойцов Анбу. Женщина вскоре поднялась и надела маску. «Выдвигаемся». «Да. Восемь триграм вращения небес!» — приказал Херша и одним вихрем откинул от себя более десятка нападающих ниндзя-песка. «Кланг Юга сильнейший в этой деревне. Вам не следовало забывать это. Техника увеличения!» — воскликнул Чоуза и в один момент обратился в настоящего великана, раскидавшего всех врагов по округе. «Что с моим телом? Не могу пошевелиться!» — паниковал один из ниндзя-песка, захваченных тенью Шикако. «Что с вами?» — усмехнулся Нара. «Впервые сталкиваетесь с теневым захватом. Тогда как вам теневое удушение?» По телам захваченных поползли тени настоящих рук, угрожающие приближаясь к шее. Техника нарушения сознания. Скомандовал Наичи, и один из врагов вдруг накинулся на второго. Как в старые времена, заметил появившийся рядом Шикако, а потом подошел Чоуза. «Да», — согласился Яманука. «Трио и ношика честного в деле. Что против нас могут всего две женщины с несколькими собачками?» Насмешливо спросил один из врагов, стоя с товарищами перед двумя женщинами, встретивших их с компанией четырех псов, один из которых был больше и остальных и не имел одного глаза, отчего был вынужден носить повязку. «Не следует смеяться над Никенами клана и Нузука!» Воскликнула старшая из женщин. «Вперед, Курамару!» Одноглазый Нинкен послушно гавкнул. Гай с Какаши тем временем присоединились к Генме, который до сих пор не смог убить Баки, а к тому присоединился самозвание Цанбу. «Шина Белеста защитит свою деревню», — произнес Херузин. «Чего бы им это ни стоило!» «Истинная сила завязана не на одну лишь чакре и умнее владеть Ниндюцу!» «Я когда-то тебя учил этому!» «Только при защите дорогого своему сердцу и проявляется истинная сила Шиноби!» «Что за вздор?» Фыркнул Арачимару. «Херузин тоже фыркнул, неважно!» «Все равно тебе уже нет прощения!» «Ты уповаешь лишь на силу техник, и за это будешь серьезно наказан!» «Я лишу тебя всех твоих техник!» «Что ты несешь?» «Видел своими глазами и шинегами полностью вытянул его руки и одним ударом тонто отрезал их!» «Печать!» Воскликнул Херузин, и на его теле, когда в него затянулись руки души Арачимару, появилась печать! «Что с моими руками?» Изумился Арачимару, когда его руки стали темнеть и терять всю силу! «Ими не пошевелить!» «Вот ныне, ты не сможешь использовать свои руки!» «Указал Хакаги!» «А без них тебе не видать и своих техник!» «Гибель листа остановлена!» «Чертов старикашка!» Взъярился его бывший ученик! «Верни мне мои руки!» «Глупый мой Арачимару!» «Я лишь жалею, что не могу забрать тебя с собой!» «Но, думаю, однажды мы все-таки увидимся!» Херузин глубоко вздохнул. «Мой последний приказ!» Раздался надаренный голос третьего. С этого дня борута у Зумаки полноправный житель и чунун скрытого листа. Относиться к нему и со всем почтением. Лорд Третий! Удивился Кукаши, посмотрев в сторону барьера. Старик Херузин. Барут округлел глаза, услышав такой приказ, наблюдая, как уже обмякшее тело старика падает на черепицу не в силах больше двигаться. Танец листьев вызовет огонь. Тень от пожара светит деревню. Но на деревьях появятся новые листья. Барута! Ты не должен жалеть мертвых! Ай! Не понял Барута! Ты должен жалеть живых! Больше Херузин ничего не смог сказать. Он упал с завершенной улыбкой на лице. Тимари! Медленно произнес Гара, едва открыл глаза. Отпусти! Уже очнулся! Тимари остановилась на следующей ветке и опустила брата. Тот схватился за голову и застонал от боли. Тимари напряженно нахмурилась, вспомнив момент сборота. С того момента однохвостый внутреннего сейчас бесится, как никогда. Даже не знаю, сколько еще времени ему потребуется. Плохо. Я совсем одна. Своими усилиями мне здесь не справиться. Гару что-то осенило. Тимари, уходи! Э! Ты мешаешь! Рявкнул парень, одним ударом отшвыривая сестру от себя. Убирайся! Тимари сразганул врезалась в первое дерево и харкнула кровью. Гару же пристально поглядел в сторону подоспевшего Саски-учха. Интересное у тебя отношение с братом и сестрой, неодобрительно произнес он, невольно вспомнив свои времена с Итачей. Мне ни к чему родственники, если они бесполезны! Выкрикнул Гара, снова схватившись за голову, терзаясь от боли. Черт! Реально, почему все такие знаменитые парни, такие подонки? Невольно подумал Саски, вспомнив слово Барута. Он был прав таким следовало бы существовать только в страницах Манги и больше нигде. Не знаю, что вы там, песчаные выродки, затеяли. Произнес он вслух. Но я вас остановлю. Черт, Саски! Оскалилась Тимари. Неужели, Конкура? Нет, он не мог так быстро разобраться с ним. Значит, ему кто-то помог. А еще... Продолжал Саски, вспомнив момент с Барута, когда тот предположительно проиграл в поединке. Не думай, что каким бы страшным ты ни был, сможешь уйти безнаказанным после того, что сделал с моим товарищем. Ты очень силен, произнес Гара, медленно охватываясь красной чекурой. Снова начинается... Напрягся Саски. Носишь гордое имя кланучха. Имеешь друзей. И так же, как и я, стремишься к своей цели. Теперь я понимаю. Моей изначальной добычей должен был стать ты. Убив тебя, я уничтожу все это. И докажу самому себе, что существую. Прокричав это, он с неимоверной скоростью налетел на очхо, который лишь с помощью активированного шарингана, смог уклониться от его атаки. От удара Гара раскололось дерево. Какая скорость и сила! Ужаснулся Саски. Он почти, как Наруто в лесу смерти. Но только выше. Похоже, до твоего прихода я не успею, Шена. Ну же! — прокричал Гара. Позволь мне насладиться этим чувством. Джинчурики снова налетел на Саски, и тот быстро сложил несколько печатей. Стихия огня огненный шар. Из-за рта вылетел сгусток пламени, охвативший Гару с головой. Однако, тот легко пролетел сквозь него, прикрытый своей песком, словно щитом. «К чему тебе все, что ты имеешь, если у тебя нет сил все это защитить?» — насмехался Джинчурики, когда Саски избежал очередной его атаки. «Да ты даже слабее, чем Баруто. Он то легко заставил меня войти в частичную трансформацию. Сможешь ли это сделать ты, Саски-учха? Не разочаровывай меня. Или ты просто боишься? Боюсь?» — осенило Саски, когда он укрылся за ближайшим стволом. А он прав. Я при виде Наруто в подобном состоянии не мог даже с места сдвинуться. И это при том, что он тогда даже красной чакрой еще не покрылся, а тут уже такое. Заставить его в частичную трансформацию? Да какой псих попытался заставить его сделать это? Я что, как Баруто? Постой. Вы уверены, что он на хвост и действительно пробуждается? На всякий случай уточнила Сакура, стараясь держать нарастающую панику. Как вы это почувствовали? Между хвастатыми какая-то связь, ответила Наруто. Не знаю, как это объяснить словами, но когда Гара во время поединка с Баруто начал покрываться этой чакрой, меня охватило странное ощущение. Я вдруг почувствовал, будто я чакра девятихвостого полностью открыта для меня, и я могу использовать ее в любой момент. Подобное уже было в деревне водопада, когда Фу покрылась чакрой своего семихвостого. Я вдруг почувствовал что-то вроде освобождения внутри меня, которое мне не захотелось упускать. Так ты поэтому тогда смог воспользоваться чакрой девятихвостого, не имея должного опыта в ее контроле, но оставался в своем сознании? Поняла Сакура. А в лесу смерти ты снова использовал эту силу, уже потеряв контроль над собой. Что-то вроде этого, ответила Наруто. Сакура, хватайся за меня. Что? Я воспользуюсь чакрой лисы и ускорюсь. Так мы подоспеем Саске на помощь. Я не советую. Вмешалась Фу. Если мы выпустим силу хвостатых сейчас, Гару тоже сможет нас почувствовать. Главное в нашей миссии это эффект неожиданности. Да и сохранность лишних капель сил не повредит. Но ведь... Запротестовали было Наруто с Сакурой, но тут уже вступился Пакун. Она права. Нам сейчас лучше не давать врагу раньше времени понять, что мы приближаемся. Если Саске не полный дурак, он сделает одну из двух вещей и либо она попыталась отступить и этим побежит нам навстречу, либо она предположит, что за ним, возможно, уже последовали товарищи, и будет ждать их прибытия, отвлекая на себя внимание. В открытый бой вступать вряд ли будет. В последнем я сомневаюсь, ответила Наруто. У Саске мания превосходства. Если Баруто не смог справиться с Гарой, то он сам попытался это сделать. Я, можно сказать, такой же. Мальчишки. Хором вздохнули Сакуросфу. Я должен попытаться. Иначе так и буду смотреть в спину Баруто. К тому же, если он снова выпустит большую часть силы Однохвостого, он может привлечь внимание тем, кто, возможно, последовал за мной. Я не идиот, чтобы сражаться с этим чудищем в одиночку. Шина, если ты реально сможешь выстоять против Конкура, то твоя помощь против Гары будет очень кстати. Саске сложил несколько печатей и в его руке заиграла Чидария. Звук щебетания птиц сразу же привлекла Гару, и тот, поняв, где соперник скрывается, бросился туда. Приближаясь к дереву, он увидел, как из-за него выскочил Саске и явно пытался удрать, удерживая технику молнии в руке. С диким смехом, Гару бросился за ним. — Удираешь, Саске-Очхо? Надеешься уловить возможность ударить меня этой техникой? Но я не дам тебе это сделать. Мне просто нужно было разогнаться, — спокойно ответил Очхо, не сбавляя скорость, резко повернул в сторону, явно застав этим Гару врасплох, отчего тот тут же замер, после чего сделал очередной поворот и с разлёту пробил Гаре тоже плечо. — Нет. — Только не это. — запаниковал и Тимари. Гара завопил, и его правая рука тут же моментально преобразовалась прямо на глазах. Саске не успел даже руку вытащить, как на него обрушился мощный удар, заставивший его отлететь на большое расстояние. Началось. — Я наслажусь твоим убийством. Саске завис, глядя на изменившегося Гару. Я уже видел это, когда он сражался с Баруто. Но когда я стоя пред ним лицом к лицу, последний раз меня охватывал такой страх, когда я сталкивался с Орочимару. Не успел он завершить свою мысль, как Гару со звериным ревом набросился на него. Саске улизнул от удара, и тот расколол дерево, на ветке которого настоял. Учхо укрылся за другим деревом. Да он самый настоящий монстр. Если он монстр, то Наруто, получается, тоже. Ты боишься меня, Учхо Саске? Проревел Гару. Уже видел мое обличие на арене, но даже это не избавило тебя от страха. Эти слова заставили Саске зависнуть. А ведь так похож на меня. Продолжал смеяться Гару. Твои глаза, как и у меня, тоже познали одиночество. Им лучше всех ведомо, что страшнее этих страданий ничего. Нет. Взгляд полный ненависти и желание убивать. Желание убить того, кто вверг тебя в от одиночества. У услышавшего это Саске перед глазами вновь возник образ от очей, по уши покрытого кровью соклановцев. Он оставил меня в живых. Он пощадил лишь меня одного. Но с какой целью? Хотя, я уже знаю, с какой. Он не хотел, чтобы его терзало чувство вины за уничтожение целого клана. Все-таки, с самого начала, моей добычей должен был стать ты. Саске принялся складывать печати. Мой брат сам выбрал себе убийцу, и эта роль досталась мне. В его руке вновь заиграла Чадари, и он выскочил из укрытия, бросаясь навстречу Гаре, который только этого и ждал. И на глазах изумленной Тимари, что продолжала наблюдать за происходящим, техника молнии разрезала руку Гаре надвое. Через миг по округе раздался оглушительный хохот. Абсурд. Поразилась Тимари. Он тоже смог отразить атаку Гаре в такой форме. Да еще и разрезать его лапу пополам. Больно. Прошипел Гаре, держась за руку. Вот он что. Теперь я понял. Отняв жизнь того, кто смог меня ранить, я куда ярче почувствую вкус жизни. Гаре никогда прежде не был ранен. И уж тем более трижды. А уж дважды одним и тем же человеком. Да что же за монстры обитают в Канохе? Перед глазами напуганной Тимари встал образ Барута. Ну нет, настоящие монстры все же не они. По крайней мере, изменилась только правая рука. Это перед Барута появился сразу и хвост. Про хвост прекрасно помнил Исаски. Так что, когда эта часть тела стала появляться у Гаре, он не особо удивился. Ни одно, так другое, струхнул он. Смогу ли я выстоять против него так же, как и Барута? Погнали. Взревел джинчу реки песка, ухватившись лапой за ветку и натянувшись, словно тетива. После чего за рядом хорошей катапульты полетел в сторону Саски. Он стал быстрее. Запаниковал тот, зажигая в глазах шарингом. Он смог уйти от атаки, но удар расщепил ветку, на которой он стоял, и щепки, разлетевшись во все стороны, пились ему в кожу. После этого лапа Гары буквально размножилась на несколько подобий щупалец, которые ухватились за несколько веток вокруг. Если бы не шарингом, не смог бы уклониться. Даже не представляю, как Барута мог так легко ему противостоять. Хватит думать о Барута и его успехе. Мне нужно сконцентрироваться на враге, иначе пропущу чего ненароком. Щупальцы Гары растянулись, как тетива, и джинчу реки вновь полетел в сторону Саски хорошим снарядом. Учиха принялся складывать печати. Один раз уже был на арене. Так как успел восстановиться после того боя, то смог еще два раза только что. А значит, больше никакого Чадари стихии огня гигантский огненный шар. И навстречу Гарри полетел исполинский сгусток пламени. Сдохни. Проревел Гара, пролетев сквозь технику, укрывшись уже лапой. Похоже, его песок не восприимчив к огню. Да еще и с техникой подобного уровня. Полагаю, Чадари мой единственный выход. Едва Саски успел завершить свою мысль, как мощный удар запустил его в ствол ближайшего дерева. Выходит, твой предел 2, вынес вердикт Кокаши. Весьма неплохо для начала. У запыхавшегося Саски отключился шарингом. С твоим нынешним запасом чакры, продолжал Кокаши, использовать Чадари больше двух раз не получится. Во всяком случае, Чадари техника, которая полезна только в сочетании с шаранганом. Когда используешь шарингом вместе с какой-нибудь другой техникой, чакра стремительно сгорает. Не успеешь опомниться, как всю ее истратишь. Сенсей посмотрел на скалу, в которой зияли две внушительные дыры немалых глубины и диаметра. Ну, что ни говори, результат все равно поражает. Даже я использую Чадари, точнее Ракири, 4 раза за день, расходую все запасы чакры. Что будет, если я использую Чадари больше двух раз подряд? Поинтересовался Саски, приведя дыхание в норму. Третьего раза не будет, серьезно ответил Кокаши. Заруби это себе на носу. Если, не успев прилично восстановиться, попытаешься применить технику, она не сработает, а твой уровень чакры опустится до полного нуля. А если облажаешься, то можешь попросту умереть. Даже если выживешь, ничего хорошего из этого не выйдет. Особенно в твоем случае. И это все, чего стоит твое существование. Стал насмехаться Гара, встав перед Саски. Позволь, подскажу тебе. Ты просто слабак. Саски дернулся. Ты наивен. И твоя ненависть слаба. Сила ненависти это сила убивать. А сила убивать это сила мести. Если так, то к им уже мстишь ты, Баруто. Не мог взять в толк Саски, выслушивая его нотации. Ты легко отражал все его атаки, хотя он появился сразу с хвостом. Ты использовал Чадари. И даже твой клон тоже. Почему я не могу догнать тебя? Твоя ненависть слабее моей, продолжал Гара. Умолкни, кинул Саски. А это знаешь, что значит? В руке разъяренного учиха снова заиграла Чадари. Это значит ты слабее меня. Прокричал Гара, снова бросаясь на него. Саски рванул навстречу. Произошел удар. Оба противника приземлились на противоположной стороне друг от друга. Лапа Гары вдруг рассыпалась на обычный песок. Часть тела Саски покрывала проклятая печать. Гуаа. Взревел Гара после последнего удара Саски, и теперь левая превратилась в ту же лапу. Сам же учиха беспомощно ничком повалился на той же редке. Проклятие. Подумал он, терзаясь болью. Снова эта печать. Джинчурики Однохвостого издал очередной рев и налетел на него. Тело не слушается. Неужели это конец? Однако не успел Гара приблизиться, как вдруг словно из ниоткуда вылетел Наруто и одним ударом ноги отбросил его от сверстника. «Саски Кун!» Воскликнула появившаяся рядом Сакура, тут же принявшая изучать его состояние. «Еще немного и мы бы опоздали», — заметил Пакун. Харуна с ужасом узнала на теле мальчика проклятую метку. «Он опять бился до последнего», — поняла она. Как и в тот раз Синсей Какаши ведь говорил не беспокоиться об этом. «Похоже, — отметил Наруто, — Саски он оказался не по зубам. Прибыли!» — выговорил Учиха, с трудом поднимаясь, только вы двое. «Трое!» — воскликнула появившаяся неподалеку Фу. «Когда стоишь перед ним лицом к лицу, когда он в таком виде, то выглядит еще более жутко, чем смотря на него издали эти глаза», — подумал Наруто, вглядевшись в лицо Гары. «В них? Та же боль! Это тебя! Я хотел тогда убить!» — вспомнил Гара, представ перед Наруто. «Как и мы с тобой когда-то, — поняла Фу, — этот бедолага по-прежнему бродит в бесконечном кошмаре. Давай пробудим его, Наруто», — предложила она, покрываясь красной чакурой. «Ага», — согласился Узумаки, следуя ее примеру. Но не успел он сделать это, как мимо него стремглав пронесся Гара, целясь в обездвиженного Саски. «Умри! Учхо Саски!» — проревел он. Дальше за несколько мгновений произошло несколько вещей. Фу бросилась к нему на опережение, надеясь перехватить, а между ним и Саски вдруг предстала Сакура с приготовленным кунаем. Изумленный Гару в одно мгновение увидел в них полную решимость без капли страха и сомнений. «Не надо, Гара! Не делай этого!» «Яши Мэру!» С внезапно возникшей ненавистью в глазах, Гара ударил Сакуру лапой из-за всех сил, впечатывая ее в дерево. Нависнув над Саски, он вдруг почувствовал резкую боль в голове, что заставило его замешкаться, а Наруто воспользовался моментом, чтобы унести Саски от него тот же момент запоздавший Фу ударил его по лапе, надеясь разрубить, но ничего не вышло. «Сакура тян!» Запаниковал Наруто. Сакура осталась жива, но удар мигом лишил ее сознания. «Саски!» С трудом выговорила она. «Наруто!» Больше девочка не произнесла ничего. К ней мигом приблизилась Фу и попыталась оторвать лапу от дерева, чтобы освободить Сакуру. «Не выходит!» Нахмурилась она. «Что ты с ней сделал?» Гара лишь взмахнул хвостом, целясь в Кунаичи Водопада, но та ловко увернулась и приземлилась рядом с Наруто. «Что с вами?» Рассмеялся он. «Не собираетесь убегать?» «Теперь все ясно», — произнесла Фу. «Причини боль другим, он надеется заглушить собственную. Я была такой же. Что эти двое значат для вас?» Спросил Гара, обращаясь к противникам. «Они мои друзья!» Яростно ответил Наруто. «Я не позволю тебе делать им больно!» Гара вступилась Фу. «Мы оба понимаем, что ты чувствуешь. Это вечная боль, что присутствует в сердце каждого дженчурики. Но ты не заглушишь ее, делая больно другим. Только усилишь. Заткнись!» «Друзья, да!» «Не смешите меня!» «Я сражаюсь!» Лицо Гары вдруг покрылось кожей и стало уже целиком напоминать морду енота. Отросла правая лапа. Лишь ради себя. Час от часу не легче, проворчала Фу. «Осторожно, Наруто!» «Это расширенная и частичная трансформация, более близкая к полной форме». Удерживающийся куру лапу представшего на месте Гары монстра разделилась, оставив кистью удерживать девочку на дереве. «Песок, что удерживает девчонку, не сыпется, пока не одолеете меня!» Возвестил Гара, отрастив новую кисть. «Кроме того, он продолжит постепенно сжиматься, пока не раздавит ее!» «Негодяй!» Воскликнул Наруто и прокусил палец. «Раз все зашло так далеко, придется пойти на это!» «Мой последний шанс призвать жабьего босс!» «Техника призыва!» «Пуф!» И на месте прикосновения Наруто появилась. «Это еще что за мелкая жаба?» Скривилась Фу, глядя на зрелище краем глаза. «Как он может терять серьезность в подобных ситуациях?» «Это еще что?» «Недовольно спросила земноводная. «Что нужно тебе?» «Поиграть со мной хочешь?» «Надеюсь, у тебя перед этим есть, чем меня угостить!» «Да пропадите вы, лягушки, пропадом!» Рявкнул Наруто. «Эй!» «Ты!» Вспылила в ответ жаба, которая, судя по голосу, была мальчиком. «Не смей гнать на амфибий!» «Мне некогда сейчас с тобой играть!» «Черт!» «Но почему сейчас?» «Должен быть выход!» «Берегись!» Воскликнула Фу, когда Гара взмахнул руками и выпустил на них с Наруто песчаные сюрикены. Девочка подхватила лежавшим рядом с Аске, а Наруто жабу, укрыв ее обоими руками, и оба прыгнули в разные стороны. Узумаки все-таки задело, и его откинуло к ближайшему дереву, об которое мальчик треснулся спиной. Наруто. Запаниковало Фу, когда тот упал на ветку. «Какой слабак!» Усмехнулся жаб. «Замолчи!» Рыкнул Наруто. «Что это за монстр вообще?» Не унималась земноводная. Наруто же посмотрел на монстра. На лице так и сиял радостный оскал. Но в глазах... Какой печальный взгляд, подумал Узумаки. Такой одинокий. Внутри него тоже монстр. Как и у меня. Я всех вокруг ненавидел. Не знал, кто я такой, почему меня все сторонятся, так не любят, и для чего я вообще появился на свет. Внутри тебя девятихвостый лис, что разрушил половину деревни и убил родителей и руки. Все тебе лгали, всю жизнь скрывали от тебя правду. Когда я узнал, что во мне запечатан биджул, то почувствовал себя еще дальше ото всех. Интересно, кто я такая? Раньше я об этом особо не задумывалась. Я всегда была необычным ребенком, с темной кожей и необычным цветом волос и глаз. Помимо этого, у меня было очень маленькое количество чакры, мне не удавалось большинство техник, и меня считали слабой. Я всегда была нежелательна в компании, но, когда на деревню напал семи хвосты, и звери запечатали во мне, все изменилось. Я стал такой сильной, как никогда прежде, и если раньше меня просто презирали за слабость и никчемность, то теперь, меня стали бояться ненавидеть. И я ненавидела в ответ. Но, еще до этого, слушайте внимательно. С каждым, кто посмеет обидеть моего младшего друга, я сделаю такое, что мало не покажется. Я обзавелся близким человеком. Едва он пришел в нашу деревню, он моментально сблизился со мной. Даже когда он узнал, что я дженчурики, он ни на миг не отвернулся от меня. А после... Хей, Наруто, не хочешь поесть рамена? Да-да-да. С радостью. Я буду со свининой. Ни к чем на тупица. Тебе следует больше тренироваться, чтобы одолеть меня. Заткнись. Я ни в чем тебе не уступлю. Наруто, а Саски ничего не спрашивал обо мне? Вроде как ничего не спрашивал. А не хочешь знать мое мнение? Вижу, Баруто принялся устраивать тут более достойную кухню. И правильно. Ниндзя должен питаться здоровой пищей, а ты от поедания одного румя на коньки отбросишь. Вот, я принес еще овощей. Уэ. Мне не идет эта зелень. Даже, когда ты проигрывал, мне кажется, то были достойные поражения. Они толкали тебя вперед, чтобы ты не останавливался. И ты всегда был таким. В Академии все смеялись над тобой, но я молчала и наблюдала. И радовалась каждому твоему успеху. Я не успел и заметить, как в моей жизни появились люди, которые признали меня. Я. Я прекрасно понимаю твое страдание. Едва я успел родиться, как в меня запечатали данного монстра. И долгие годы мне никто не говорил о том, что я джинчурики, а люди вокруг ненавидели меня. Я встретила такого же ребенка, как и я. Он чувствовал ровно то же самое, что и я. Казалось бы, одна судьба на двоих. Но теплота его руки вмиг развеяла это заблуждение. Ведь он встретил людей, которые приняли его. Я смог смириться с тем, что во мне монстр, и с холодными взглядами вокруг. Ведь я был уже не один. Он заставил меня поверить в то, что я найду таких людей в своей жизни. И он не прогадал, никогда не думал, что это может быть настолько приятно. Я была по-настоящему счастлива всем сердцем. Я нашел слэш нашла свое место. Я был слэш была так рад слэш рада. Поэтому, стоит вспомнить былое, сразу холодом обдают. Поэтому, стоит вспомнить, на что я, озлобленная от отчаяния, пошла, меня охватывает ужас. Это не просто боль. Это кромешный ад. И останься я тогда одна. Вот почему, я его прекрасно понимаю. Для всех в деревне я был лишь пережитком прошлого, от которого все хотели избавиться. Для чего же я тогда существую? Мучил меня вопрос. И тогда я нашел ответ «Я живу, чтобы убивать». Уж не знаю, как так вышло. Но он всегда был один. Не переставал ощущать эту тяжесть. Он не мог довериться никому, кроме себя. Он до сих пор томится в этом постоянном кошмаре. «Это вечная боль, от которой так просто не избавиться, поскольку нашлись люди, которые признали и приняли меня. В его глазах я просто трус, живущий в беззаботном мире. И, удастся ли, и нам обоим спасти его?» Наруто оскалился от напряжения. «В чем дело?» Насмехался Гара. «Боитесь меня?» «Будете ли вы сражаться за себя?» «Или за других?» «Ух, люби только себя!» «И сражайся только за себя!» Продолжал гласить однохвосты дженчурики. «Вот, что определяет сильнейших!» Наруто обратилась в Фу. «Когда я выступила против Суена, то сказала, «Самой настоящей угрозой для меня, как для личности, являешься и всегда являлся только ты, но я ошибалась. Настоящей угрозой для моей личности была моя ненависть. Отсутствие самообладания. Нежелание хоть кому-нибудь довериться, а теперь сразись со мной, Наруто. Покажи мне силу, которой ты одолел Хьюгу». «Я сокрушу эту силу. А потом доберусь и до той, что почти сокрушила меня. Именно ты и сломала беднягу. Его личность попорчена насквозь. Ну, чего стоишь? Не будешь сражаться, убей девчонку. Понимаешь, на что я намекаю?» «Понимаю». Твердо ответил Наруто. «Прекрасно понимаю. Именно поэтому он рванул вперед, кидаясь на Гару. Я одолею его и спасу его личность. Множественное теневое клонирование. Он вызвал множество клонов вокруг себя и в наряду с ними набросился на противника со всех сторон. Тот вдохнул в себя побольше воздуха. Безграничный песчаный шторм. Воскликнул он, высвобождая из себя мощный поток воздуха, который в момент раскидал всех клонов в стороны. Не успел он сделать это, как на него налетела фу, у которой на спине были два настоящих крыла. «Так ты, значит, та, что носит в себе семихвостого монстра». Уточнил он с ухмылкой. «Все будет еще интереснее. Для тебя эта битва просто игра». Указала девочка. «Но мы пытаемся спасти не только Сакуру. Но и тебя. Спасти меня? Меня не нужно спасать. Пока со мной эта сила, я в полной безопасности». «Ошибаешься, Гара». Вмешался Наруто, вновь бросаясь на него. «Пока ты не поймешь, что к чему, ты не можешь быть в безопасности. Потому что эта сила погубит тебя». Один взмах хвоста, и Наруто снова откинуло. «Я не совсем вас понимаю. Почему вы, такие же джинчарики, так беспокоитесь о том, чтобы меня одолеть? Почему вы так стараетесь спасти всех окружающих? Вы беспокоитесь о своей личности. Но при чем здесь эти людишки? Они вас считают лишь живым оружием своей Родины. А вашу личность они ни во что не ставят. Именно поэтому мы и должны тебя одолеть!» Воскликнул Наруто. «Ведь если мы, джинчарики, остановим своего бешенного собрата, люди увидят нас в ином свете. Это будет полезно и для тебя. Снова эта песня. Мне она ни к чему». Гара вновь вдохнул в себя воздух и выпустил ту же технику. Фу прикрылась крыльями, а Наруто, не нашедшего подходящего перекрытия, вновь отбросила. «Проклятие!» Проворчал он, когда его впечатало в дерево. «Как же больно! Как мне преодолеть такую силу?» «Наруто! Войди в частичную трансформацию!» Сказала ему фу. «Как это сделали он и я!» «Но как?» «Ощути чакру хвостатого внутри себя и ощути ее буквальной частью своего тела!» «Попробуй сформировать хотя бы пару хвостов, как это сделала я!» Услышав такой совет, Гара рассмеялся. «Ты тут его учить пытаешься?» «Это бесполезно!» «Как ни крути, этот пацан совершенно неопытен!» «И потому, вам меня даже вдвоем не одолеть!» «Песчаный сурикен!» Прокричав последнее, Гара выпустила из своего тела партию сурикенов из песка, которые фу легко отбросила, вызвав порывы ветра. «Что это за чувство?» Подумал Наруто, поднимаясь на ноги. «Не знаю, почему, но кому-то вроде него!» «Я не позволю себя победить, даже если в конец сдохну!» «Снова обращаешься ко мне?» «Хочешь, чтобы часть меня стала частью тебя?» «Знаешь, меня жутко тошнит от людей. Но от этого енота меня тошнит еще сильнее. Давай! Развлеки меня!» И в этот момент тело Наруто вновь окружило красная чакра. Сразу же после этого из его спины вырос настоящий лисий хвост, что очень изумило и Гару, и Тимари, и Саски. «Наруто!» Поразился Учхо. «Ты на такое способен!» «Как тебе удается так быстро учиться?» Гара обратился к Наруто к противнику. «Тебя сильно загубила твоя ненависть. Поэтому я одолею тебя и спасу твою личность!» «Посмешище!» Воскликнул Гара. «Только один хвост ты смог призвать?» «Сколько бы ты за мной ни гнался, тебе и коснуться меня не под силу. Вижу, у тебя руки уже по локоть в крови, но этого недостаточно!» Наруто достал Куны и завернул рукоять во взрывную печать. «Не знаю, к чему это меня приведет, но я сделаю все, что в моих силах. Погнали!» Воскликнул он, и они сфу набросились на Гару. Девочка водопада выступила вперед и приняла на себя первый удар противника. Воспользовавшись данным отвлечением, Наруто, двигаясь с неуловимой скоростью, перепрыгнул через противника, избежав его второго удара и зашел ему сзади. «Я этому научился у Какаши-сенсии. Секретная техника скрытого листа!» Пояснил он на ходу, тут же втыкая орудие прямо под хвост. «Тысячелетие боли! Это точно техника!» Засомневался наблюдающий неподалеку Пакун. Гара же, словно ничего не почувствовал, просто откинул Наруто от себя. Фу быстро смекнула, что к чему и поспешила отступить, и именно в этот момент под хвостом Гары загорелась взрывная печать, намотанная на Куны. «Бабах!» — произнес Наруто на лету, и раздался взрыв. «Гара!» — запаниковал Этимари. Наруто почти влетел в дерево, когда его поймала Фу. Он его уделал? Осторожно поинтересовался малыш Жаб. «Вот это атака!» — оценил Пакун. «Неплохо вышло», — отметила Фу. «Да, но недостаточно». Наруто посмотрел на Сакуру, которую все еще сдерживал песок. Тело Гары порядком осыпалось, однако он еще не был побежден. «Ударил по самому слабому месту, у основания хвоста», — подумал тот. «Хоть меня и не ранило, песок не смог поглотить всю взрывную волну. Недооценил я его. Хотя, не имеет значения, его тело тут же собралось обратно. Я ей совсем покончу». Наруто вмешался с Саски, хотя тяжело дышал. «Сакуру! Нужно срочно спасти! И ты это сделаешь!» «Э!» «Как только вызвалишь ее, сразу хватай и беги отсюда!» «Возможно, я смогу задержать его на какое-то время!» «Погоди!» Вступилась Фу. «Ты о чем это?» «Ты на ногах еле держишься!» «Довольно!» Нетерпеливо крикнул Саски. «Наруто и так уже сделал достаточно!» «Даже ты, Фу, была втянута в это!» «Я признаю тебя своим другом!» «Что?» «Но с меня довольно!» «Однажды я уже все потерял!» «Больше!» «Я не допущу, чтобы мои друзья и дорогие мне люди продолжали страдать!» После его слов перед глазами Наруто предстал сначала сам Саски, укрывший его от Атахаку. Потом Шибуки, пронзенный техникой Суена. Сакура, вставшая между Саски и Гарой, верно!» Медленно произнес он. «Я смогу защитить вас!» «Все так и есть», — продолжил Наруто. «Он такой же, как и я. Я тоже жил с постоянным чувством печали и одиночества. Вот я и решил, что он силен, раз выжил, сражаясь лишь за самого себя. Но не это делает человека сильным, — поддержала Фу. Я долгие годы тешила себя этой мыслью. И ошибалась. Сражаясь лишь за себя самого, по-настоящему сильным не стать. У тебя есть дорогой тебе человек? Когда человек защищает того, кто ему дорог, он становится действительно сильным. И волосы на голове и хвости Наруто резко встали дыбом. Саски почувствовал, как из него исходит невероятное количество чакры. Вот эта сила, таящаяся в нем! Поразился он. «Это правда, Наруто? Клянусь, что я защищу всех вас! Техника множественного теневого клонирования!» Воскликнул Наруто, и на все охватываемой глазу округи появилось великое множество теневых клонов. А он хорош! Поразилась Фу, когда все остальные стояли в глубоком шоке. «Похоже, мое вмешательство только все испортит!» «Чего?» — запаниковал Гара. «Откуда столько клонов?» «Невероятно!» Только и смогла вымолвить Тимари. «Вот так диво!» — высказал Покун. «Он еще и не такой способен!» — усмехнулась Фу, пытаясь в это время разбить песчаный захват, что удерживался Куру, и в ярости ударила по нему кулаком, покрытым красной чакурой. «Проклятие, песок!» «Посыпайся!» «Саски, отдохни пока!» — сказал Наруто товарищу. «Ты слаб за печати!» «Оставь все на меня!» «Да и в целом, на нас, дженчурики!» «И это...» «Погнали, народ!» И все клоны после команды оригинала рванули вперед. Наруто, которого я знал?» Клоны разом прыгнули и полетели в сторону Гары. «Я еще не полностью восстановился после прошлой атаки!» В панике подумал тот. «Я сейчас только и могу, что защитить тебя песком!» «Вот тебе хроники-ниндзя Наруто!» Воскликнули клоны, доставая сюрикены. «Свиток первый!» Сюрикен со всех сторон света. И все налеты метнули орудия в противника. Тот укрыл большую часть своего тела лапой, но снизу на него налетели другие клоны и пинками буквально запустили его в воздух. У-З-М-Ки! Коба Наруто 2000 ударов. Используя оба кулака, каждый клон нанес по своему противнику неслабый удар, от которого тело того начал тут же рассыпаться. «Свиток второй!» Завершающий удар, и Гара летит камнем прямо в землю. «Проклятие!» Выругался он. «Да кто он такой?» «Свиток третий!» «Сейчас мы задействуем обе ноги!» Оповестили клоны. Коба Наруто 4000 ударов. «Не верю!» Подумал эти Мари. Гару реально загнали в угол. Сначала Баруто, а теперь и он. «Да кто эти братья вообще такие?» «Да я такому, как он!» Злобно подумал Гара, смотря на Руто прямо в полной решимости, а вместе с ними сомнений, глаза. «Не проиграю!» Он резко поднялся, готовясь встретить атаку. «Ни за что не проиграю!» Песок резко завихрился, разом развеявая абсолютно всех клонов Наруто. «Он сейчас явит себя!» В панике подумал эти Мари. Через мгновение над лесом возвышался гигантский енот, чье тело покрывал необычный вид и узо. В глазах Саски стал виден нешуточный испуг. «Что это такое?» Противник, куда сильнее, чем казался раньше, вынес вердикт Малыш Жаб. «Вот он каков, оскалившись, отметила Фу. Дух песков. Однохвостый. Значит, таков монстр, что внутри него», — подумал Наруто. «Какая громадина!» Уже полностью преобразившийся Гара поднял гигантскую лапу, и вокруг Наруто начал собираться песок, собираясь заключить его в песчаный гроб. «Дерьмо!» Почти вся чакра ушла на создание клонов. Спина мальчика коснулась рукаву, и воз нее в тело потекла красная чакра. «Я поделюсь с тобой частью сил Самихвостова. Собери остаток воли в кулак. Подумай о Сакури. И сделай это». Посмотрев на вышеупомянутую, которую еще сильнее сжало, глаз Наруто покраснел и приобрел вертикальный зрачок. Он решительно прокусил палец и сложил печати. К тому моменту песок полностью охватил его, и фу, что продолжало вливать в него чакру. «Черт!» Выругался Саски, пытаясь подняться. «Мое дело!» «Двоих разом!» «Не думал, что покажу эту форму!» «Песчаный гроб!» «Техника призыва!» Техника Гары тут же рассыпалась, и перед ним предстало огромных размеров, не уступающих однохвостому, жаба Гамабунта. «Я обязательно спасу Сакурутян!» Завершил Наруто, стоя на голове босс. «Наруто на моих глазах меняется все больше!» Шокированно отметил Саски. «Он уже не тот Наруто, которого я знал еще в Академии. Он научился использовать чакру Девятихвостова на полную катушку. Он одолел самого Ниджи. Создает такое количество клонов. А теперь еще и призывает таких громадин. Да и как там Гары еще сказал? У него руки по локоть в крови? Сколько же человек он убил своими руками? Это опять ты?» Недовольно спросил в это время Гамабунта. «Какого черта тебе от меня надо?» Он осекся, увидев перед собой существо. «Да это же... Если я не ошибаюсь, то это одно из созданий мудреца шести путей, как и твой Девятихвостый лис, однохвостый. Тренировки все-таки дали плоды. Отлично! Именно так, босс. Мне тут нужна помощь, чтобы разобраться с ним. Я могу рассчитывать на тебя?» Босс прикрыл глаза. «Нет!» Опа, хлопнула глазами Фу. «Что?» Возмутился Наруто. «В смысле? Разве ты не сделал меня своим подручным?» «А когда у подручного проблемы, босс всегда должен приходить на выручку. Это твой моральный долг. Так-то да, не стал спорить Гамабунта. Но мы ведь еще традиционно не выбили по стаканчику. Так что пока не исполнится двадцать, об этом и речи идти не может. Да что за...» Продолжил было возмутиться Наруто, но его нежно отпихнуло Фу и предстало перед глазами жабы. «Эм...» Озадачился тот. «А ты еще кто?» «Простите, босс», — вежливо извинилась девочка. «Я подружку вашего подручного». «Подружка?» «Не снизойдете ли вы, чтобы помочь ему с проблемами, а великий босс?» «Хотя бы ради меня?» Фу сложила ладони и кокетливо улыбнулась. «Пожалуйста». «Прости, но на него твой флирт не подействует», — указал малыш жаб, вскочив на голову девочке, которая тут же поникла от такого заявления. «Ладно тебе, лучше не упрямься и помоги им, папа». «Папа». Удивленно переспросили про себя Наруто с Фу. «Гамакичи». Удивился Гамабунта. «А ты что делаешь здесь?» «Мне тут скучно стало, вот и решил прогуляться. А вот этому мерзавцу приспичило обидеть меня. Пожаловался малыш, указав Нагару. Да ну. Ага. А эти двое храбрецов решили заступиться за мою честь. Чтож, может, он на сыновью ябеду хоть клюнет?» Мрачно подумал Фу. «Вот значит как». Воскликнул Гамабунта и обнажил свой гигантский тент. «Шкет, я официально признаю тебя своим подручным. Так что пришло время исполнить свой моральный долг. Я признаю каждого, кто видит ценность жизни моих детей». «А те, кто посмел поднять на них грязную руку, должны дорого за это заплатить». Гамабунта поднапрягся, словно кот, приготовившийся к прыжку. На какой-то момент между ним и гороедно хвостом нависла напрягающая тишина. «Держитесь». Приказал он вдруг двоим наездникам на своей голове и рванул вперед. Используя задние лапы, он прыгнул так высоко, как только мог, занося тента назад, и, едва приблизился к противнику вплотную, нанес удар. Оружие босса застряло в песчаной плоти, и ему пришлось напрячься еще сильнее, чтобы отсечь противнику лапу. Тента выпала из лап Гамабунта и вонзилась в землю неподалеку от горы и тем местом, куда приземлился босс. «Прочный паршивец», — выругался он. «Я смог отрезать ему только одну лапу. Но это уже впечатляет», — отметила Фу. «Не сдавайся, босс!» — поддерживающе крикнул Наруто. «Земноводная, двигаясь по инерции, буквально проскользнул еще пять добрых метров по земле, пока полностью не замер. Местный рельеф будет не узнать после этой битвы. Босс, босс, босс! Послушай меня!» — воскликнул вдруг Наруто и указал куда-то в сторону, в точку недалеко от выпавшего тента. «Постарайся не двигаться туда. Постарайся удержать его на этом месте. В той стороне сейчас мои друзья. Твои друзья?» — переспросил Гамабунта. «Они сильно ранены, раз не могут отступить?» «Ну, вроде того. Понял. Близко к этому месту не подходить. И его тоже не подпущу». Гара вдруг рассмеялся. «Ты продолжаешь меня забавлять. Наруто у Зумуки!» Едва он это прокричал, как из головы монстра начало показываться человеческое тело Гары. «О! Нет!» Запаниковал и Тимари. Гара собрался высвободить его. «Надо бежать отсюда!» И девушка поспешила ретироваться с места. «Это еще что?» Удивился Наруто. «Сейчас я объясню». Произнесла Фу, но только каким-то неподобающе высоким для нее голосом. Остановить мы его уже не успеем, а поэтому слушайте очень внимательно. Фу! Когда нас, биджу, запечатывают в человека, делая из него джинчурики, наша сила ограничена. Если у джинчурики сильная воля, он будет сдерживать силу своего биджу, сколько потребуется. И только по своему желанию может высвободить всю его силу на полную катушку. «Вот как!» Но шоу как у дела сложнее. «Сложнее!» В награду за столь долгое веселье, медленно произнес Гара, складывая ручную печать, «я покажу вам истинную силу песков». Когда его запечатывают в человека, тот становится необычным джинчурики. Стоп, это же говоришь сейчас ты, семихвостый. Потом спрошу, как ты говоришь через тело Фу, но можешь объяснить подробнее. Обратив внимание на круги вокруг его глаз, указал семихвостый через Фу. Это признаки бессонницы. Люди, ставшие джинчурики Шукаку, полностью лишаются сна. Потому что стоит такому джинчурики заснуть, Шукаку полностью поглотит его тело и начисто сотрет его личность. А от постоянной бессонницы, джинчурики перестает обладать собой. Его разум теряет устойчивость, делая его, откровенно говоря, диким. Так вот почему он такой? Уловил суть Наруто. Короче говоря, заговорила Фу уже сама, у нас большие проблемы. Техника принудительного засыпания. Скомандовал Гара. И безвольно повис, как сломанная кукла. Нависла тишина, как перед бурей. Через мгновение зрачки в глазах Шукаку приобрели более темный оттенок, и зверь рассмеялся уже на совсем другой манере. Ахахаха. Наконец-то я свободен. И я теперь вижу первую жертву. Указал он тут же на гигантскую жабу перед собой и раскрыл пасть. Через мгновение в ее области начали собираться какие-то пузырьки чакры, собираясь в единый шар темного оттенка. «Беджу дома!» Воскликнула Фу. «Осторожно, босс!» «Сдохни!» Шукаку выпустил шар. «Прыжок!» Предупредил Гамабунта, прыгая вверх, с трудом уворачиваясь от зловещей техники. «Вот как!» «Так у нас здесь еще один хвостатый, который на нашей стороне!» «Так что же вы меня в это впутали?» «Я пока тоже еще учусь, как и Наруто!» «Так что тебе, босс, придется попотеть, извини!» «Понятно!» «Стихия воды водяное ядро!» Жаба раскрыла пасть и выпустила из нее несколько настоящих ядер из воды, что сразу же понеслись в сторону однохвостого. «Пронзительный воздушный залп!» Воскликнул тот и выпустил из своего рта несколько сгустков сжатого воздуха, устремившихся навстречу водяным ядрам. Раздался мощный всплеск, и всю ближайшую округу залило настоящим дождем. «Ну вот и дождик пошел!» Не сдержался от очередной глупой шутки Пакун. «Просто ураган какой-то!» Очередной раз поразился Саске. «Наруто, видели бы тебя сейчас!» «Еще один, босс!» Предупредил Наруто, но было уже поздно очередной залп техники ветра задело жабу прямо в грудь. Брызнула кровь. «Получилось!» Возликовал однохвостый. «Я убил его!» «Ух!» Вздохнул еще живой, но не слабо раненый гомобунта. Это был сильный удар. Будь это очередная обиджу дыма, я бы не выжил. Он с нами играется, не иначе. «Ну да», — подтвердила Фу. «Если верить словам Семихвостого, даже для хвостатых однохвостый тот еще садист». И тут Наруто осенило. «Слушайте, у меня идея!» «Ну?» Заинтересовался гомобунта. Семихвостый сказал, что однохвостый высвобождается из-под контроля, когда его джинчирики засыпают. «Ну да», — так и сказал. «А что, если его разбудить?» «О!» Восхитилась Фу. «А это мысль!» «Босс, сможешь приблизиться к нему вплотную?» «Мы уловим момент, чтобы подобраться к нему, и разбудим». «Отличная идея!» Так как джинчирики заснул совсем недавно, сон еще не полностью его поглотил. «Держитесь крепче!» «Сейчас попробую его обездвижить!» Прокричав это, гомобунта рванул вперед. Однохвостый запустил навстречу еще несколько воздушных залпов, но жаба на бегу ответила несколькими водяными ядрами. «Мое счастье, что противник не такой увертливый, как я», — отметил он, возникая перед врагом и хватая за целую лапу и шею. «Попался!» Но схваченный биджулиш усмехнулся и сделал резкий рывок назад, высвобождаясь из нецепкого захвата жабьих лап. После чего в пасти начал формироваться еще один шар. «Черт!» Выругался гомобунт и выпустил свой длинный язык, хлестанув ею животное прямо в темечко, отчего у того сбился перецел, и техника устремилась в иную сторону. У видневшихся с головы жабы стен Канохи раздался взрыв. Босс запаниковал Наруто. «Ой, это было опасно. Надеюсь, деревня не пострадала. Слушайте, план чудный и он все еще в силе. Но не хватает одной главной черты. Я жаба и у меня нет клыков и когтей. Задействуем технику превращения», — предложил Наруто. «Неплохая идея. Но я не силен в данной технике. Так что, Наруто, ты примени технику, а я задействую чакру для этого. Это будет совместное превращение. Представь что-нибудь с зубами и когтями. Я подсоблю!» Крикнула Фуэ и спрыгнула с головы Босс. Семихвостый. Трансформации. Девочка буквально зависла в воздухе, из нее обильным потоком полилась красная чакра, и через мгновение на ее месте появился гигантский синий, бронированный как будто муж из тремя парами оранжевых крыльев и одним зеленым хвостом между ними. «Так вот как и всеми хвостый!» Восхитился Наруто. «А его хвосты — это крылья!» Однохвостый захохотал. «Ты на стороне этих вероломных людишек, жучок! Просто от них меня тошнит не так сильно, как от тебя, грязный енот!» Прокричался мехвостый я, замахав крыльями и хвостами, налетел на однохвостого собрата. Острый рог наголовенно сквозь пронзил плечо противника. Тот снова захохотал. «Ахахахаха! От тебя было бы больше пользы, будь ты хотя бы пчелой!» Прокричал он и ударил у спалинского жука хвостом. Через мгновение на том начали образовываться те же узоры, что и покрывают тело однохвостого. Они оказались, будь она неладна, настоящей проклятой печатью. «Вот черт!» Выругалась Фу! Джуиндицу однохвостого! «Ахахаха! Умри, насекомое!» «Превращение!» Воскликнул голос Наруто, и со стороны раздался хлопок, и поднявший гигантское облако, из которого через мгновение вылетел гигантский лес с девятью хвостами. «Ничего себе!» Протянул Саски, продолжающий наблюдать за всем этим ураганом. «Отлично!» Отметил превращенный Гамабунта. «Семихвостый» занял собой единственный хвост противника, а лапа у того осталась только одна. «Давай, босс!» «Его нужно как следует ударить по башке!» Девятихвостый моментально приблизился к однохвостому и, ловко перехватив его удар единственной лапой, вцепился в его плоть зубами и когтями. «Отлично, Наруто!» Поддержала Фу, все еще удерживая Мэджуиндицу однохвостого. «Ты не лис, а обычная жаба!» Заюлил тот, задергавшись. «Отпусти меня!» «Давай!» Крикнул Гамабунта и превратился в самого себя, давая Наруто возможность спрыгнуть с его головы и добраться до тела Гары. Тот не стал медлить и сделал это, замахиваясь кулаком. «Рота!» «И подъем!» Крикнул он и изо всех сил врезал Гарри по голове. «Отлично!» «Отметил про себя Гамабунта. Сон действительно не поглотил его полностью за столь короткое время. Одного удара должно хватить, не смей!» Снова заявил однохвостый. «Я только-только освободился!» «Это то и опасно!» Ответил Наруто, отскакивая от Гары, который, едва открыл глаза, моментально понял, что происходит. Зарычав от негодования, он задействовал тело биджу, чтобы схватить надоедливого блондина за ноги и запустил в него песок со всех сторон. «Папа!» Запаниковал Гамакичи, и отец мигом обвел Наруто своим языком, не давая песку добраться до него. «Этого недостаточно против меня!» Прокричал Гара, и укрытого жабьим языком Наруто начало глубже затягивать в песочное тело. Сам же он двинулся вперед, игнорируя сопротивление гигантской жабы и тесняя его. Все бы ничего, но двигался он в ту самую сторону, где находилась захваченная Сакура. «Дело дрянь!» Запаниковала Фу. «Я все еще захвачена!» «Не пошевелиться!» «И из формы не выйти!» «Да чего же проблемный енот!» Сакуратян! Забеспокоился Наруто, поглядев назад, на Сакуру, которые медленно, но верно приближались, грозя раздавить жабьей тушей, после чего перевел уже негодующий взгляд на Гару. «Я убью тебя!» «И мое существование не будет напрасным!» «А после тебя я доберусь до Саски и твоего нерадивого брата!» «Я вас всех сотру с лица земли!» «Я тебе не позволю!» Проревел Наруто, и из его спины вновь вырос лисий хвост. Волосы встали дыбом, и повязка спала с головы. «Я тебя остановлю!» Он вновь набросился на Гару, замахиваясь хвостом, но его за него схватил песок, не давая приблизиться. «Сдохни!» «Ах ты тварь!» «Ах ты ткнул Наруто, дернувшись вперед и из-за всех новых сил врезался в бомблоб противника. По голове формы Биджу пошли трещины, через мгновение охватив все тело, и оно целиком рассыпалось, освобождая Фуусями хвостово из захвата Джуиндюцу. «Я на свободе!» Обрадовалась она, мигом возвращаясь в свою человеческую форму, оставив только крылья хвосты, и полетела к падающему Наруто, хватая его на лето. Ударил головой по голове, ухмыльнувшись, оценил Гамабунта. Стиль боя у него, конечно, такой себе. «Давно я не встречал столь изумительных и неуклюжих ниндзя, как этот пацан. Он точно твой сын, Минато!» Жабу замутило. «Похоже, я сильно устал, чтобы досматривать все до конца. Прости, Наруто, но дальше делаю целиком за тобой. Идем домой, Гамакичи!» «Да, папа!» И гигантская жаба с малышом на голове с хлопком исчезли. Тем временем Фу с Наруто и Гара приземлились на блестящие деревья друг напротив друга. Между ними стоял воткнутый в землю гигантский Тантагамабунты, в отражении которого оба мальчика видели свои половины. «Вы оба порядком выдохлись», — отметила Фу. «Сил у вас хватит всего на одну атаку. Добивать ослабленных не в моих правилах, как и у всех шин обескрытого водопада впрочем. Все-таки, Наруто, вы с ним похожи друг на друга больше, чем мы с тобой. Вот и закончив все последним ударом, она отпустила мальчика и отступила, оставляя все на него и противника. Те на мгновение застыли друг перед другом. Тантагамабунты с хлопком исчез, и мальчики бросились вперед. Единственный взмах кулака Наруто, врезавший Гару точно в склу, и оба уже полностью без сил полетели вниз. Как Фу и обещала, она не вмешалась ни тогда, ни после. Вот и все. Баруто долго смотрел на бездыханного старика, не в силах сказать ни слова. Последние слова, вышедшие из уст того, так и висели у него в голове. Осторожно подняв взгляд, он встретился и Мсар Чумару, что сгорбившись под тяжестью потерявших жизнь рук, нависал над бывшим учителем. «Ты знал, что все закончится этим, не так ли?» Сдержанно спросил тот мальчика. «И ты все равно это допустил. Ты мог бы несколько раз уже прикончить меня, но не сделал этого. И так будет всегда. Ты ничего не сможешь изменить. Ты не способен заставить себя сделать это». Баруто молчал. Он лишь перевел взгляд обратно на тело Хакаги и пополз к нему. Энма тем временем, все еще удерживая окна, боком посмотрел на эту картину. «Это твоя воля, Херузин. Теперь ты все оставил на этого мальчика. Надеюсь, ты знал, что делаешь, старик Херузин», — медленно произнес Баруто, хватаясь за рукоять кусоноги. «Позволь, я вытащу этот меч». И аккуратно, стараясь нарасширить рану, он вытащил клинок из тела старика, и тот мигом превратился в змею, которая быстро ускользнула. «Я принял волю от многих людей. Теперь, я получил ее и от вас». Энма к тому времени произнес, «Это достойный конец для того, кто познал путь Шинаби». И с этими словами король обезьян исчез. Арачимару вдруг согнулся в три погибели. «Ух! Руки словно в огне! Господин Арачимару!» Запаниковал Кан, поспешив к своему господину. «Я знал тебя совсем другим, Арачимару», — произнес Баруто. «А сейчас я вижу тебя таким... Безжалостным. Холодным. Жестоким. Почему ты делаешь все это? Что же с вами делали? Абита, Ниджи, Итачи, Гара, ты ведь тоже страдал, Арачимару? Не так ли?» Арачимару ничего не ответил на это. «Что нам с ним делать?» Спросил его Укон. «Все кончено», — произнес он. «Снимайте барьер. Мы уходим». «Есть». Подчинились подчиненные, удерживающие барьер, и сняли его, мигом поспешив к господину. «Взять их!» — приказал за отряду Анбу. Команда мигом возникла подле господина, и двое подхватили его на руки. «Мальчишку не трогать», — кратко приказал он. «Оставить в деревне». Послушавшись приказа, вся пятерка подчиненных поспешила ретироваться. «Вам не уйти!» — крикнул Зо, кинувшись с отрядом в преследование. Перед ними выступил Кидамару и всеми шестью руками сложил печать змея. «Паучий захват!» — скомандовал он, и из его рук вылетела настоящая паутина, вмиг обхватившая весь отряд. «Это липкая седь пропитанная чекурой!» «Не могу разорвать!» «Эй, ты!» — крикнул Зо в сторону поникшего Барута. «Они сейчас уйдут!» «Поскорее, освободи нас!» «Простите!» — лишь бормотал себе под нос мальчик. «Простите!» 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 «Какаши, они уходят!» — воскликнул Гай, заметив Паби Карачимару. «Разберемся с ними!» «Если лезть вперед, не обладая информацией о событии на крыше», — указал Анбу, стоявшей рядом с Баки, — можно в ловушку попасть. Гай нахмурился. «И без тебя знаю!» «То есть там ловушка или нет, мы не должны позволить врагам убежать!» «Таковы шинобилиста!» «Итак», — медленно произнес Какаши, — «ты так и будешь стоять и смотреть на нас, Кабута!» Анбу снял наконец маску. «Значит, догадались!» «Что будем делать?» — спросил Баки. «Думаю, сейчас самое время отступать», — ответил Кабута. «Снова убегаешь от меня?» «Спросил Какаши. Да, и на этот раз тоже. Если я буду неосторожен, вы можете скопировать мои приемы. Хотя, похоже, до истинных обладателей Шарингана вам еще далеко». Что ж, раздался хлопок, и поднявший столб пыли и дыма, и Кабута с Баки исчезли. Едва Наруто нанес по Гайре последний удар, оба упали на землю и полностью лишились сил на следующее движение. «Почему?» — подумал Генен Песка, поглядев на соперника. Песок, удерживающий Сакуру, начал наконец осыпаться, и Саски поспешил подхватить девочку, чтобы та не упала и не разбилась. Ребра ее были целы, но удар об ствол и постепенное издавливание почти лишили ее воздуха, отчего она была без сознания. Мальчик положил ее на ближайшую ветку рядом с Покуном, который тут же оценил ее состояние. «Присмотри за ней», — кратко попросил он миниатюрного Нинкена и поспешил куда-то. «Эй!» — только и успел крикнуть тот вслед. «Почему он так силен?» — непонимающе думал Гара, наблюдая за тем, как Наруто, будучи не в силах подняться на ноги, вновь пересиливает себя и пытался поползти в его сторону. «Я не перестану существовать. Я никуда не денусь. Никогда не исчезну». Наруто продолжил ползти к нему. Неподалеку приземлилась Фу и со сжатым сердцем посмотрел на эту картину. «Откуда он постоянно берет в себе новые силы, чтобы бороться, когда он же полностью лишился их?» «Почему он так изматывает себя?» «Наруто!» «Это все. Ради этих людей. Наруто пускает слезы. Я говорил и тебе, не разговаривай с ним. Какой вонючий. Это тот сирота. Убирайся!» «Урод! Гар опускает слезы. Урод! Он монстр! Не подходи к нему! Лучше сдохни поскорее! Убирайся!» «Фу пускает слезы. Уйди, безродная!» «Чего уставилась? Всегда была странная. Не подходи! Убирайся!» «Наруто!» «Наруто продолжал ползти, вспоминая, что услышал за весь свой путь. Я был лишь пережитком прошлого, от которого все хотели избавиться. Для чего же я тогда существую?» «Мучил меня вопрос. Тогда я осознал важную про себя вещь в этом мире. Я никому не нужен. Я тот, кого все сторонятся. Я даже выбрана не была для этого. Меня просто заприметили в ненужном месте в ненужное время. Теперь меня кличут монстром. Боль от одиночества. С сочувствием произнес Наруто, пропустив через себя все эти воспоминания. Это совсем ненормально. Я знаю, что ты чувствуешь. Пусть я и не могу полностью понять ни фу, ни тебя. Это боль знакома мне. Гару охватил шок. Но у меня появились люди, что приняли меня. Те, кто стал мне дорог. И этих людей я в обиду не дам. Услышав это, фу опустилась на колени и затряслась от слез. Да, меня ненавидела вся деревня, но есть в ней и те люди, которые приняли меня таким, какой я есть. Они избавили меня от одиночества. У тебя ведь тоже есть подобные люди, разве нет? Я ведь слышал, ты успела подружиться с этими детьми. И им ведь сейчас больно от того, что ты сейчас творишь. Наруто, ты такой. Даже если мне придется тебя убить, я остановлю тебя. Зачем? Не понимал Гара. Зачем ты отчаянно борешься ради других? Потому что они вытащили меня из этого кошмара. Они избавили меня от одиночества. Они признали мое существование. Они мне дороже всего на свете. Это чувство, с которым люди заботятся друг о друге, о тех, кто им дорог, и защищают их. Неужели, это любовь? Она дает ему столько сил. Мы прекрасно ощущаем боль друг друга. Гара вмешалась. Фу. И твоя здесь тоже присутствует. Гара. Девочка показал сжатый кулак. Кулак, что однажды ударил тебя, до сих пор плачет. Он вопрошает, есть ли смысл в том бою? Ведь если мы только и можем, что убивать, зачем мы вообще тогда существуем? Зачем нам вообще выделено место в этом мире? Гара полностью перестал о чем-либо думать. Довольно, Наруто, произнес возникший рядом с блондином Саски. Песок осыпался. Сакуре ничего не угрожает. Вот как. Хорошо. С этими словами Наруто вырубился. Саски краем глаза посмотрел на плашмя лежавшего Гару, возле которого тут же появились Тимарис Канкура, а возле него самого с Наруто встала Фу. Больше в бою нет смысла, произнесла Кунаичи Водопада. Мы все полностью обессилены. Вашему товарищу нужен уход. Она права? Тут же подтвердил ее слово Гара, этим удивив брата и сестру. С меня хватит. Узумуки Наруто, значит, впервые вижу Гару настолько побитым. Шокированно подумал Канкура и взял младшего на плечи. Как скажешь. И троица песка поспешила исчезнуть. Может, подумал Гара. И я. Когда-нибудь. Канкура. Тимари. Простите. Тем временем на крыше той башни собрались большинство джоунинов и анбу, окружая бездыханное тело старика Херузена. И рядом с ним продолжал сидеть Баруто, не в силах сдвигаться с места. Простите. 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 Когда отряд подчиненных Арачимару доставили его в одно из убежищ, тот приказал им оставить его, кроме Кабуто. Шпион усадил его на кресло. Ух! Выдохнул Санин. Херузен Сенси. Чтож, мы и не надеялись, что все будет так просто, заметил Кабуто. В конце концов, вы имели дело с самим Хакаги, что считался сильнейшим лидером из нынешних пяти Каги. Впрочем, убить двоих Каги из пяти — это невероятное достижение. Он оборвался, заметив пронзающий взгляд Арачимару. Не вздумай утешать меня. Не то бью. Кабуто сглотнул. Я ничего такого не имел в виду. Канаху удалось частично разрушить, но не уничтожить полностью. Но вот Саски, наша вторая цель, успешно нацепил свой ошейник. Ценой этих рук и всех моих техник. Захвати я Итачи еще тогда, все было бы иначе. А теперь вдобавок из-за той моей глупости с Какаши, этому суждено остаться мечтой. Простите, что, наверное, лезу не в свое дело, прервал воздыхание Санина Кабуто. Ну что насчет третьей цели? Он ведь был там? А да. Арачимару вдруг растянулся в довольной ухмылке. И он был великолепен. Теперь я достаточно знаю о нем. Вот почему мне выгодно, чтобы Наруто оставался жив. Этого мальчика ждет большое будущее. Мальчик с Кармой и Джаганом. Когда Заку сообщил мне о том, что в момент сражения с ним увидел в его глазу новое Деудюцу, я не поверил. Но смог воочию увидеть его во время последнего этапа экзаменов на Чунина. Деудюцу, что работает, как Шаринган, благодаря чему этот мальчик и смог так чисто отсечь Заку пальцы и запустить их точно в клапаны на ладонях, и как Бьякуган, благодаря чему он почти полностью заблокировал все тенки Цугары, когда тот трансформировался. И этот оборот и не открыл в нем способности еще одного Деудюцу. Вы выглядите довольным. И все же вас явно что-то беспокоит. Верно. То, что мальчик здесь, тоже моя вина. Если бы он тогда не настиг меня, я бы успел найти способ уничтожить этот артефакт. Но вместо этого мне пришлось бросить его в реку, чтобы он вновь не достался ему. Похоже, этот артефакт обнаружен где-то в будущем, как раз во времена этого мальчика. Значит, он запустил процесс. Нет. Только Асусуки способны на такое. А ты помнишь, что сказал тот, что начал управлять телом Барута, когда тот сражался с Горой? Он не сразу понял, что находится в прошлом. Следовательно, артефакт запустил кто-то другой, а Барута пытался ему помешать. Видимо, по этой причине сейчас в этой временной линии только он. А запустивший каким-то образом сбился с пути, отчего его появление вопрос времени. Этот Асусуки, что управлял телом Барута, указал на то, что остановлена Асусуки-фикация. Что он имел в виду? Это своего рода предохранитель, когда сосуд, носивший карму, попадает в прошлое с помощью этого артефакта. Здесь есть взаимосвязь. Иначе Асусуки-фикация будет завершена в самом прошлом, где Асусуки еще не внедрял свою карму, и может произойти непоправимый временный парадокс. В любом случае, появление следующего Асусуки нам не избежать. Если он осознанно запустил процесс перемещения его времени, будут большие проблемы. И это я упускаю из виду его. К нему еще успеем вернуться, меня тут другой волнует. Что вы намерены делать, зная, что Барута сосуд? Ведь он в скором времени вернется в будущее, и карма вновь продолжит распаковку. Следовательно, его тело начнет принадлежать тому Асусуки, от которого он получил карму, а его душа сгинет навсегда. Ты знаешь, как проходит распаковка, как будто... М... не до конца. Когда карма распаковывается, она распространяет по телу сосуды генетические данные Асусуки. Иначе говоря, полностью перезаписывает его на генетическом уровне. Это значит, судя по тому, что мы видели на арене, распаковка кармы прошла где-то на 50% прежде, чем мальчик отправился в прошлое, где проживает уже третий год. Иначе говоря, он уже наполовину настоящий Асусуки. Стало быть, когда карма полностью распакуется, мальчик станет полноценным Асусуки. Значит, вы желаете допустить дальнейшее рождение Барута, чтобы он получил карму и стал Асусуки? Верно. И когда это произойдет, я заберу его тело и получу такую силу, о которой не мог даже мечтать. Бессмертное тело Асусуки, обладающее Джаганом. Интересная идея. Будет Люба поглядеть на это в будущем. Итак, как вы собираетесь захватывать его тело, если оно станет принадлежать Асусуки, когда карма распакуется на 100%? Раз его гены уже наполовину принадлежат Асусуки, он может внедрить свою личную карму и сделать уже свой сосуд, в чьем теле переродится. Понятно. И как вы собираетесь искать подходящий сосуд для него? Арчимару призадумался. Интересный вопрос. Я уже задумывался над ним. Использовать коготов с проклятой печатью плохая идея. Есть все-таки риск несовместимости. Да и Баруто слишком добродушен, чтобы жертвовать столькими жизнями. И вот, что я решил. Я не стану искать для него сосуд. Я создам его. Создадите? Укабуто глаза тут же полезли на лоб. Вы вернулись к вопросу запуска данного проекта. Именно. К тому времени, как Баруто родится, я еще успею вернуть себе руки. Мальчик уже проболтался, что знал меня, стало быть я и при нем все еще жив. Как будто, занеси в черновик детали нашего будущего проекта. Мы создадим тело, что станет идеальным сосудом для Баруто Асусуки. Надо бы придумать название для данного проекта. Такое, чтобы красиво звучало. Название? Какое бы придумать? Да, Митсуки. Проект Митсуки. Посреди пустыни раздался свист. Один из джоунинов песка дул в свисток, созывая к себе товарищей. Одним из них был Баки. Я нашел, сказал призвавший, указав в глубокую расщелину. Баки и остальные джоунины встали в ступор от увиденного. Это же... Только и смог высказать Сотицу. Смерть наступила довольно давно, анализировала Токази. Скорее всего, шесть лет назад. Вот оно что... Стиснул зубы Баки. Целых шесть лет. Проклятый Арочимару. Группа обозревала лежавших в расщелине тела владыки Казика Гераса и двоих его телохранителей, за коих себя выдавали четверо подчиненных Арочимару, что помогли тому в сражении с Хакаги. Убив Казика Гераса, Арочимару или, возможно, как будто, выдавал себя за него. Целых шесть лет нас держали в дураках. Собрав все улики, Песок официально заявил, что произошедшее было спровоцировано Арочимару. По всему Песок объявил о полной капитуляции скрытому листу. Меня послали сюда лично объявить обо всем, сообщил Баки, стоя перед старейшинами Канохи. «Подумать только, вас целых шесть лет готовили к этому нападению, убедив в необходимости данного действия». Поразился Хамура, присутствуя в переговорах. «И вы в одиночку пришли сюда, чтобы обо всем сообщить?» Добавила Кахару. «Я прибыл сюда не только в качестве посланника, но и в качестве обмена», — спокойно ответил Баки. «Я готов добровольно отдать вам свою жизнь, если вам это нужно, ведь это я убил того Джоунина, Гикахайте. Но прошу, простите мою деревню за разбойные нападения и принесенные разрушения». Скрытый Песок объявляет о полной капитуляции и предлагает возобновить дружеские отношения. Советники переглянулись. «Поскольку в той битве за деревней так погибло немало ваших ниндзя, нет смыла отнимать еще одну жизнь», — решил Хамура. «Возвращайтесь в деревню и передайте своему совету, что мы принимаем вашу капитуляцию», — указала Кахару. «Что будет дальше, мы решим уже после того, как восстановимся после нанесенного ущерба и выберем нового Хакаги». «Благодарю», — поклонился Баки. «Могу я напоследок попросить вас о небольшой услуге?» «Это какой же?» «Передайте весточку в деревню скрытого водопада». «Скажите им, они могут на всех правах оставить у себя Семихвостого». «Семихвостого. Семихвостого? Оставить на всех правах?» «Да. Изначально Семихвостый принадлежал нашей деревне, пока его джинчурики не погиб где-то в окрестностях водопада. Там Биджуй вырвался на свободу и попал в руки жителям водопада. Теперь Семихвостый полностью принадлежит им, а не песку. Хорошо, мы им передадим. А теперь ступайте. Не волнуйтесь за тело ваших ниндзя. Мы доставим их вам все до последнего». Баки покидал Канаху пешком, проходя сквозь разрушенные улицы и дома. Он так и ощущал на себе убивающие взгляды каждого второго жителя, желающего прикончить чужака на месте. Джоунин их прекрасно понимал. Целых шесть последних лет он был верен обычному самозванцу и верил в его убеждении. Детям раз и и то понадобится больше времени, чтобы прийти в себя, после того, что недавно узнали. Особенно Гарри. Шагая в размышлениях, Джоунин увидел перед собой высокую женщину в облачении Анбу и очень знакомого ему мальчика. Остановившись перед данной парой, мужчина напрямую переглянулся с Барута. Этот шиноби оставил после поистине достойное наследие, отметил он, глядя мальчику в глаза. «Я рад, что не стал убивать и тебя той ночью». Барута с женщиной молчали и ничего не отвечали, глядя на него. «Ты собираешься убить меня?» «Деревня Песка тебя за это не осудит». «Я прибыл сюда, полностью готовым к этому». «Это не мое право», — коротко ответил Барута и посмотрел на женщину. Та выступила вперед. «Меня зовут Юга», — представилась она. «Хайте был моим женихом». «Ясно. Я сожалею». Юга достала меч, и Баки узнал его. Он приготовился к тому, что сейчас будет. Вокруг собралась толпа зевак, пожелавших посмотреть на это. Женщина подержала меч в руках, а потом с несильного размаха ударила в то самое плечо Джоунина Песка. Мужчина на миг сжал зубы. Но смертельного удара не последовало. Меч лишь прорезал шов на жилетке Джоунина и едва коснулся плеча, на котором остался шрам после той короткой битвы. Подержав меч в таком положении несколько секунд, Юга убрала его и спрятала в ножны. «С тебя достаточно», — сказала она и поспешила покинуть данное место. Барута кинул последний взгляд на Баки и последовал за ней. Джоунин же двинулся дальше во своясье, ловя спиной негодующие крики, требующие завершения дела. Два дня Канаха восстанавливалась после разрушения, нанесенного Ниндзя Песка и Звука. А когда настал тот самый, Нарута с Барута сидели дома перевязанными и словно Чегото ждали. Рядом с каждым из братьев лежало по комплекту сложенные траурные одежды. Через несколько минут оба вышли полностью облаченные и встретились Сакуры и Саски, тоже полностью в трауре. Подул ветер, сдувающий с земли опавшие листья, а на небе стали собираться тучи. На крыше башни Хакаги, перед поминальным алтарем. Укажите, как при Вильне собрались все Ниндзя-деревни, от Генина до Джоунина. Под башней собрались Анбу и прочие гражданские. Словно дождавшись этого сбора, из туч полились тяжелые капли. «Дождь!» — заметила Куриной. «Даже небеса оскорбят», — отметил Асума, с тяжелым сердцем, тоскующим по отцу. «Мы собрались все здесь сегодня», — начала речь Хамура, чтобы воздать честь и попрощаться не только с третьим Хакаги, но и со всеми, кто отдал свою жизнь ради спасения деревни. После его речь к алтарю начали походить люди, державшие в руке по цветку. «Не знаю название», — и клали их перед стоявшей на нем фотографией Хакаги. Рядом с Наруто раздался всхлип, и он поглядел на стоявшего рядом Кану Хамру, который не мог сдерживать слезы. Мальчика можно было понять, потерял не только родителей, но и деда. Разделяющий с ним ту же боль семейной утраты Асума присел рядом с ним и прижал к своему плечу. Баруто смотрел на это с тяжелым сердцем. «Ты часто приходишь сюда, с тех пор, как оказался здесь», — заметил Херузин, подойдя к нему, когда он стоял перед мемориальным камнем. «Как ни посмотри, но выглядит так, словно ты пытаешься высмотреть в нем какие-то имена, но не можешь их найти. Скажем так», — Баруто призадумался. «У меня ощущение, словно я знаю, каким именам суждено появиться здесь в непродолжительное время. Вот я и прихожу и смотрю, дабы убедить себя, что они здесь еще не появились. Интересное у тебя рассуждение». Хакаги подошел поближе. «Старик Херузин, ответьте на вопрос», — попросил Баруто. «Ну, почему так много людей должны умирать? Заслужили ли они этого? И как много из них были достойны того, чтобы их имена были вырезаны здесь? Ведь их кличут героями, но то, что они совершили, могло причинять боль кому-то с другой стороны. Ты тоже об этом думаешь?» Почти с гордостью отметил старик. «Видишь ли, очень многие, кто не заслуживал смерти, умерли. А те, кто заслуживает, живут. Естественно, не все, чьи имена вырезаны здесь, достойны звания героя. Но мы обязаны помнить о них. Помнить об их ошибках, которые они совершили, дабы сами не повторяли их. Ведь каждая шина без скрытого листа обладает волей огня». «Волей огня?» «Да. Это то, что помогает нам защищать свой дом. Деревню из скрытого листа и в всю страну огня. Даже со всеми нашими ошибками, благодаря этой воле мы едины». Борото призадумался над словами Хакаги. «Воли. Единство. Кажется, я знал одного человека, который говорил точно так же. Старик Херузин, это была... ваша воля?» Руки Борото затряслись, а из глаз хлынули слезы. Ему в руки дали цветок, и он молча встал в шеренгу остальных поминающих. Подойдя к алтарю, он несколько секунд поглядел на фотографию. «Простите», — кинул он и положил цветок к остальным. После этого он стоял рядом с братом. И рука Сенси, обратился младший к стоявшим рядом учителю. «Почему это происходит? Почему люди жертвуют собой ради других?» Учитель задумался. «Когда человек умирает, он уходит навсегда, а вместе с ним уходит и его прошлое, настоящее, будущее. Исчезает все, даже мечты. Даже если человек был доблестным бойцом, как, например, Хайте. Многие люди погибают на миссиях или войнах, и это происходит на удивление мгновенно и просто. У тех, кто погиб, были мечты и стремления, но у них было то, что куда важнее. Семья, друзья, любимые люди, которые были им дороги. Эти люди образуют общность, что хранит воспоминания о них. Это единство любви, доверия и самопожертвования. Со временем эти узы становятся крепче и сильнее. Здесь нет никакой логики или причины. Они просто делают то, что нужно. Для них это важно. То, что нужно, повторил Барута упавшим голосом. Как сделал господин Хизаши. И он в том числе подтвердил Арука, не спрашивая, почему Барута сейчас вспомнил о нем. Ясно, кивнул Наруто. Кажется, я начинаю потихоньку понимать это. И все же, когда они умирают, это очень грустно. Это очень больно. Лорд Хакаги умер не просто так, вступил к Акаши. Он оставил нам нечто большее. Со временем ты все поймешь. Нечто большее. Переспросил Барута и посмотрел на небо. Дождь начал лить слабее, а потом и вовсе прекратился. Наруто и товарищи по команде заметили, как на лице старшего Генина, теперь уже, по последней воле Хакаги, Чунина, стала тянуться грустная, но теплая улыбка. Ты вдруг заулыбался, Барута? Спросил младший брат. А разве не ясно? Потому что ради этого и погиб старик Херузин. Души всех трех первых Хакаги запечатаны вшенигами. Они больше никогда не попадут в чистый мир. Это не такое наказание, которое они заслужили за свои ошибки. И все же они добровольно пошли на это. Чтобы мы и дальше могли радоваться жизни с улыбкой на лице. По крайней мере, я хочу в это верить. Именно поэтому я и дальше буду улыбаться, несмотря ни на что. Им удалось избежать полного разрушения, но не смогли не понести ни малого ущерба. Раньше эта деревня процветала, как ни одна другая, а сейчас так жалко выглядит. Не похоже на вас. Неужто у такого, как вы, остались чувства к родной деревне? Нет. В глазах Итачи зажегся шарингом. Ничуть. Барута, каким ты теперь стал, когда повидал все это? Мда уж. Вздохнул Барута, ставя чашку на пол, сидя перед головой Хьюга. Похоже, не скоро все уляжется. Он потряс плечами, поправляя на себе жилетку Чунина. Хиаши обратил на это внимание. Не привыкнешь никак? Сомневаюсь, достоин ли я ее вообще? С сомнением ответил Барута. Почти победил Гару, но так глупо все вышло, когда поддался предательской атаке переживания. Я ведь сражался с двумя первыми Хакаги, почти что наравне я мог бы несколько раз убить Арачимару. Но не сделал этого. А что там, на арене? Я не помню, что там случилось после того, как Гару вырубил меня. Но по словам окружающих, я убил Десу. Мог бы убить Гару. Мог бы убить Наруто. Такова была последняя воля третьего, отметил Хиаши, делая глоток. Нам осталось лишь принять ее. Хотя подтвержу с этим согласны далеко не все, особенно в Совете. Тут раздался стук в дверь, и Баруто моментально подпрыгнул вверх и зацепился чайкроя за потолок. Скрыв знаки присутствия второго человека в комнате, Хиаши дал разрешение войти. В комнату вошла женщина, держа в руках поднос, на котором стояли еще три чашки чая. Баруто вздохнул с облегчением и, как только дверь за женщиной закрылась, спрыгнул на пол. «Спасибо, Йона», — кивнул глава Хьюга жене. Та поставила поднос на пол и села рядом с мужчиной и мальчиком. «Я погляжу, Баруто продолжает отсиживаться здесь?» Заметила она. Баруто кивнул и осмотрел комнату, в которой находились лишь они втроем. И о его визите в этот дом, как и о происхождении, не знает больше ни одна душа. «Не очень хочется уходить отсюда. У вас тут спокойно. Тихо. Но ты ведь уже Чунин. Ты не можешь прятаться вечно. Ты ведь это понимаешь?» «Понимаю. Но ничего не могу с собой поделать. Вокруг такая суматоха. Все норовят спросить меня, как это произошло, что это я вытворял в бою с Гарой и каково было сражаться бок о бок с самим лордом Третьем против самого Рачимару. Наруто так и не умолкает. Все болтает без умолку. «Даже о том, как я его чуть не убил тогда, он говорит, как о каком-то новом приключении, о котором он даже мечтать не мог. Что уж говорить про Хино-то так и лезет подружиться. Ты ее будущий сын, которого ей предстоит родить», — подметила Йона. «Возможно, она что-то чувствует. Тоже может быть», — согласился Хиаши. «Возможно, и Наруто тоже это чувствует, оттого и тянется к тебе, хотя думает, что это оттого, что считает тебя своим братом». Баруто сменил позу с Сэдзана по-турецки и прокрутил в голове все, что узнал после того, как восстановили разрушение после нападения и поминули третьего Хакаги. Четвертый Казикаги, что спланировал это нападение, оказался Рачимару, принявший его облик целые шесть лет назад и копающий в мозге жителям деревни Песка. Дождал им главный повод, заставив Даймё Страны Ветра перестать пользоваться услугами Суны, делая предпочтение Канохи, что приводило Ниндзя в зависную ярость. Во время самого нападения, неизвестные нашли тело Чунина в травы, которых Баруто собственноручно убил, и перерезали им глотки, чтобы не было видимости использования мягкого кулака, что указало бы на Каланг Хьюга. А уж виновного отыскать не составило бы труда. Баруто чувствовал за этим руку Рачимару. То ли товарищи Кабута, то ли кто-то ещё из деревни звук и сделали это. Баруто не понимал, почему, но уже знал Синину было выгодно, чтобы мальчик оставался в деревне в целости и сохранности. Мальчишку не трогать. Оставить в деревне. Чего он намерен добиться? Подумал Баруто, отпивая из чашки. Баруто обратился к нему Хиаши. «Знаю, тебе, наверное, неловко об этом говорить, но мне стоило бы знать, кто ещё знает о том, что ты из будущего». В голове мальчика тут же пронеслись образы троих человек. Это были сам Рачимару, ещё и Тачи, и Абита. Целых троих человек, что не являются союзниками Канохи. В случае с Итачи, теоретически. Не считая вас двоих, кроме Рачимару, больше никто. Так вот, почему он оставил тебя в деревне, сделала вывод Йона. Он полагает, что доживёт до твоего рождения. И тогда он начнёт готовить свой ход. Возможно, не стал спорить Баруто и мысленно завершил всё возможно. Мда, протянул Хиаши. Что же нам теперь делать? Внезапно менять свои привычки, находясь рядом со внезапным внуком будет непросто, дабы сохранить статус главы клана. К тому же открылось то, что Баруто несёт в себя кровь Хьюга, и он обладает Деудюцу, о котором даже мы не знаем. Как он, напомни, называется. Название узнал не я его мне сказал. Просны с Танири, если это действительно его имя, и Синши пока лучше не говорить о Рачимару. Джаган. Джаган, повторил Хиаши, приложив два пальца к подбородку. Чистый глаз. Что это может значить? Полагаю, сейчас об этом размышлять нежелательно. Стоит вернуться к этому вопросу, только когда Баруто вернётся обратно в свою линию. Думаю, тебе всё-таки стоит выйти, Баруто. Пусть я и признал тебя членом нашего клана, но только побочной ветви, и отметил соответствующее. А я в клане не терплю бездельников и уклонистов. Тот дед, которого я знал в детстве, так бы не сказал мою сторону, подумал Баруто, протерев лоб, на которой теперь красовалась проклятая печать Хьюга. Понимаю, продолжал дед, ты знал меня, кахаем, с другой стороны характера, но видимых поводов менять его сейчас у меня нет. Как и поводов играть любящего деда. — Прости его за такое, Баруто, — спокойно произнесла Йона, успокаивающий положив руку на плечо мальчика, — он всегда таким был. Я совру, если скажу, что счастлива в браке с ним и люблю своих дочерей. Жаль, что тебе приходится наблюдать за этим. Но позволь всё-таки хоть как-то поддержать тебя. Только на этом и способны. — Бабушка Йона, — грустно подумал Баруто, глядя на бабушку, которую совсем не знал в своём времени. — Но что мне теперь делать? Я нарушил обещание, что дал руку. Не помню, что произошло на арене после того, как Гара меня едва не убил, но я сам едва не убил его и Наруто. Как я им в глаза посмотрю? — Что-нибудь придумаешь, — ответил Хиаши. — Всё же ты внук не только мой. Ты и внук четвёртого Хакаги. А он умел находить выход, за что я его очень уважал. — Пускай я и не могу как дед полюбить тебя, но я очень горжусь, что ты наш с ним общий внук. И я тоже поддержала Йона. Пусть же эта гордость придаст тебе уверенности. Уверена, ты сможешь как-то найти выход из ситуации и всё объяснить. Ну или как-то уклониться от ответов, которые ты просто не можешь дать. Да и я не могу долго говорить нашим, что Хиаши намеренно просит дополнительную чашку чая, отчего мне приходится нести сразу три. А если всем станет известно, что ты вольно сидишь с самим главой, устраивая с ним чайпитие, это вызовёт слишком много вопросов, на которые нам придётся как-то ответить. А мы должны сохранить твою тайну. — Да, понимаю, — не стал спорить Барутая. Вернувшись в позу Сэдза, вежливо поклонился Чите. — Спасибо, что приняли меня и выслушали, Хиаши Сэма, Йона Сэма. — Всегда пожалуйста, Барута Кон, — ответила Йона. Хиаши лишь одобрительно кивнул. Комнату главы Барута покинул тайно, выбравшись в основное поместье клана, и свободно двинулся к выходу, сохраняя необходимый этикет, что было непросто при том, что в сам клан его приняли совсем недавно. Но наличие проклятой печати на лбу делало своё дело, и остальные члены клана относились к нему более доверчиво. — Я поставил тебе фальшивую проклятую печать. Она лишь создаст видимость того, что ты под моим контролем. Так что постарайся не нарушать эту маскировку. — Хоть на этом и спасибо, деда. Как только Барута покинул поместье Хьюго, он решительно вздохнул. — Ну что ж. Пора браться за дело. Давненько я не брался за тренировки. Наруто в это время тренировался в броске Кунаев и Сурикинов по мишеням и уже в край выдохся. Для утренней тренировки, пожалуй, достаточно. Он покинул место своей тренировки и ринулся обратно в деревню, направляясь в очерек у Рэмэн, чтобы подкрепиться. Как только позавтракаю, снова возьмусь за тренировку. Оказавшись в деревне, он приблизился к зданию Академии, недалеко от которого увидел мальчика, одетого по-простому, а на глазах солнечные очки. В руке он сжимал какой-то окровавленный конверт. Неясно, чем тот обратил на себя внимание, но Наруто аккуратно, боясь спугнуть, подошел к нему. — Эй, мальчик! Ты что-то ищешь? Мальчуган повернулся к нему. — Эм, это Академия Шиноби. Он указал на здание. — Оно самое, — подтвердил Наруто. — Извини, ты, похоже, только сейчас в деревне. Недавно на нее произошло нападение, и здание потерпело небольшие разрушения. Придется подождать, когда с этой работой закончат. — А это что у тебя? Мальчик посмотрел на конверт. — Это рекомендация на принятие в Академию. Мне ее дал господин Хакаги. — А почему она окровавлена? — Ну, это долгая история. Может, господин Хакаги сможет как-то объяснить. Наруто стало жалко этого мальчика от того, что ему придется сейчас узнать. — Мне жаль огорчать тебя, мальчик. Но старик погиб. Мальчик округлел глаза. — Как же так? Он ведь недавно спас меня. Но ты должен радоваться, — попытался приободрить его Наруто. Ведь если он лично вручил тебе эту рекомендацию, значит, он увидел в тебе потенциал. В глазах мальчика показался радостный блеск. Уверен, ты станешь отличным ниндзя, когда закончишь обучение. Возможно, станешь моим подчиненным, когда я стану Хакаги. Мальчик, наконец, улыбнулся. — Ага. — Конечно, стану. Наруто протянул руку. — Меня зовут Наруто. — А тебя? — Могина. Мальчик ответил на рукопожатие. — Знаешь, у старика третьего остались сын и внук. Сын тебе в отцы годится, но вот с внуком ты легко подружишься. Удачи тебе, Могина. Ага, — улыбнулся мальчик, помахав удаляющемуся Наруто вслед. Конохамиро тем временем стоял возле резиденции Хакаги и смотрел на каменный протрет деда, который ныне пересекала глубокая трещина. Напомните, эту трещину смогли заделать, или она теперь навсегда? Дедули. Наруто несколько секунд помолчал, стоя за спиной мальчика, а потом бодро окликнул. — Эй, Конохамиро. Тот моментально обернулся, утер слезы и радостно ответил на зов. — Братец Наруто. Наруто подошел к другу поближе. Как я понимаю, занятия еще не возобновили. Нет еще. Мы продолжаем помогать с восстановлением здания. — Понятно. Ты тренируешься. — Ага. — А Баруто как? — Знать бы. Я все еще не знаю, где он прячется. Переживает что ли? Хотя сам поклялся дальше улыбаться, несмотря ни на что. Между собеседниками вновь повисла тишина. Эй, начали они одновременно и осекались. — Ну, что ты хочешь? — позволил Наруто заговорить первым. — Это ты чего хочешь? — спросил Конохамиро. — Ну, эм. — замялся Наруто, не зная, с чего начать. Конохамиро вновь посмотрел на портрет деда. — Я не грущу, — решительно ответил он. — На это нет времени. Все усердно трудятся, чтобы быстрее отстроить деревню. — Конохамиро. Я должен трудиться для деревни настолько усердно, насколько могу, — бодро завершил Конохамиро. — А тебе нужно усердно тренироваться. — Иначе я первым стану новым Хакаги. — Хе. — Дурень. — усмехнулся Наруто, схватив мальца за голову. — Я единственный, кто станет Хакаги. А тебе нужно сперва закончить Академию. — Если вы будете лишь болтать об этом, — произнес за спинами знакомый голос, — вам придется переждать двоих, а ты и троих Хакаги прежде, чем это место займет кто-то из вас. — Баруто. Обрадовался Наруто, увидев старшего брата. Тот приветливо улыбнулся. — Привет. — Прости, что долго прятался. — Осваивался в клане. — Тебя и официальным членом клана приняли? — спросил Конохамиро. — Вроде того, — ответил Баруто, приподнимая протектор и показывая мальчикам печать на лбу. Наруто едва не вспыхнул от гнева. Сначала Ниджи, а теперь они сделали это и с тобой? — Успокойся, Наруто. — Я на это сам согласился. Но выдвинул перед ними одно условие. — Да. — Это как Эжи. — Я потребовал с них, чтобы они начали заботиться о тебе, — сообщил Баруто. — Так что теперь, если тебе от них что-то понадобится, они за тебя горой встанут. — Так ты принял ту же судьбу, что и он же с господином Хизаши, ради меня? — Знаешь, ради младших, будь это брат или сын, думаю, особенно, если сын придется жертвовать частичкой своей свободы. Думаю, однажды ты это поймешь. Тебя это тоже касается, Конохамыру. — Да, понимаю, — ответил Сарутаби. Наруто улыбнулся, узнавая старшего брата, что снова начал читать мудрые нотации. — Конохамырутин позвала неподалеку Мэгги, стоя рядом с Удоном. — Мне пора идти, — сказал Конохамыру и побежал к товарищам. — Давайте сегодня снова постараемся. — Ага. Баруто посмотрел на Наруто. — Ты не собираешься в Эчирыку? — Как раз туда и направлялся. — Ты идешь? — Конечно. — Подкрепимся из-за тренировки. — Вот это по-нашему. И мальчики побежали по направлению родного ресторанчика. И они не подозревали, что издали за ними наблюдают двое личностей. — Вы видите его? — Да. — Значит, это будет просто. — Хе-хе-хе-хе. — Вот это славно. Ничего лучше деревни скрытого листа на свете? — Нет. — восклицал Джиры, через подзорную трубу наблюдая за купающимися в горячем источнике девушками. — Они такие горячие. — Все еще занимаешься глупостями? — спросили позади него. — Старику не пришлось даже оборачиваться, чтобы знать, кто стоит за ним. — Я занимаюсь исследованием, — ответил он, как ни в чем не бывало, словно это его оправдывает. — Что Хамури и Кахару Сенсио понадобилось от меня? — Думаю, — ответил Хамура, — ты и сам можешь догадаться. — Джиры поднялся и обернулся к советникам. Между ними повисла тишина, и лишь птички чирикали на фоне. — Не смотрите на меня так серьезно, — усмехнулся Сонин. — Переговоры с песком ведь прошли успешно. Сонин Гакура публично заявила, что их настроил Рачимару, — кратко объяснил Хамура. Кроме того, открыто объявила полную капитуляцию. — У Канахи нет другого выбора, кроме как принять их капитуляцию и восстанавливаться, — добавила Кахару. Силы деревни были существенно истощены. Поддержка, оказанной нам немногими ниндзя травы и водопада, была крайне мала, они сами едва уцелели. В такой ситуации мы должны быть готовы к худшему. — Мы не знаем, когда соседние страны сделают радикальные шаги, — сказала Кахару. Нам пришлось в спешке отослать за границы ниндзя травы и водопада, на всякий случай. Из возможных угроз самым существенным является водопад, так как у них есть собственные джинчурики. — Эта милая девчушка вам помогла, а вы ей самой не доверяете, — устыдил Джире. — Эх вы! Ты понимаешь наше нынешнее положение, — Джире, — ответил Хамура. Кроме того, если она откажется действовать по их приказу, они могут запросто передать зверя другому человеку. — Можно сомневаться, что Шибуки пойдет на такое, но исключать подобного тоже неразумно. — Понимаю, понимаю. Итак, — продолжил Кахару, — пока силы деревни не будут восстановлены, нам нужно собрать лучших людей из команд и созвать на совещание военный комитет, чтобы разобраться с проблемой. Но сначала Кахару на миг помолчала, давая Джире первому понять, о чем она скажет. — Нам нужен лидер, заслуживающий доверия. Сейчас здесь много проблем. И это не только Рычмару. — Можно было не тратить время на то, чтобы мне объяснять, — ответил Джире. — Я намерен продолжать свои исследования. — Позволь мне сказать простую вещь, с которой мы все согласны, — не отставал Хамура. — Нам нужен пятый Хакаги, и как можно быстрее. И только вчера, на экстренном совещании с Даймой Огня, ты был избран, Джире. Джире немного помолчал. — Зря вы так. — Я на это не гожусь. — Это решенный вопрос, — ответил Хамура. — Если ты, один из легендарных Сынинов, не подходишь для этого, то кто тогда? Джире пристально посмотрел на советников. Сынинов было трое, если вы забыли. И третий Цунаде. Советники переглянулись. — Она действительно годна для этого, — без капли сомнений произнес Хамура. — Но мы не знаем, где она. — Я ее найду. — Вы ведь не выражаете. — Ну, остроумная мыслящая Цунаде годится на эту роль лучше такого лентяя, как я. — Как вы думаете? Советники снова переглянулись. — Хорошо, — решил Хамура. — Мы подумаем над этим. В любом случае, мы к вам приставим трех ниндзиамбу, чтобы они сопровождали вас в поисках Цунаде. — Это ни к чему, — отмахнулся Джире. — Я не сбегу. Однако, кое-какого парнишку я с собой возьму. Это очень интересный самородок. Кстати говоря, у меня к вам вопрос. Какой? Кем для Наруто является его? Кхен. — Старший брат, Баруто. — Баруто? — переспросил Хамура. — К сожалению, мы ничего не знаем о нем. Того, что можем рассказать. Более двух лет назад он внезапно появился в нашей деревне, не имея никакой памяти о прошлом. Хотя, скорее всего, каким-то образом заблокировал ее. Вы это не проверяли? Не было поводов. Как только мы позволили ему остаться в деревне, пусть и под пристальным надзором, он моментально сблизился с Джинчурики. За все это время мальчики так сблизились, что стали называть друг друга братьями. Баруто даже сам стал называть себя Узумуки. Недавно он был принят в Каланг-Юга, так как на последнем этапе экзаменов на Чунин открыл в себе части их крови, но все равно продолжил называть себя Узумуки. Хм, так он и ему брат названный. Эх, Минато. А я было начал думать, когда же ты успел, и что еще скрывал от меня? Сегодня без сэндвичей, Баруто? Спросил Наруто, уплетая с братом свежий рамен. Да, сегодня решил поесть поплотнее, ответил тот. Эти люди в клане слишком чтят свой этикет, даже если дело касается завтрака. Набирайте сил, мальчики, и трудитесь усердно, пожелала и маме. Вы ведь еще собираетесь тренироваться? Разумеется. Ответил Наруто. Тогда, съестьте еще, ответил Теучи, кладя в тарелки мальчиков еще сваренные лапши. Те удивленно посмотрели на мужчину. Он улыбнулся. Добавка. Бесплатно. Вы так добрые, дедули, улыбнулся Наруто. Как и перед самим этапом. Наруто сидел в закусочной, держа в руках стакан воды и обдумывая завтрашний день. Теучи стоял за прилавком, мешал в кастрюле. Что с тобой? Долго тебя не видел, отметил он. Наруто нервно посмеялся. Я в больнице лежал. В больнице? Удивилась Айми. Тебя эта жаба сильно изнурила? Ну да. Но сейчас я прекрасно себя чувствую. Так что все в порядке. Вот как, ответил Теучи. Айми, передай. Ага, ответила девушка, принимая тарелку у отца и поставила перед Наруто. Вот прошу. В тарелке была лапша, украшенная всем под завязку фасолью, омаром, яйцами и прочим. Эм, дедули. Смущенно обратился Наруто к повару. Ешьте, отмахнулся тот. Завтра ведь важный день. Только сейчас Наруто заметил, что рядом сидит старший брат, перед которым стоит такая же тарелка. Тогда Наруто потянулся за палочками. И там-то кемос. В этом весь старик Теучи, усмехнулся Баруто. За это мы его и любим. О! Добро пожаловать. Поприветствовал вышеупомянутый нового посетителя. Так и зал, что найду тебя здесь, услышали мальчики знакомый голос. Похоже, ты все время ешь рамен. Наруто с трудом проглотил оставшиеся во рту. Стрики из вращенниц. Мы давно не отдыхали. Почему бы нам не выпить чаю? Неплохая идея, ответил Шиноби, косо поглядев наружу. Какаши Сенси стоял возле ресторана Данва, уткнувшись в любимую книгу, когда к нему подошли куриные с асумлей. Эй, окликнул он их. А вы двое неплохо смотритесь вместе. Куриные покраснело. Не говори глупостей. Я здесь только потому, что Анка попросила меня купить ей немного Данва. А ты что здесь делаешь? Спросил асума. Чтож, я пришел купить подарок для друга. Кроме того, у меня встреча с Кейки. С Саски. Рука Итачи слегка дрогнула. О, издевательски протянул асума. Не похоже на тебя, чтобы ты ждал Кагото. Обычно это тебя все ждут. Хочешь сделать подарок для обида? Вроде того. Какаши Синсей. Удивился подошедший Саски. Необычно, чтобы вы пришли первым. Делаю так время от времени, ответил наставник. Саски с изумлением обратил внимание на место встречи. Я не любитель сладкого. О, вот как! Какаши коротко кивнул приятелям и те тут же ретировались. Саски заподозрил неладное. Двое человеческих фигур, облаченных в черной накидке с красными облаками, двигались вдоль набережной, когда перед ними предстали Джоуни на Канохе, преграждая путь. «Вы, ребята, не отсюда?» Серьезно спросил Асума. «Зачем пришли сюда?» «Давно не виделись», — ответил один из незнакомцев, Асумасон, Курин Уисон. «Если ты нас знаешь, значит ты, должно быть, бывший ниндзя этой деревни», — отметил Асума. Шинаби приподнял соломенную шляпу, и Джоунины заметили у того в глазах шарингом. «Ты, ты!» Парень снял шляпу и расстегнул пару верхних пуговиц с накидки. «На дожи, кто здесь?» — напряжно произнес Сарутаби. «Учха!» «Итачи!» Джоунины прекрасно понимали, что с этим парнем, пусть и намного младше них, лучше не шутить. «Это ваши знакомые, Итачи сын?» — спросил второй из пришельцев, выступая вперед и стягивая шляпу. «Тогда я тоже представлюсь». Асумы с Куриной увидели неестественно синеватое лицо с рыбьими глазами и жабрыми под ними, а на лбу протектор Кирига Куры, который вдоль пересекала прорезанная линия. «Я Хашигаки Кисами!» «Рад знакомству!» «Видать вам здесь радостных знакомств», — ответил Асума. «Я уничтожу вас обоих здесь и сейчас». Кисами усмехнулся. «Итачи сын!» «Похоже, в этой деревне вас любят так же сильно, как и меня в моей. Мы знаем, кто ты, Хашигаки Кисами», — ответила Куриной. «Ты ниндзя-отступник из деревни Скрытого Тумана. Тебя разыскивают во многих странах, в том числе и в стране воды. Тебя обвиняют в военном предательстве страны и убийстве одного из семишинобимечников Тумана. А также в преднамеренном убийстве Ларда Федала и Саботажа. И в других разных преступлениях. Вы оба уголовные преступники шрангов Книги Бенва завершил Асума. «Итачи, как ты посмел вернуться в деревню после того, что совершил? Как у тебя только хватило мужества? Асума-сан, Курина-исан, спокойно ответил Итачи и вежливо попросил, пожалуйста, не лезьте не в свое дело. Я не хочу вас убивать. И это говорит тот, кто убил весь свой клан уже с полным негодованием», — произнес Асума. «Изуми ведь любила тебя. Как ты мог так поступить и с нею? Так что не говори мне, что пришел сюда без причины. Каковы твои намерения?» Итачи не стал отвечать на вопрос, а Кисами вскоре схватился за рукоять длинного предмета, похожего на длинную дубину, завернутую в бинты, висевшего за его спиной, и врезал им по земле. «Этот тип меня уже бесит», — проворчал он. «Можно его убить?» «Вероятно, что мы не покинем эту деревню без боя», — ответил Итачи. «Только не перестарайся. Твои приемы слишком заметны». «Прекрасно», — протянул Кисами и положил оружие на плечо. Между дуэтами вновь повисла напряженная тишина. Через мгновение Итачи отбросил шляпу в сторону и та, звякнув висевшим на ней колокольчиком, упала на землю. После этого, словно по сигналу, Кисами набросился на Асуму, замахнувшись забинтованным оружием, и тот, достав свои костеты лезве, отразил атаку. Стоявшая за спиной мужчина Куриной отошла назад и сложила несколько печатей. «Это», — подумал Итачи, наблюдая за тем, как женщина исчезает, — гендюцу. Асума тем временем боролся с дубиной Кисами, которая почти коснулась его плеча. «Не могу поверить. Он пересиливает меня одним лишь концом меча. Этот тип силен. А его меч — это». Едва меч коснулся плеча Джоунина, Кисами ухмыльнулся и резко дернул его назад. На плече и часть руки Асумы остался рван и кровавый след. На освободившемся от бинтов конце дубины все могли увидеть нечто похожее на чешуйки, выступавшие наружу и острые, как бритвы. А то же самихода. Узнал его Асума, сдерживая болевой шок. «Она самая», — ответил Кисами. «Она режет не на кусочки. Она режет на ленточки». За спинами отступников возникла едва заметная женская фигура. «Ты опоздала, Куриной». Тело обоих начали захватывать деревья, полностью лишая движения. Из ствола дерева захватившего Итачи над головой парня выросла Куриной и атаковала Кунаем. Итачи не сделал им малейшего движения, как на его месте оказалась сама Куриной, а он стоял перед нею, абсолютно свободный. «Гендюцу подобного уровня на меня не действуют». Он отразил иллюзию. Поняла Куриной и закрыла глаза, напрягшись. Итачи достал свой Куна и нанес свой удар по женщине, но та освободилась от захвата иллюзий и увернулась от удара. Ожидавший это, Учхан нанес удар ногой, который та заблокировала руками, но сила запустила ее с берега прямо в реку. «Куриной!» Запаниковал Асума. «У тебя нет времени отвлекаться от меня!» Усмехнулся Кисами. Асума стиснул зубы и набросился на мечника. Залежавший на поверхности воды Куриной возник Итачи. «Это было очень приятно, Куриной сын!» «Но... но это...» Произнесли за его спиной. «Тебе...» Кисами замахнулся мечом на Асуму, но тот увернулся и нанес удар кастетам, от которого он у Канин сам увернулся. «Что?» Возмутился он, ощутив боль на щеке и заметив на нем порез. Он сразу догадался, что эти лезвия пропускают по себе чакру, которая удлиняет их. Руки стали быстро складывать ручные печати. «Стихи воды водяной снаряд акулы!» Воскликнули два голоса, и из реки возникли два водяных торнадо, атаковавших и развевших друг друга. «Та же техника, что и у меня?» Не поверил Кисами, увидев перед своим соперником еще одного ниндзя. «И зачем ты сюда пришел?» Спросил Асума. «Я просил вас разобраться с ними, но ты ведь знаешь, как я волнуюсь», — закончил за спиной Итачи теневой клон. Учиха посмотрел на обладателя клона. «Какаши-хатаки!» «Чем уже, скажите на милость, я должен идти с вами на исследовательское путешествие, старики-извращенец!» Спросил Наруто, вместе с Джирайей и Баруто передвигаясь по улицам Канохи. «Нет, это вовсе не простое исследовательское путешествие», — ответил Сонин. «Я собираюсь найти одну женщину, которая очень нужна Канохе. Я не могу тратить свое время на ваши извращенные штучки. Мне нужно тренироваться». «Да ты, впрочем, и по дороге можешь тренироваться», — предложил Баруто. «Тренировка на большой дороге плохо ли?» «Вот видишь, и твой брат согласен. К тому же, есть одна техника, которой я смогу тебя обучить по пути». «Правда?» «Правда. Как и то, что женщина, о которой я говорю, действительно крутая. Вы случайно не имеете в виду Цунаде?» Догадался Баруто. «Одна из Снинов?» Уточнил Наруто. «Можем ли мы быть уверены, что она не заодно Сарачимару? Вот это я не могу знать наверняка. Именно поэтому я должен найти ее, и как можно скорее. Но путь будет долгим, поэтому я, Наруто, и хочу взять тебя с собой, чтобы тренировать по пути». «А почему Баруто не должен идти с нами?» «Потому что у меня здесь своя тренировка, Наруто», — напомнил брат. «Я все-таки принят в клан Хуга. Да и не вечно же тебе быть под моим присмотром». Наруто посмотрел на небо, сложив руки за голову. «Ладно уж, согласен», — решил он. «Ну, и когда челиваем?» «Да вот сегодня, прямо сейчас. Так что поспешу собрать вещи». «Хорошо». Послушался Наруто и ринулся домой. Баруто в этот момент обратил внимание на что-то странное и посмотрел куда-то в сторону. Джиро это заметил и спросил. «Что ты не так? Чувствуешь неладное?» «Да. Я чувствую чакру Кукаши, Курин и Асума Сенси. Они стоят напротив каких-то незнакомцев. Возможно, сражаются. Итач Сума. Зачем вы сейчас пришли в деревню? Неужели происходит то, о чем вы меня предупреждали? Значит, началось, — понял Джиро. Быстрее, чем я ожидал». Куна и Кукаши был уже приставлен к горлу Итачи, но Джоунин не пешил убивать. «Что таким отступникам, как вы, понадобилось в этой деревне?» Спросил он, пристально посмотрев Учхо в глаза. «Его глаза такие же. Но с другой стороны, он истинный наследник ваша Рингана. Я должен быть готов к худшему. Вот так сюрприз, — оценил Кисами. Так вот как ты смог выполнить мою технику? Я слышал о том, что он есть ниндзя с такими же глазами, что и у Итачи Сана, но не думал, что когда-нибудь увижу лично. Копирующие ниндзя-какаши. «Я тоже удивлен», — ответил Хатаки. «Я увидел странных типов в Чаюны и все думал, кто же это может быть?» А это оказались Учхо и Тачи, и монстр скрытого тумана, Кисами Хашигаки. «Ты мое имя знаешь. Я польщен. Ты искусно владеешь Самиходой, одним из семи мечей Шиноби мечников тумана. Но ты еще не был признан одним из семи мечников, так как сразу уже покинула свою деревню, убив прежнего владельца меча, фугу Кису Казана. Кисами тихо посмеялся. «Я слышал, ты сражался с Забузой, истинным ниндземей мечником тумана». «Это так», — ответил Кокаши, готовив за спиной куны. В глазах Кисами зажглось предвкушение, и тот указал мечом на него. «Я повеселюсь, изрезав тебя на ленточке». «Постой, Кисами», — остудил его пыл Итачи. «Если ты вступишь в схватку с ним, получишь ненужные травмы. К тому же, если мы слишком затянемся, сюда могут прибыть еще больше Шиноби». «Но...» — собрался было возразить Кисами. «Не забывай о нашей цели. Ты прибыл сюда не для того, чтобы быть побитым или хуже. Что же у вас за цель?» Поинтересовался Кокаши, и его теневой клон, стоявший перед Асумой, исчез. Итачи же встретился с пристальным взглядом Джоунина. «Мы здесь ищем кое-что. Кое-что. И что же конкретно вы ищите? У меня не займет столько времени, сколько заняло бы у Кисами», — сказал вместо ответа Учиха. Кокаши напрягся, а из рукава противника появились несколько сюрикенов. Джоунин тут же отпрыгнул от отступника и сложил несколько печатей. Стихия воды «Водяная стена». Из воды вырвалось несколько водяных столбов и ударили в только что сформированную водяную стену Кокаши. Он быстро использовал эту технику. Я не смог уследить глазами за последовательностью печатей. Он использовал сюрикены в правой руке в качестве приманки и попытался нанести мне удар по ногам приемом стихии воды. «Неплохо, Кокаши сон», — оценил Итачи. Проницательность вашего глаза впечатляет. Обито не ошибся выбором, доверяя его вам. И в этот момент второй Итачи ударил Кокаши кунеем в спину. Теневой клон. Изумилась Куриной. Он использует свои техники слишком быстро. В этот миг атакованный Кокаши превратился в воду и плюхнулся в реку. Так он, едва укрывшись за водяной стеной, создал водяного клона, оценил Кисами. «Он умеет использовать техники моей деревни». От забуза нахватался. Из-под воды рядом с Куриной выскочил настоящий Кокаши, обхватив женщину, поспешил увезти ее подальше от Итачи, что ударил его в спину. «Это теневой клон», — в торопях подсказал он, и в этот момент раздался взрыв, и поднявший воздух в водяную завесу. «Кокаши!» Куриный. Запаниковал Асумая, забыв о Кисуме, ринулся в поток. Он взорвал теневого клона. «Кокаши!» Запаниковала Куриный, когда тот еле перевел дух после избегания взрыва. «Не ослабляйте защиту», — подсказал он. «Он тот, кто стал капитаном отряда НБУ в тринадцать лет. Он настолько силен», — оценил Асума. «Нет. Он еще не показал всю свою силу. Вы действительно неплохо управляетесь с Шаринганом», — как Ашисон, оценил Итачи. «Несмотря на то, что вы не являетесь членом клана Учхо. Но у вас нет крови, необходимой глазу, чтобы действовать максимально эффективно. Он прав. Я быстро утомляюсь. Уже после битвы с Забузой я выдохся сразу же. Айос Итачи будет сложнее. Намного сложнее. Я покажу вам, какую репутацию имел клан Учхо и почему его все боялись. Шаринган — истинная сила чистокровных генов». Произнеся это, Итачи медленно открыл глаза, и Кокаши увидел у Шарингана совсем другое узо. «Мангекио Шаринган». Не на шутку запаниковал он. «Это плохо. Вы оба живо закройте глаза!» — крикнул он товарищам, и темигом подчинились, не задавая вопросов. «Ни в коем случае не смотрите ему в глаза. Иначе вам конец. Я быстро выдыхаюсь от использования обычного Шарингана, но у меня нет выбора». В глазу Кокаши зажег Симангекио Шаринган. «Так ты все-таки смог пробудить такой же глаз после смерти Рин. Но сможешь ли ты с его помощью противостоять особому виду гендюцу, Цукуеме?» Едва Кокаши услышал эти слова, как вдруг мир вокруг него приобрел темно-оранжевый оттенок, а сам он оказался прикован к кресту, перед которым стоял Итачи с обнаженной катаной. «Насколько быстро ты, владеющий Мангекио Шаринганом, но не имеющий крови Учхо, сможешь выбраться отсюда?» — спросил он и воткнул в него лезвие. Кокаши закричал от боли. «В мире Цукуеме я контролирую пространство и время, а также много других объектов. Пока ты не переселишь себя и не выберешься, я буду колоть тебя этими катанами». В этот момент Кокаши увидел перед собой несколько копий Итачи, которые тут же воткнули в него свои катаны. «Хоть это все иллюзии, это боль неподдельная. Если в скором времени не выберусь, моему реальному телу не сдобровать». Он напрягся еще сильнее, и его глаз засветился еще ярче. Курины и Сасумы услышали болезненный вскрик товарища и его тяжелое дыхание, за которым тут же раздался всплеск воды, что говорило о том, что Кокаши упал на колени, чудом удерживая чакру для удержания на поверхности реки. «Эй, Кокаши!» — окликнула его Курины. «Что у тебя происходит?» — ты сказал не открывать глаза. «Еще... не все!» — выговорил Хатаки. «Не открывайте!» «Что случилось?» — паниковал Асума. «Ты свалился через секунду после его речи. Всего секунда? Сколько еще времени в своем мире он может сжать всего на одну секунду? Если бы я не переселил себя, он бы меня точно убил». Рядом с Итачи встал кисами. «О, он смог противостоять вам», — оценил он. «Но похоже, на большее он теперь не способен. Но Итачи-сан, даже и вам не следует использовать эти глаза слишком долго». В подтверждении его словам, глаза Итачи стали мелко дрожать. «Ты ищешь?» — выговорил Кокаши, еле дыша. «Саски!» — уняв дрожь в глазах, Итачи нахмурился. «Нет!» «Мы ищем!» «На следе четвертого Хакаги!» Асумы с Куриной вздрогнули. «О чем он?» — подумал и Куриной. «Наруто!» «Понял Кокаши!» «Они с Джироей стояли на балконе одного из зданий Канохи!» «Давно вас не видел», — отметил Хатаки. «Сколько времени прошло с тех пор, как вы последний раз наведывались в деревню?» Джироей не стал отвечать на этот вопрос, серьезно обдумывая слова, которые куда важнее. «Кокаши!» «Я возьму Наруто под свое попечение!» Джоунин вопросительно, но без возражения посмотрел на Санина. «Уверен, решение Хирузена-сенсей приставить тебя присматривать за Наруто было разумным, но ты можешь не совладать с кое-чем, будучи на своем нынешнем уровне. О чем это вы?» «Я следил за Арчимару с тех пор, как он покинул деревню. Он уже пару раз намеревался вернуться сюда. В любом случае я с него глаз не спускал. И что он?» «Сначала он на какое-то время связался со странной личностью, о которой никто ничего не знает. Спустя какое-то время он сбежал от него так, словно реально спасал свою жизнь. А потом стал членом некой организации. Организация. Можно подробнее? Я не знаю подробностей. Они называют себя Акацуки. И состоят в ней в числе девятерых ниндзя. После того, как ее жестоко расформировали в деревне Дождя, она перестроилась, имея уже совсем другие планные принципы. До этого времени они не сделали ничего значимого, только собирали информацию и выполняли услуги простых наемников, ничего необычного. Но проблемы в самих участниках. Насчет предполагаемого лидера не уверен, но вот остальные, практически все, самые опасные и разыскиваемые преступники. И Тачи один из них. В это трудно поверить, но все девять человек выполняют добровольную работу. Теперь понимаешь, о чем Юл? Кокоши задумался. Недавно, продолжил Джирея, а Рачимару покинул эту организацию. И тогда она разбилась на группы, и они разбрелись по всему миру во все его стороны, собирая техники и прочие вещи. Не хотите ли вы сказать, что одними из искомых вещей являются Биджу? Догадался Кокоши. А стало быть, и девятихвостый. Вполне возможно, ответил Джирея. Биджу — мистические монстры, обладающие наивысшей чекурой. — Кокоши, Наруто впредь следует стать осторожнее. Такова его судьба. Между собеседниками на миг повисла тишина. — Вы узнали что-нибудь о той неизвестной личности, которого упомянули перед Акацуки? — спросил Кокоши. — Что такому человеку, как Рачимару, могло понадобиться от него? Этого я, увы, не знаю. Одного испуга во взгляде Рачимару, когда тот убегал от него, было достаточно, чтобы и я не осмелился попасться ему на глаза. А когда все-таки вернулся в то место, там простыли все следы пребывания кого-либо. — Скажите, вы что-нибудь знаете о Баруто? Не светился ли он где-нибудь? — Нет. Если принимать слово свидетелей всерьез, мальчик появился буквально из ниоткуда. Не имею представления, кем он может быть. Но то, что он особенно близок с Наруто, может быть опасно для мальчика. Баруто крайне способный парень для ниндзя его возраста, в какой-то мере превзойдет даже самого Итачи. Да и то, что он уцелел в битве с Рачимару, пусть и на пару хирузинам с Сенсием, тоже о многом говорит. Если он вовсе не тот, за кого себя выдает, он может стать реальной угрозой для Наруто. К счастью, у нас уже есть подстраховка в виде проклятой печати клана Хуга у него на лбу. Однако это может позволить Итачи через него выйти на Наруто. Мы должны сохранять бдительность. С этим Какаши не думал спорить. Теперь ты присматриваешь за Саски. Ты должен научить его правильно использовать шарингом. А я тем временем буду воспитывать Наруто. Баруто лучше и остаться в деревне, на всякий случай. Под пристальным надзором клана Хуга. Нагружайся в меру, предупредил Баруто, наблюдая, как Наруто кладывает вещи в рюкзак. Чем больше с собой возьмешь, тем медленнее будешь передвигаться. Задания должны выполняться налегке. Да, в курсе я, фыркнул Наруто. Скажи, тебе самому не обидно, что я ухожу с Джирай, а тебя оставляю здесь? Мне? Ничуть. А мне даже очень. Ты ведь недавно перестал прятаться в резиденции этого клана, а теперь мы снова разделяемся. Баруто не сразу нашел чем прокомментировать, вспоминая диалог с Джирай. Так вот почему вы спешите забрать его из деревни? Уточнил он узненно. Верно, ответил тот. Ты не подумай, будто к тебе никакого доверия. Просто я не знаю, что могут предпринять Акацуки, по отношению с тобой и Наруто. Пока я слежу за ним, я не могу следить и за тобой. Учитывая, что на тебе еще и проклятая печать Хуга, это может ограничить твои действия, без разрешения главы клана. Риск слишком велик. Не волнуйтесь, я понимаю, спокойно ответил Баруто. Я знаю, что придет время, и мы вновь воссоединимся. Вот и славно. Следи за положением в деревне. А если вдруг что, ты первый, кто кинется мне сообщить, и я смогу понять, как защитить Наруто. И вот еще одна моя просьба, не говори Наруто сейчас, что ему грозит опасность. Боюсь, едва ему станет об этом известно, и он будет спешить разобраться с угрозой, вместо того, чтобы тренироваться и набирать силы для ее отражения. Я не подведу, Сенсей. Прошу, присмотрите за моим братом одним глазком. Разумеется. Прости, Наруто. Не люблю что-то от тебя скрывать, но иного выбора нет. Итачи в курсе о моих способностях и умеях, и если я буду рядом с тобой, он может проявить большую осторожность при выходе на тебя, и его будет сложнее вычислить. Пока что пусть все будет, как есть, но... Правильно ли все это? Итачи сама. Вы охотитесь за девятихвостым внутри Наруто, верно? Уточнил Кокоши. Я знаю, вы двое не единственные, кто охотится за ним. Ваша организация, Акацуки, верно? Итачи напряженно моргнул. Кисами, нужно схватить Кокоши. А остальных убрать. Кисами не стал даже высказывать радость от ситуации и набросился на троих джоунинов, замахнувшись сами ходой. Кокоши едва мог подняться на ноги, а Асумы с Куриной не рисковали открыть глаза. Казалось, это конец для троих. Но вдруг перед ним поднялась водяная стену и прокричал еще один голос, ураган листа. Скулуну Канину врезалась чья-то нога и отбросила обратно к Итачи. Перед тремя джоунинами предстал еще один. Ты еще кто такой? Злобно спросил Кисами, отойдя от полученного удара. Благородный зеленый зверь листа. В своей манере представился Гай. Май-то Гай. Кисами усмехнулся, поднимаясь на ноги. Судя по тому, что ты говоришь, ты хотел сказать, что ты дурак. Не стоит недооценивать его, предостерег Итачи. Итачи? Напряженно подумал Гай. Кокоши за его спиной в этот момент уже упал без силы и начал погружаться в воду, но он не дал ему утонуть, мигом подхватив вечного соперника и взгромоздив себе на плечо. Он настолько сильно ранил Кокоши. Не смотри и точив глаза, Гай, объяснил Асума. Иначе попадешься под его гендюцу. Я это уже знаю. Я достаточно продвинулся, сражаясь с Кокоши и анализировал, как бороться с его Шаринганом. Откройте глаза. Ну, собралась было возразить Куриной. В сражении с обладателем Шарингана, нужно просто не смотреть ему в глаза. Держите взгляд на его ногах, таким образом предугадывая и рассчитывая его движение. Куриной открыла глаза. То, что ты говоришь, звучит логично. Но ты здесь единственный, кто умеет делать это, напомнил Асума. Да, но это единственный выход из ситуации. Так что придется воспользоваться этим. Тем более, под нашими ногами вода, что отражает все над собой. Так что нам сейчас делать? Куриной, отведи Кукаши к команде медиков. Гай передал изможденное тело Кукаши женщине. А ты, Асума, будешь меня прикрывать. Хорошо. Мы должны продержаться, пока сюда не прибудет группа Анбу, которую я вызвал. Ты в самом деле отважен, оценил Кисами. Но ты не продержишься до их прибытия. Нет, Кисами, осадил его Итачи. Нам нужно уходить. Э, мы здесь не для того, чтобы развязывать войну. К сожалению, драться сейчас бессмысленно. Но они слишком много знают об организации. Этого все равно было не избежать. Тем более, информацию Кукаши явно добыл не самостоятельно. А я только разогрелся. Ладно. И двое отступников поспешили ретироваться. Будьте осторожны по пути, пожелал Баруто уходящим Наруто с Джирай. Спасибо, ответил Наруто. Мы вернемся через пару-тройку дней. Под моим присмотром с твоим маленьким братцем ничего не случится. Пообещал Джирай. Старик из вращенец. Возмутился младший Узумаки, и Джирай засмеялся. Баруто настороженно посмотрел назад. Вам лучше поспешить, выговорил он, едва не выдав в голосе напряжение. Дело самой деревни, знаете ли, не ждут. Ага. Правильно. Согласился Наруто. Пошли, старики из вращенец. О, да. Как только Наруто отвернулся и двинулся вперед, Джирай наклонился к Баруто и тихо произнес. Помни, что я тебе сказал, если вдруг что, немедленно спеши к нам. Крупные города стран огня, где определенно можно будет найти Цунаде, соединенный одной дорогой, так что ты не заблудишься в наших поисках. Помню. Позаботьтесь о Наруто, Сенсей. Эй. Не унимался Наруто, идя с Джирай по тропе. Стрики из вращенец. Так какой техники вы меня научите? Вы уже научили меня техники хождения по воде и техники призыва. Может, дальше будет хождение по огню. Или даже хождение по воздуху. Стрики из вращенец, ну скажите мне, Джирай устало вздохнул и остановился. Стрики из вращенец, Стрики из вращенец, передразнил он. Ты вообще в курсе, что я великий человек? Как вам тогда вот это великий Санин из вращенец? Не удержался Наруто, и Санин завис. Что ж, так даже лучше. Решил он и двинулся дальше. Вот ведь взял на свою голову. И ты его терпишь почти три года, Баруто. Так куда мы идем, Стрики из вращенец? Меня зовут Джирай, и запомни это. И идем мы в район развлечений городка Шукуба. Ваши Цунади очень любят развлечения. Да. И весьма своеобразные. Хм. Нет-нет-нет. Это не то, что ты подумал. Наруто так согнулся от смеха, что чуть не наступил на собачью кучку, бессовестно оставленный посреди тропы. Да, я не об этом подумал, сказал он, возвращая равновесие, и догнал учителя. Ильи, Стрики из вращенец. Говорю же, меня зовут Джирай, начал терять терпение Санин. Почему такой великий человек, как ты решил взять меня в ученики? Поинтересовался, наконец, Наруто. Не только ведь потому, что я тебя удивил техникой соблазнения. Джирай всерьез задумался над ответом на вопрос. Да и главный герой тоже неплох. Не против, если я своего сына назову его именем? Э? Ты уверен, Минато? Я ведь его просто буквально с тарелки взял, пока ел рамен. Наруто. Красивое имя. Кушина. Ты давно уже в таком положении? Вот ведь. Я дал имя ребенку. Тогда, давайте я буду его крестным отцом? Это будет даже здорово, Сенси Джирай. Минато, Кушина. Видели бы вы своего недоноска. Четвертый Хакаги был моим учеником, объявил он неугомонному мальчику. А ты очень похож на него. Вот и вся причина. Э? Изумился Наруто. Я похож на господина Минато. В деревне в это время все еще шли ремонтные работы, восстанавливая разрушение. И Сакура помогала с покраской своего дома. Сакура. Позвала ее мать. Подойди сюда. Иду. Отозвалась девочка и забежала в дом. В доме ее встретила молодая женщина со светло-коричневыми волосами, заканчивающаяся очень длинной челкой перед глазами. На столе перед нею стояла большая двойная коробка с Ахаги. Рисовые пирожные, украшенные бобовым джемом, соевой мукой или кунжутом. Возьми Ахаги, указала она, и отнеси семье Емманука. Поняла, будет сделано, ответила Сакура и завернула коробку в узелок. Особо не задерживайся, добавила Мебуки. Все-все еще заняты. Да знаю я, кинула ей дочь и вышла с узелком на улицу. И пока шла, ее посетила мысль, надо бы немного о Саске к куну отнести. И Наруто с Баруто тоже, наверное. Они с Саске наблюдали за тем, как Наруто разговаривает с Какаши Сэнсием, умоляя того научить его чадари, ссылаясь на то, что Баруто где-то засел и не показывается на глаза. Решив отлечься от них, Сакура обратилась ко второму мальчику. Забыла сказать тебе спасибо, Саске. За что? Это ведь ты спас меня от песка, да? Нет. Саске даже не задумывался над ответом. Это сделал не я. Попробуй сконцентрировать чакру в ладони, лениво поручил Какаши Наруто, и тот с радостью взялся за безуспешные попытки. Наруто спас тебя, закончила чхо. Сакура на миг удивилась и поглядела на Наруто, который делал такие попытки, что походило больше на дурачество. Да ладно тебе, Саске. Скромничать не в твоем стиле. А я и не скромничаю, оборвал ее усмешки Саске. Это правда. Пусть и при поддержке от Фу, он дрался, используя все, что у него было, чтобы спустить тебя. Даже показал такую силу, которую раньше никогда не показывал. Он? Не могла поверить Сакура. Ради меня? Харуна улыбнулась и посмотрела на узелок в руках. Ладно. Этим братьям тоже отнесу. Привет, Сакура, поприветствовал ее Баруто, подойдя со стороны. А вот и первый из них. Привет, Баруто. Старший Узумаки посмотрел на узелок в ее руках. Что, посылки разносишь? А? Что ты? Нет, усмехнулась Харуна, развязывая узелок, и приоткрыла коробку. Мама попросила меня и Тиахаги отнести с семьей Манако. Я как раз подумала поделиться еще и с вами с Наруто и Саски. Саски давать не стоит. А? Он не любитель сладкого. Ох, вот как! Сакура тут же понурилась. Думаю, Наруто с удовольствием съест второй вместо него, с ухмылкой, добавил Баруто. Думается мне, он это заслужил. Сакура не думала с ним спорить об этом. В руке Саски заиграла Чидори, и мальчик треснул ее по скале, оставив на ней изящную дыру. Но результат его совсем не радовал. Это правда. Пусть и при поддержке от Фу, он дрался, используя все, что у него было, чтобы спасти тебя. Даже показал такую силу, которую раньше никогда не показывал. Перед глазами Саски так и шел, словно на повторе, момент битвы Наруто против Гары. Вот он призывает великое множество теневых клонов. Вот он приводит полутрансформировавшегося Гару в побитом состоянии. Вот он призывает исполинскую жабу. А я ничего не мог сделать. Ворчал Саски про себя. Наруто с необычайной скоростью становится все сильнее и сильнее. А еще Баруто. В голове пролетел момент сражения старшего Узумнаки с Гарой, когда первый использовал умелую тактику, выполнял нереально крутые техники. А последним был Чидори. Он и с нами не тренировался, а смог идеально выполнить Чидори. Это его глаз в этом помог. Он с ним мог видеть все атаки техники Гары, словно Шаринганом, а значит с нею смог и скопировать технику, лишь немного понаблюдав со стороны. Эти братья. По сравнению с ними, я. В руке заиграла новая Чидори, и Саски с увеличенной яростью набросился на цель. На одинокой скале стояли двое шиноби в черных накидках с узором в виде красных облаков. Наверное, вы сможете драться с ним на равных, сказал Бкисами. А я нет. Он слишком силен. Да, согласился Итачи. Если мы оба будем сражаться с ним, то наверняка оба погибнем. В лучшем случае сможем забрать его с собой. Даже если будет больше людей, результат явно будет неизменным. Его охранник один из легендарной тройцы. Клан Учиха деревни скрытой в листях и семнен земельмечников деревней меркнут перед его именем. Надо сказать, потеряв подобного товарища, Акацуки лишился многого. Да, но... у каждого сильного противника есть своя слабость. Итачи всмотрелся Шарингоном в дорогу, по которой шли Наруто с Джирайей. Путники из Канохи остановились возле одного синтестского храма, чтобы отдохнуть. Наруто сразу же кинул в ящик для пожертвований несколько монет, звякнул в колокольчик и начал читать молитву, желая становления Хакаги, разумеется. Джирайей же просто уселся возле ступени и уставился в свою книгу, которую планировал дописать. «Эй, старик из вращенец!» — обратился к нему Наруто, завершив молитву. «Каким учеником был четвертый Хакаги?» «Минато!» «Не будет преувеличением сказать, что он стал сильным, благодаря моей заботе», — ответил Сонин. «Хотя своих мозгов у него было даже больше, чем у меня. Тебе повезло, что ты стал учиться у меня». Наруто спустился с лестницы и присел перед учителем. «А ты словно давно планировал это», — заметил он. «Чтобы я стал учиться именно у тебя». «Ну, есть такое. Хотя встречу нашу я планировала совсем не такую. И все-таки я очень рад, что ты стал моим учеником». Джире по-доброму улыбнулся, и Наруто это вогнало в краску. «Ты смущаешь меня, старик из вращенец!» «Не веришь мне?» «Хороший учитель воспитает хорошего ученика!» «Таков здравый смысл!» «Старик из вращенец, а когда вы только становились гениным, у вас ведь тоже шла тренировка с бубенчиками!» «И у тебя тоже она была?» «Ага!» «И я был единственным, кого привязали!» «Какой позор!» «Что?» «И тебя тоже?» «Э?» «Тоже?» Джире вдруг засмеялся. «Мы точно стоим друг друга!» В доме Кукаши тем временем возле кровати слежавшем без сознания хозяина собрались трое джоунинов, что сражались с Сукацуки. «Похоже, они еще не нашли Наруто, вы не изгай!» «Разве это не странно?» Задумался Асума. «Они ведь уже были в деревне!» «Найти Наруто было просто!» Мужчина достал пачку сигарет и собрался закурить. И Тачи к тому же знает Наруто в лицо. Гай, услышав приближающиеся шаги, шикнул, чтобы тот замолчал. Дверь в комнату открылась, и внутрь вошел Саски. «Какаши Синси!» Тут же позвал он, но осекся, увидев руководителя в беспомощном состоянии, а возле него троих джоунинов. «Что это случилось с Какаши?» «И почему джоунины собрались здесь?» «Что произошло?» «Ничего серьезного не произошло», — тут же и ответил Гай, желая чего угодно, но не раскрывать Саски правду об Итачи. Но тут, как по закону подлости, в комнату Какаши забежала Аба, который тут же выдал. «Это правда, что Итачи вернулся в деревню?» «И что он охотится за Наруто?» Он запоздал и осекся, увидев в комнате Саски, которая тут же завис от услышанного. «Вот, что ты наделал, дурак», — безысходно вздохнула Куриной. Саски тут же рванул из дома Какаши и побежал по деревне в поисках Наруто. Он вернулся в деревню и охотится за Наруто. Он за считанные секунды прибыл туда, где стал бы искать в первую очередь, к дому Наруто. Подбежав к двери в его квартиру, он собрался было постучать, но та отворилась, и из квартиры вышла Сакура, едва не столкнувшись с ним. «Саски!» — удивилась она. «Где Наруто?» — тут же спросил он. «А?» «Я не знаю. Только что пришла». Не став дослушивать ее, Саски побежал дальше, оставив Сакуру удивленно глядеть ему вслед. «Если Итачи доберется до Наруто, ему конец. Я не позволю этому случиться. Увидев по пути ресторанчик Ичракурамен, он тут же забежал туда. «Добро пожаловать!» — тут же поприветствовал его Тючи. «Старик, Наруто должен был быть тут», — напомнил ему Саски, стараясь сохранить спокойствие. «Не знаешь, куда он потом ушел?» «Наруто!» «Дай-ка припомню». Они с Баруто сидели тут, потом пришел старик Джирея, они поели рамена. Потом говорили что-то о том, что им нужно куда-то уйти из деревни. «Уйти из деревни?» «И куда они собирались?» Тючи припомнил. «В районе развлечений городка Шукуба, вроде бы. Они с Джиреей давно ушли». «Как выглядит Джирея?» «Ну, он такой...» «Высокий, светловолосый старик», — вмешалась Айме. «С крепким таким телосложением». «Высокий, светловолосый, с крепким телосложением», — перечислил Саски и тут же ретировался. Тючи фыркнул, мог бы чашку рамена заказать в благодарность. Баруто тем временем, задумываясь о грядущих событиях, не предвещающих ничего хорошего, ходил по улицам Канохи. «Чем больше я об этом думаю, тем сильнее голодаю. Надо бы подкрепиться. Зайду-ка я в вечероку рамен». Еще раз решил он и двинулся к намеченному месту. «О, Баруто!» Поприветствовал его Тючи, как только мальчик зашел. «Решил еще поесть?» «Ну, да. Вроде того. Тут недавно один из твоих дружков побывал. Спрашивал про Наруто, куда он ушел и все такое. Баруто почувствовал неладное. Вы сказали ему...» Не сдержал он паники. «Ну, да, сказал. Через три дня готовь рамен на три порции». Кинул Баруто и сразу же ретировался. «Да что же происходит?» Недоумевал Тючи. «Не знаю, но явно что-то недоброе», — заподозрила Ами. Баруто же пешил к выходу из деревни, уже не ощущая чакру саски поблизости. «Если он встретится с Атачи...» «Черт!» «Какой странный городок», — заметил Наруто, находясь с Джираей в Шукуба. «Сегодня мы остановимся здесь», — сообщил Санин, принимая ключи из рук хозяйки гостиницы. «Думаете, мы здесь найдем Цунадисама?» «Не знаю наверняка. Но скоро стемнеет, а до следующего города далеко». «Понятно». Путники тут же осеклись, увидев перед собой высокую и стройную девушку с длинными темными волосами и темнокорими глазами, которая носила короткое фиолетовое платье без бретелек с двумя тонкими золотыми поясами вокруг талии. Свою бесспорную привлекательность, от которой и мальчика и у старика уже глаза округлились вовсю, она подчеркнула, поправив свои изящные волосы и подмигнув обоим, словно целенаправленно соблазняя их обоих. Джирая тут же радостно запрыгал на месте. «Кажется, сегодня ждет сенсации. Наруто, вот ключи, в торопях», — сообщал он, — «вручи мальчику ключи в руки. Посиди там и потренируйся в концентрации чакры. Потом ложись спать». «Что, начинается взрослая жизнь?» — усмехнулся Наруто. «Совсем базара нет, старик из врученец. Саски же приближался к городу, несясь со всех ног. Это тот провинциальный городок. Я должен как можно скорее найти Наруто». До того, как это сделает Итачи, по той же дороге несся Баруто. «Если Саски встретится с Итачи, если Итачи доберется до Наруто...» «Черт! Я совсем не хочу думать о том, что будет дальше. Он серьезно о моих тренировках». Недовольно думал Наруто, сидя на кровати с двумя клонами и тренируя концентрацию. Тут в дверь раздался стук. «Что? Хочешь сказать, что она тебя бросила?» Стук настойчиво продолжался, и мальчик спрыгнул с кровати. «Ладно. Подхожу, открываю». Наруто повернул ключи в замке и открыл дверь. На пороге перед ним возвышался молодой человек с шарингоном в глазах. «Ну здравствуй, Наруто-кун», — медленно поприветствовал он мальчика. Глаза Наруто округлились. Итачи, Нейсон. Наруто, как вкопанный, встал перед старшим братом Саски, которого зал, может, не очень, но достаточно хорошо. Как и то, что тот совершил семь лет назад. «Итачи, зачем ты здесь?» «Полагаю, это и есть тот мальчишка, в котором заперт Девятихвостый». Спросил, показавшийся за спиной Итачи незнакомец. «Откуда он знает о Девятихвостом?» «Это ты ему сказал, Итачи не сын». Наруто обратился очиха к мальчику. «Я хочу, чтобы ты пошел с нами». «Пошел с вами?» Изумился Наруто такой наглости и вышел из комнаты. «После того, что натворился своей семьей, что сделал со своим братом?» «Пытаешься на этот раз проявить вежливость». Незнакомец, пришедший с Итачи, усмехнулся. «Так и зал, что по-доброму ничего не добьешься». Он схватился за рукоять меча. «Может, попросту отрежем ему ноги, чтобы не сбежал?» Итачи не стал отвечать. «Чтож». Незнакомец стал медленно приближаться к мальчику, который тут же завис от накатившего страха. Баруто уже был в городе и пробегал через улицы, пытаясь уловить хоть одну знакомую чакру. Но людей вокруг собралось так много, что разобраться было трудно. «Проклятие, где они?» «Стоп, это ведь...» Саски пробегал от одной гостиницы к другой, выпрашивая у регистраторов постояльцев с известными ему приметами. «Извините», — обратился он к женщине одной из таких гостиниц. «Тут не останавливался придурковатый блондин моего возраста. С ним был еще высокий светловолосый старик крепкого телосложения, Саски». Воскликнули позади него, и мальчик обернулся. «Баруто!» «Ты для женщин гостиница?» Сообщил Узумаке, подбегая к нему и, схватив за руку, потащил со всех ног к выходу. «Простите, хозяйка. У нас че?» «Пэм?» Женщина в регистратуре растерянно моргнула несколько раз. «Да, ничего страшного. Мальчики уже вовсю бежали по улице, держась за руки, чтобы не растеряться в толпе. Ты чувствуешь его?» Обеспокоенно спросил Саски у Баруто. Тот, не сбавляя скорости, сконцентрировался на чутье, как только мог. «Вот!» Указал он на гостиницу впереди. «Он вон там. С ним два незнакомца. Что? Держись крепче!» Баруто оцепил от ног сверху утяжелителя и понесся, как молния, заставляя Саски болтаться за ним, словно флаг. Заметив перед собой еще большую толпу, сквозь которую будет, мягко говоря, а просто протиснуться, он замахнулся и запустил Саски, словно прощу, прямо в воздух. Саски настолько ошалел от такой выходки, что буквально оцепенел на лету. Вслед за ним прыгнул сам Баруто, подхватил младшего товарища в обе руки, и оба они стремительно полетели к намеченной гостинице. А неподалеку от этого места мальчиков было видно сквозь фигурку в форме сердечка. Блямс! Наруто и пришедшие за ним отступники удивленно обернулись в сторону разбитого стекла, а оттуда тут же вылетели несколько кунаев, разом отбитых самиходой. «Это еще что?» спросил Кисами. Итачи присмотрелся к прибывшим нелегальным образом мальчикам. «Давно не виделись», — произнес он очень спокойно. «Саски!» Саски забыл оборота стоявшим рядом с ним и присмотрелся к ненавистному человеку. Итачи в его глазах активировал Деудюцу. «Саски, осторожно!» предостерег его Наруто. «Он не один. Но его уже никто не слушал. У него такой же Шаринган, что и у вас», — заметил Кисами. «Кто это?» «Мой младший брат», — спокойно ответил Итачи. «И ты тоже здесь, Баруто. Помни, что я тебе сказал тогда. Неизбежно то, что сейчас будет, я слышал, что весь клан Учиха был уничтожен. Вами!» «Этот человек», — подумал Баруто, присмотревшись к спутнику Итачи. Судя по лицу, он из клана Хашигаки. А оружие у него в руках — это самихода, одна из семи мечей ниндземельничников тумана, подобно кубике Рябычи Узабузамамычи. Черт! «Если он вместе с Итачи и не знает о его истинной роли, что же делать? Дайте мне хоть какой-нибудь знак, Итачи Сума. Но от Итачи не пошло ни малейшего знака!» «Итачи», — произнес Саски, не скрывая в голосе ненависть. «Как ты мне и советовал, я ненавидел тебя все эти годы. И я убью тебя!» Я в его руке заиграл Ачидаре. «Стой, Саски!» Попытался остановить его Баруто, теряясь во внезапно завертевшемся водовороте событий. «Я выжил!» «Саски!» Воскликнул Наруто. «Только чтобы убить тебя!» Проревел Саски и рванул в сторону своего брата. Едва Саски приблизился к Итачи, тот сделал неуловимое движение рукой, и вся сила удара ушла в стену, прошла буквально через всю комнату и вырвалась через противоположную. Рука Саски осталась в руке его брата. «Что только что произошло?» Недоумевал от увиденного Наруто. Он так легко парировал его удар Чидаре и одним движением спустил всю его силу, можно сказать, в молоко. Был также поражен Баруто. «Как ты?» Скрипнул зубами Саски. «Ты мешаешь», — сказал Итачи и согнул руку младшего брата под неестественный угол, отчего мальчик болезненно закричал и согнулся пополам. «Саски!» Воскликнул Наруто и тут же покрылся красной чакурой. «Значит, — заметил Кисами, — это и есть чакра девятихвостого. Я должен что-то сделать напряженно», — подумал Наруто и прокусил палец. «Стой, Наруто!» Воскликнул Баруто. «Ты собираешься исполнить технику призыва прямо в этом месте?» «Ты о чем думаешь?» От такого безрассудства с паскисами, взмахнув Сами Хадо и развив вихрящуюся вокруг Наруто чакру. «Ай!» Спохватился тот. «Я не чувствую чакру. Что он сделал?» Сами Хадо, словно прочитав его мысли, пояснил отступник из тумана. «Он режет на ленточке. И пожирает чакру. Может, мотивы этого Ноканина вовсе не такие благородные, как может показаться с не знаю какой стороны, но он предотвратил большую проблему, что могла быть дальше», — подумал Баруто. Баруто, достав еще несколько кунаев и метнув в сторону врагов. Итачи увернулся, кисами защитился Сами Хадо. И после этого Баруто тут же возник между ними и встал в специальную стойку. Под ним возник образ 8 триграм. 8 триграм 128 ударов небес. И он тут же начал наносить удары по точкам чакры обоих отступников. Они у Баруто на крючке. Возликовал Наруто. «Теперь им не спастись». Баруто напряженно поддумал Саске, сдерживая боль в сломанной руке. «Опасно», — подумал Итачи. «Так он одной атакой нас обоих чакры лишит». Шаринган уловил следующий удар мальчика и рука Учиха прикрыла следующую точку чакры, по которой он должен был прилететь. После чего захватил кисами под гипноз и заставил его сделать то же самое. Техника была прервана. Проклятие. Едва успел запаниковать Баруто, как его взгляд встретился с Мангекио Шаринганом. Он оказался в каком-то пространстве, привязанный по рукам и ногам длинными веревками, тянувшимися из пустоты. Перед мальчиком возникли несколько копий тачи с обнаженными катанами и налетели на него со всех сторон. «Это мир Цукиями?» Догадался он. «Если он здесь проделает это со мной, то и моему реальному телу не поздоровится». Правый глаз неестественно блеснул, и мальчик со вздохом оступился, приземлившись на пятую точку. Ему на грудь тут же упало самихода, валя его на пол. «Ишь ты!» Усмехнулся хозяин меча. «Он смог воспротивиться вашему гендюцу, и тачи сон. Опасный паренек! Если бы не ваш Шаринган, мигом бы нас победил, оставив без чакры. От него следует избавиться немедленно, не трогая моего брата!» Воскликнул Наруто, вцепившись зубами за его руку. Кисом искривился. «А ну отцепись!» Рявкнул он, дернув рукой и отбросив мальчика от себя. «Черт, с такими придурковатыми детишками всегда будет столько проблем!» «Решено!» «Перва я отрежу ему руки, прежде чем проделаю это с его ногами!» Самихода нависла над жертвой и стала падать под своим немалым весом. Но тут перед Наруто с хлопком возникло облако, и Самихода столкнулась с чем-то твердым. «Что?» Спохватился Кисоми, увидев перед собой большую жабу, стоя на задних лапах, почти превышающую Наруто ростом и облаченную в самурайские наручи, чем-то и заблокировала удар. Вслед за этим еще одно облако образовалось за самим Наруто. «Вы оба!» Произнес гордый голос. «Плохо меня знаете!» За мальчиком стоял Джирея, держа на плече бессознательную девушку, которая недавно соблазнила его. «Я, Джирея, скорее покорю женщину, чем подамся на ее чары. Я не позволю женщине покорить меня своей красотой!» Никого из присутствующих в коридоре не впечатлила речь легендарного Санина, отчего тот почувствовал себя подавленным. «Вот именно!» Припомнил ему Наруто, позабыв о врагах. «Да вы от одного ее подмигивания и голову потеряли. Так что тебе ли об этом хвастаться, старики-извращенец?» Джирея тоже позабыл о врагах и смущенно усмехнулся. «Ну ладно тебе! Хватит называть меня так при посторонних людях! Заткнись! Важно сейчас то, что эти ребята чертовски опасны! Старики-извращенец! Старики-извращенец!» Повторил он последнее, словно на зло, и Джирея вспылил. «Хватит называть меня стариками-извращенцем!» «Ну что за детский сад?» Фыркнул Баруто. «Я тут проймишь врагов как бы...» Кисами, чей удар продолжала удерживать призванные жаба, довольно засмеялся. «Да, это действительно Джирея, что известен, как один из известных трех легендарных Санина». «Хоть вы и известны тем, что очень падки на женщин, я не предполагал, что вас удастся удержать так долго!» «Что?» Поразился Наруто. «Так вам известна настоящая личность старика-извращенца?» «Ну, на самом деле, это моя ненастоящая личность», — честно ответил Джирея. «Вижу, вы сняли гендюцу с этой женщины», — заметил Кисами. Джирея присмотрелся к Итачи. «Использовать с помощью своих глаз гендюцу, чтобы заставить женщину разделить меня с Наруто», — неодобрительно произнес он, кладя женщину на пол и прислонив к стене. «Ты позоришь не только свой клан, но и вообще всех мужчин, делая это!» «Разделить!» «Не понял Наруто. Зачем им это?» «Шутки кончились», — подметил Баруто, возникая рядом с ним и Джирея. «Наруто!» «Эти двое охотятся за тобой!» «Э!» «Совершенно верно», — подтвердил Джирея. «Вы охотитесь за Девятихвостым внутри Наруто, верно?» «Я знаю, вы двое не единственные, кто охотится за ним. Ваша организация, Акацуки, верно?» «Неудивительно, что Кукашисан был осведомлен. Вы не Сатачи!» «Теперь я понял. Так это вы распространили информацию, Джирея Сама. Это срочное задание нашей организации, Акацуки, забрать Наруто Куна с собой. «Что таким серьезным мужикам нужно от меня?» Настороженно поинтересовался Наруто. «Им случайно не нужен Девятихвостый внутри меня? Иных вариантов я не вижу». «Хи», — прыснул кисами. «А мальчишка не такой дурак, каким кажется по лицу». У Наруто же вихрилась буря мыслей, от которых кружилась голова. «Все мое детство меня все ненавидели. Боялись силы, спрятанной внутри меня. Перед глазами возник образ Лиса, с которым он уже встречался. Что плохого, если я избавляюсь от него?» Наруто, предостерегающий, обратился к нему Баруто. «Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. В конце концов, я с самого начала знал, что ты джинчурики». «Что?» — округ грел глаза Наруто. «Ты знал? Но поверь, у меня и в мыслях не было, что тебя ненавидят именно из-за этого». Я спрашивал почти всех и каждого. Спрашивал тех, кто следил за мной в течение первого года моего пребывания в Канахе, но никто не отвечал. Все молчали. «Однако ты должен знать, Наруто, если из-за тебя извлекут этого монстра, желанной спокойной жизни тебе все равно не видать. Э! Потому что биджу, запечатанные в джинчурики, они как паразиты не удалишь без последствий. Если джинчурики лишится своего биджу, он умрет». Наруто не мог поверить то, что только что услышал. «Я умру». Итачи обратился к отступнику сквозь зубы Саски. «Тебе реально стало наплевать на чужие жизни? Наруто ведь уважал тебя. А ты хочешь заполучить девятихвост во внутреннего, наплевав на него самого? Почему Итачи не сон?» Чуть не плакал Наруто. «Что заставило тебя так резко измениться?» Но Итачи молчал. «А теперь тебе следует понять еще кое-что. Боюсь, это наш последний разговор». «Так как тебе нужно по-прежнему адаптироваться под этот период, придется притворяться его частью». «Что вы имеете в виду, Итачи сама?» «Боюсь, что в следующий раз мы встретимся врагами. Если это произойдет, нападай на меня, словно хочешь убить». «Неужели, именно это должно было произойти дальше, Итачи сама?» «Подумал Баруто. Именно поэтому вы сказали мне те слова. «Наруто вы не получите, серьезно, — сказал Джире. Потому что я разберусь с вами обоими. Здесь и сейчас. Это мы еще посмотрим, — ответил Итачи. Погодите. Саски с трудом поднялся на ноги. Это я должен убить его. Саски выплюнул Баруто. Ты, как всегда, не драться не умеешь, не думать». Итачи словно поддержал его слова. «В данный момент ты мне не интересен, — безразлично, — произнес он. Одним ударом ноги запустил младшего брата в другой конец коридора, заставив того буквально впечататься в стену. Саски!» Запаниковал Наруто. «Черт!» Он собрался было рвануть вперед, но Баруто схватил его за плечо, не даваясь двигаться с места. «Баруто!» Саски сказал не вмешиваться. Как бы припомнил старший, с некоторым злорадством наблюдая за сценой между братьями Учхо. «Верно!» Саски с трудом разогнул ноги, опираясь на стену. «Я сказал тебе об этом раньше. Я жил только для этого момента». В его глазах зажегся шарингом. «Ради этого дня!» И он с боевым криком рванул вперед, хотя ноги подкашивались. «Нет ума, считай, Калека!» Вздохнул Баруто, наблюдая за тем, как Итачи легко уклонился от кулака Саски и еще один ударом запустил обратно в ту же стену. «Я еще не...» — выговорил мальчик, едва шевеля руками. «Он даже печати не может сформировать, заметил Итачи. Это мой бой!» «Очень хорошо!» — решил старший очиха и направился к младшему. Джироя собрался было вмешаться, но путь ему преградил кисами-самиходой. Вы слышали его и своего старшего дружка. Под последним он указывал на Баруто. «Это бой между ними. Не будем вмешиваться». Как только Итачи приблизился к Саске, тот с трудом поднял взгляд и попытался вскочить. «Чтоб тебя...» Не успел он докричать, как получил еще безжалостный удар ниже, чем поддых. «Прекрати, Итачи не сон!» — взмолился Наруто. «Он ведь твой родной брат. Почему?» — спрашивал про себя Саске. Он получил удар в затылок, и еще один поддых. И на этом Итачи не останавливался, попросту избивая его. Итачи-самы думал, стараясь не выдавать переживаний Баруто, переживая отнюдь не за Саске. «Вы реально готовы были идти на это? И намерены идти дальше?» «Я не стал меньше отличаться от него?» — заметил Саске, получив еще один удар. «Что же я делал не так?» «Вы так безжалостны к нему?» — отметил кисами. «Чем я только занимался все эти годы?» — спрашивал Саске, упав после очередного удара. Итачи схватил его за шиворот и припечатал к стене. «Ты слаб?» — указал он прямо. «Почему ты слаб?» — он приблизился к его уху и злорадно прошептал, «потому что тебе не хватает ненависти». Взгляд Саске встретился с Манги Кью Шаринганом, и мальчик оказался в темном пространстве, своими очертаниями напоминавший квартал Клан-Очхо. И на его глазах старший брат снова и снова убивал своих сородичей, безжалостно вырезая всех и каждого. И в завершение всему этому кошмару он вырезал собственных родителей. За перепуганным Саске, вновь ставшим тем же маленьким ребенком, каким был в ту злостную ночь, возник образ нынешнего Итачи. «Ты слаб. В течение двадцати четырех часов. Прекрати. Ты будешь наблюдать за этим снова и снова. Прекрати». С другого конца коридора раздался крик. «Перестань, Итачи, не сын!» — беспомощно воскликнул Наруто. «Зачем это делать? Он ведь твой родной брат. Почему ты просто не убьешь его, а продолжаешь мучить? За что ты так его ненавидишь? Я его ненавижу?» — переспросил Итачи, обернувшись назад. «Совсем нет. Мне нужно, чтобы он ненавидел меня. Хватит уже!» — взревел Наруто и рванул вперед, проигнорировав кисами. Баруто метнул вслед несколько кунаев, заставив сперва младшего брата остановиться, а когда те воткнулись возле братьев Учхо, он возник прямо перед Итачи и одним ударом ноги откинул его от Саски. Мигом подхватив мальчика в руки, он возник с ним возле Джирая. «Техника летящего бога грома?» — не поверил своим глазам Санин. Баруто теперь уже сам поднял Саски за шкирку и крепко ударил кулаком в скулу. «Болван!» — рявкнул он ему в лицо. Прежде, чем учиться ненавидеть, научился бы сперва думать. «Мститель, да! Ты просто... удар... жалко!» «Еще удар... посмешище!» Завершающий удар вырубил Саски окончательно. Наруто несколько секунд стоял в шоке после того, что на его глазах его старший брат сделал с Саски, которого за несколько секунд до этого избил его же старший. На доже хмыкнул кисами. «Похоже, ваш брат раздражает не только вас, Итачи-сан!» Итачи на это отреагировал спокойно. «Думаю, это его научат дополнительный раз!» «То дружок прав, Саски!» «Ты действительно посмешище!» Наруто посмотрел на старшего учиха уже с нескрываемой ненавистью. «Итачи, чтоб тебя...» Прорычал он и сам рванул в его сторону. «Ты уже задрал!» «Стой!» — крикнул Баруто, а Джире тут же сложил несколько ручных печатей. Немпа ловушка жабьего рта. Стены, пол и потолок коридора вмиг покрылись какой-то плотью, прикрыв даже все окна и проделанные проломы. Кисами удивлением заметил, что она даже обхватила его меч и ноги. «Что это?» — изумился Наруто. «Вы что, превратили здание в какое-то существо?» — удивленно спросил Баруто. «Вроде того», — ответил Джире. «Я превратил коридор в пищевод гигантской жабы с горами обоку. Итачи, в то время, как есть родные братья, один из которых причиняет другому боль, а второй же желает его убить, есть люди с узами намного сильнее, чем между родными братьями. Именно это и происходит между Наруто и Баруто, а не братья, хоть и не связаны кровью. «Ну, тебе это ни к чему говорить уже. Так как вы с кисами, все равно в розыске, я просто превращу вас в пищу для жабы». Баруто посмотрел на Итачи. «Проделать весь такой путь, дабы быть убитым собственным братом, а в итоге стать едой для жабы. Пахнет даже какой-то комичностью, если бы только все не было так серьезно». «Кисами, бежим», — коротко приказал Ичиха. И партнер, освободив ноги, еле вырвал меч из захвата плоти и ринулся за ним, забыв о Наруто, мимо которого пробежал. «Это бесполезно», — кинул след Джире. Еще никому не удавалось выбраться из этой ловушки. Едва он произнес это, как плотно пылу всколыхнулось, как морская волна, и волною понеслась вслед за беглецами. Вскоре она превратилась в несколько щупалец и понеслась быстрее, отчего кисами пришлось ненадолго остановиться и обрубить с несколько самиходы, что, впрочем, не сильно помогло. «Эта стена быстрее нас», — отметил он. В таком случае Итачи мигом понял, на что он указывает и не собирался с ним спорить. В глазах снова зажегся Мангекио Шаринган. «Что за?» Спохватился Джире, услышав грохот за дальним поворотом, и сразу побежал туда. «Эй, подожди, старик из врученец!» — крикнул Наруто, побежав за учителем. Баруто тоже не отстал. Едва все трое минули поворот, то увидели большую дыру, охваченную пламенем черного цвета. «Сбежали?» — изумился Наруто. «Не ожидал, что они смогут пробиться сквозь эти стены», — отметил Джире. Этот черный огонь прожег внутренности огнедышащей жабы. Баруто подошел к огню и провел над ней рукой, которую он тут же и охватил. «А-а! Баруто!» — запаниковал Наруто. «Ты горишь этим пламенем!» «Ну, все понятно», — спокойно отреагировал старший Узумаки, показывая брату и учителю пламя на руке. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Переспросили партнеры, забыв о том факте, что их друг сам горит. «Огонь, что сжигает даже пламя и не гаснет, пока не сожжет свою цель дотла». «Эм?» — запнулся Наруто. «Баруто!» — «Ты так спокойно это говоришь, но ты в курсе, что твоя рука сама горит?» Нашел причину для паники, усмехнулся старший, и пламя поглотилось в карму. Огорела, кстати, не рука, а перчатка, которую я предварительно надел. Наруто с облегчением выдохнул, а Баруто поглотил остатки пламени с прожженной дыры. Джиро заинтересованно отметил наличие странной штуки на его ладони, что не похоже ни на какую из печатей, которые он когда-либо видел. А еще этот мальчик использовал технику летящего бога грома. Надо будет поговорить с ним по душам, когда представится возможность. Давайте проверим Саски, предложил Баруто, закончив с делом, и Наруто тут же побежал туда, где они оставили упомянутого мальчика. Саски полусидел-полулежил, прислонившись к стене. Саски. Попытался докричаться до него Наруто и с ужасом уставился на его состояние. Глаза его были открыты, хотя в них почти не отображалась жизнь. Едва Баруто присмотрелся к его лицу, и его сердце сжалось. Почти такое же лицо было и Рока, когда он проиграл Гарри. Он тут же пожалел, что ударил его, трижды. Полуобернувшись назад, он произнес, «Тут больше нет врагов, можете выходить, сенсей Гай». Джиро и с Наруто тоже обернулись, и в их поле зрения вышел упомянутый Джоунин. Гай. Поприветствовал его Джиро. «Прошу прощения, что укрывался», — тут же извинился тот. «Я так торопился, что забыл свое зеркальце, через которое обычно заглядываю за угол. Пытался воспользоваться протектором, но отражение на нем получается мутное, и...» «Да-да, можешь не продолжать», — оборвал его Сонин. «Вызовет ли Саски команду медиков?» «Слушаюсь». Гай тут же присмотрелся к Саске. «Его рука и ребра сломаны», — пояснил Джиро. К тому же он перенес психологическую атаку из-за техники глаза Итачи и впал в бессознательное состояние. «Зря я его ударил», — снова пожалел Баруто, поначав головой. «Я совсем забыл, как сильно эта техника может воздействовать на жертву». «Он тоже пострадал из-за нее?» «Подумал Гай, вспомнив о Кукаши. Старик из врученец, с Саски все будет хорошо?» С паникой спросил Наруто. Джиро несколько секунд помолчал. «Видимо, он перенес психологическую травму», — ответил он. Наруто затрясло. «Черт, Итачи, ублюдок, что он сделал с Саски?» «С яростью выпал он. «Мы должны изменить планы. Меня испугало то, что здесь произошло, не тебя одного». Наруто с тоской подумал Баруто. «Но я хочу найти этих парней в черных плащах и разобраться с ними. Им нужен я, верно? Ну тогда я пойду за ними». Наруто, вмешался в его речь старший брат, схватив его за плечо. «Ты понимаешь, в каком сейчас положении?» Наруто вопросительно моргнул. «За тобой охотятся. Они не думают о твоей жизни, лишь о своей цели. А ты слаб. У тебя нет сил сопротивляться хотя бы Самиходе, одной из семи мечей и артефактов деревни, скрытой в Тумане, подобно кубике Рябычи Узабузамамачи. А ее пользователь, киса Мехашигаки, судя по всему, умеет ею владеть. Не говоря уже об Итачи. Судя по всему, что я слышал, ты давно знаком с ним, а значит знаешь, насколько он способный. «Посмотри на состояние Саски. Ты еще не знаешь, но Какаши Сенси точно так же поражен этой техникой и сейчас без сознания». «Что? Сенси и Какаши? Вот почему ни я, ни Джира и Сенси не сказали тебе. Именно потому, что ты решишься поскорее разобраться с угрозой, вместо того чтобы накапливать силы для ее отражения». Гай присмотрелся к Саске, и перед ним возник образ Рока. «Когда ученик ранен, мне так хочется, чтобы она, профессионал в медицине, была здесь. Именно поэтому мы и отправились на ее поиски», — ответил Джира. «Нам нужна отсунатия». За окном поднялась шумиха, и Барута выглянул наружу. «Вот блин», — проворчал он. «От одной проблемы избавились, так получаем уже другую». В этот момент в холле собрались несколько джоунинов-листа, охраняющих город на подобные случаи. «Что здесь произошло?» Строго спросил один из них. «Кто вы такие?» Джира сложил фирменную улыбку. «Вы, правда, не знаете, кто я?» Он встал в свою пафосную стойку. «Я великий жаби-отшельник из горы Мьёбаку, а также один из троицей легендарных сыненов скрытого листа. Великий Джира. Это я». Толстобровый Сенсей не остался в стороне. Благородный зеленый зверь-листа. «Май-то-гай». «Клоуны», — вздохнули братья-узумуки. Стражник же понурился. «Да, это действительно вы. А теперь отвечайте, что за херь здесь произошла. А нет, вам обоим будет пиздец. Отсюда выбегали двое отступников». Вмешался Барута. «Вы не видели их?» «Они выбегали из свежеобразованной дыры в стене. Они были в черных накидках с красными облаками», — добавил Джира, отбросив свой пафос. У самого высокого из них за спиной висело большое оружие, похожее на меч, завернутое в бинты. Ниндзя переглянулся с товарищами, и один из них ответил. «Да, мы видели, как они выбегали отсюда. За ними в погоню уже отправились пятеро человек. Как только их догонят и захватят, отправят на допрос. Немедленно отзовите их обратно». Приказал Гай. «Ниндзя с мечом один из семи ниндзимей мечников в деревне Тумана, а второй из клана Учхо. Этим ребятам с ними ни за что не справиться самим. Быстро отозвать их». Мигом приказал командир своим ребятам, и несколько из них тут же ринулись выполнять. «Чтож, раз вы только что отбились от опасных преступников, то, должно быть, устали вы некоторой растерянности». «Есть немного молча», — согласился Наруто. «Мы тут сами все приберем и компенсируем разрушение. Вы лучше ступайте». «Джиро Ядана, надеюсь, вы расскажете об этих отступниках. Вы скоро об этом узнаете», — пообещал Санин. «Сейчас я должен выполнить одно очень важное дело для Канохи». «Как скажете?» «Уходим, ребята». «Чего?» Расстроился Наруто. «Мы только что воссоединились и снова разделяемся. Я ведь сказал, что вернусь, ты чего?» Усмехнулся Баруто. «Просто нужно доложить лорду Хиаши сложившуюся ситуацию, а заодно объяснить все Исакури бедняжка, наверное, сходит с ума от непонимания происходящего». «Ладно», — надулся младший. «Но чтобы мигом». «Конечно-конечно». «Думаю, на какое-то время эти двое отстанут от Наруто», — предположил Гай. «Безусловно», — согласился Баруто. У Итачи глаза и так были близки к пределу из-за двух цукуеми и гендюцу, которые он применил к кисами, а впоследствии ему пришлось прибегнуть к Аматеросу. Если он в таких условиях попробует воспользоваться силой Шарингана, наверняка безусловно умрет. «Итачини-сан» — пронеслось в голове Наруто. «Нам пора идти, Гай», — сказал Джире. «Позаботься о Саске». «Есть». «Джире-сама, найдите Цунади и верните ее обратно». «Непременно». Выступил Наруто. «Мы отыщем ее. И приведем в деревню». «Кричать-то об этом зачем?» — вздохнул Баруто. «А если она на стороне Арочимару, так мы ее». Договорить ему не дал Джире, стукнув по голове. «Ну, ладно, мы пойдем уже». «Баруто, твоя компания будет очень кстати. Так что не задерживайся в деревне. Не волнуйтесь». «Я мигом». «Пошли, Наруто». Всю дорогу из головы Наруто не выходила недавняя стычка с отступниками. Шутки кончились. «Наруто. Эти двое охотятся на тебя. Это срочное задание нашей организации, Акацуки, забрать Наруто-Кона с собой. Что таким серьезным мужикам нужно от меня? Им случайно не нужен Девятихвостый внутри меня? Иных вариантов я не вижу. Хе. А мальчишка не такой дурак, каким кажется по лицу. Все мое детство меня все ненавидели. Боялись силы, спрятанной внутри меня. Что плохого, если я избавляюсь от него? Наруто. Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Однако ты должен знать, Наруто, если из-за тебя извлекут этого монстра, желанной спокойной жизни тебе все равно не видать. Если Джинчирики лишится своего Биджу, он умрет. Наруто остановился в задумчивости, и Джиро обернулся. «Что с тобой? Извращенный отшельник, эти двое реально охотятся за мной из-за Девятихвостого. И я правда умру, если они извлекут его из меня?» Джиро больше не собирался скрывать от него правду. «Так и есть. Не знаю, откуда Боруто это известно, но он сказал верно. Они охотятся за лисом, и вместе с ним они заполучат и твою жизнь». Наруто прикоснулся к животу. «Что вообще такое Биджу? Откуда они взялись? И почему они гонятся за одним из них? Этот демон однажды напал на деревню и разрушил ее половину, да? Поэтому его боятся? Зачем же он им так нужен?» Джиро нахмурился. Биджу неоднократно появлялись в истории. Их немало нельзя пытались захватить для собственных целей. Их боялись, как стихийное бедствие, но желали использовать, как оружие, ведь сила их выше нескольких человек. Это настоящее оружие массового уничтожения. В период многих войн и междоусобиц, эту силу хотели все. Я не совсем понимаю, что они хотят сделать с ним. Но пока девятихвосты запечатан внутри тебя, возможно, они хотят взять его силу под свой контроль. Не исключено, что и остальные джинчурики будут их целью. Ужасно, что за тобой охотятся, но такова судьба. «Сначала я подумал, что Баруто сам может быть одним из них, раз так легко сблизился с тобой, поэтому хотел, чтобы он остался в деревне. И я рад, что ошибся. Пока у тебя есть такой брат и пока я сам рядом с тобой, мы будем защищать тебя, поэтому не беспокойся. Тогда я должен стать сильнее!» Воскликнул Наруто. «Я не намерен прятаться за вашими спинами. Ведь я намерен стать великим Хакаги. Будет не испытание жизни. Отлично! Давайте отыщем госпожу Цунади, которая нужна деревне, в том числе и Саски с Какаши Сэнсием, и возьмемся за тренировки». Джирай усмехнулся над таким настроем. «Я ожидал услышать от него что-то подобное». Наруто с Джирайей спокойно шагали дальше по тропе. Сэнсием заметил задумчивое выражение на лице мальчика и спросил. «А Баруто думаешь? Не волнуйся, он скоро присоединится к нам снова». «Нет», — качнул головой Наруто. «Не в этом дело». «Тогда в чем же? Эта Цунади, она действительно красивая. А ты догадливый. Она ведь одна из Сэнсием, среди которых вы — извращенный отшельник. Сколько же ей лет? Столько же, сколько и мне. Тоже старуха, значит?» Наруто спохватился. «Я не имею в виду, что все люди к старости теряют свою красоту. Вас, например, старым уродом никак не назвать. Это мне принимать, как комплимент». Усмехнулся Джирайя. «Как хотите». «И все же, какая она, эта Цунади?» «Интересно». «Дай тогда подумать, она нелюбезна в речи». К тому же много играет в азартные игры, чем известно во многих странах. Тогда, если она так знаменита, мы легко сможем ее найти. Приободрился Наруто. Да, это правда, она действительно известна. Поскольку ее все знают, как легендарную... Неудачницу. Легендарная неудачница. Но на самом деле и не факт, что мы легко найдем ее, хоть она и легендарная. Это почему? Она не любит стареть, и меняет свою внешность техникой превращения. В свои 50 она выглядит от силы в 20. Ну, это типично для женщин в аниме отрицать свою старость, не сдержал Наруто смешки. Кроме того, ходят слухи, что она меняет свою внешность, чтобы выглядеть как в разном возрасте, как в юности, как в 30, как в 40, в зависимости от ситуации, чтобы избежать кредиторов. У нее настолько большие проблемы с ними. Цунади с детства любит азартные игры. Но в этом удача обходит ее стороной. И такое прозвище она получила, когда начала проигрывать всем свои деньги. Ей приходится занимать новое и сбегать. Джирай засмеялся. Навевает воспоминания. Ну и как мы найдем ее? Честно, не знаю. Но есть множество способов решения этой проблемы. Значит, вы не знаете, как долго это будет продолжаться. Наруто безысходно вздохнул. Не переживай ты так. Время зря мы не потратим. Эй! Как тебе сказал Баруто, перед нашим уходом из деревни, пока мы будем путешествовать, я буду тебя тренировать. Правда? Да. Пора сделать тебя сильнее. И когда же мы начнем? Не торопись. Путешествие будет бессмысленным, если в процессе тренировки забудем о сборе информации о Цунади. Во время разговора они подошли к концу тропы, что обрывалось огороженным склоном. Под ним расстилался город. Остановимся в этом городе. Ого! Восхитился Наруто видом. В городе в тот момент шел фестиваль. И тут и там стояли палатки с различными вкусностями, сувенирами и играми на призы. Наши путешественники оказались прямо в центре этих событий. Вот это да! Поражался Наруто, мотая головой. Никогда не был в таком месте. Почему в нашей деревне не может быть таких мероприятий? Погулять тоже нужно, сказал Джире. Отдохни немного, потом возьмемся за тренировки. Фестиваль скоро должен будет закончиться. Отдохнем, пока он идет. Здесь же и начнем тренировку. Здорово! Наруто тут же снял свой рюкзак и достал из него толстый притолстый кошелек в виде лягушки. Джире восхитился его видом. Да ты у нас богач! Откладывал понемногу от заданий, кратко объяснил мальчик и развернулся. Пока! Постой! Крикнул Джире, заставив Наруто обернуться обратно, и взял кошелек из его рук. Я подержу его у себя. Что? Ты о чем это? Джире протянул ему три купюры. Можешь потратить это. Но тут всего три старю. Не возмущайся мне тут. Знаешь так называемое тротабу для ниндзя? Это которые? Алкоголь, женщины и деньги, перечислил Сонин. Это три страсти, которые портит ниндзя. А если ниндзя сама женщина? Тогда женщины заменяются на мужчин. Я думал, ты сможешь этого понять. Но меня это все равно не касается. Запротестовал Наруто. Я несовершеннолетний, и алкоголь мне нельзя. А женщинами я все равно не интересуюсь. И все деньги за раз я тратить точно не собираюсь, потому как коплю их, набравшись терпения. Дурак. Затрясся Джире так, словно пытался всеми силами найти повод удержать деньги Наруто у себя. Не поддавайся страсти к деньгам. Однажды потратив их, ты все равно станешь тратить их еще больше. Цунади, которую мы ищем, свою жизнь загубила из-за них. Но вы ведь легко поддаетесь страсти к женщинам, старик из вращенец, как бы между прочим отметил Наруто. «Кроме того, даже если ты не собираешься тратить все сразу, сильно разгулявшись, ты можешь лишить себя сил на тренировке», — указал Джире, вынудив его признать поражение в споре. «Я похожу тут, поспрашиваю. Возьми мой рюкзак. Если ты потеряешься, моя жабая щейка найдет тебя по моему запаху». Завершил он, кидая ученику свой багаж. Наруто ничего не оставалось, кроме как принять его условий. Показав на прощание старику язык, он ринулся сквозь толпу. Он еще мальчишка, идя вдоль палаток, Наруто с удовольствием покупал так ики. Печеные рисовые шарики с кусочком мяса осьминога, картофель с маслом, банан в шоколаде, засахаренные абрикосы, окануныки. Жареная лепешка с лапшой, мясом, морепродуктами и овощами, смазанная специальным соусом, посыпанной сушеным тунцом. Завершил он свою закупку большой порцией ики-соба. Жареная лапша. Вижу, ты очень много себе купил, заметил продавец. Собираешься один все съесть? У меня растущий организм, кратко пояснил Наруто, и мужчина протянул ему упаковку. Это тебе. Приятного аппетита. Спасибо. С удовольствием набив себе живот, устроившись на траве, Наруто повалился на спину. Как-то я переел. Наверное, хорошо, что старик взял мой кошелек. А не то разгулялся бы еще больше. Интересно, как у них там дело? Какаши Сенсей. Саски. Сакура. Баруто. Хинато. Я буду тренироваться, и вернусь домой сильным. Вы только подождите, Баруто. Услышал Баруто со стороны и оглянулся. О, Сакура, отозвался он под бежавшим девочке. Слава богу. Произнесла она, переведя дух после длительного бега. Я чуть с ума не сошла за весь день. Объясни мне, что происходит? Я столкнулась с Саски, который слишком уж настойчиво искал Наруто, которого дома не оказалось. А теперь я не могу найти вообще никого из нашей команды. Что творится? Куда все? Сакура. Баруто зажал ей рот, чтобы она замолчала. А теперь слушай меня внимательно и постарайся не паниковать. Сакура округлила глаза. Саски. Сенсей Кокоши. Воскликнула она, увидев двоих в койках. Витых оставлял желать лучшего, хотя не было никаких телесных повреждений. Что с ними произошло? Техника брата Саски так воздействовала на них, ответил Баруто. Что? Брат Саски? Это он с ними так? Да? Но почему? Баруто вздохнул поглубже. Брат Саски охотится за Наруто. У Сакуры застыло дыхание. Сначала Сенсей и Кокоши, а потом Саски, пытались ему помешать. Тогда он и воздействовал на них своей техникой. А где Наруто? Его сейчас нет в деревне, он ушел с Джирай. Саски попал под технику своего брата, когда настиг их Акурат после него самого. Но почему? Не могла понять Сакура. Почему брат Саски охотится за Наруто? Зачем он ему? Потому что Наруто Джинчирики, пояснил Баруто. А это очи состоит в преступной организации, что и устроило эту охоту. Боже! За Наруто не переживай. С ним Джирай, а скоро я к ним присоединюсь. Прошу тебя, не поддавайся панике. Сказав это, он покинул палату, оставив Сакуру дальше смотреть на товарища с учителем. Подходя к поместью Хьюго, до Баруто донесли звуки спарринга наряду со вздохами. Знакомый голос подумал он, походя к воротам, и увидел в их пределах Ниджа с Хинутой, которая уже полностью оправилась и теперь вела спарринг с кузеном. Плохо! Отметил последний, перехватив следующий выпад девочки. Хинута не отступала и продолжала нападать. Баруто с удовольствием отметил, что Ниджи ничего не остается, кроме как отбиваться. Продолжалось это недолго, и вскоре они оба сделали передышку, вытирая платками пот с лица. Вы стали лучше, Хинута сама, отметил Ниджи. Это все благодаря твоим тренировкам, братик Ниджи, улыбнулась Хинута. Хотя, я все равно еще слаба. Нет, ваш дух сильнее. А ваше тело, его нагоняют. Спасибо тебе, братик. М. Может, выпьешь чаю? Вы из главной ветви. А я из побочной. Не нужно относиться ко мне, как к равному. Хинута понурилась. Прости. Лучше выпьем чаю по пути из заданий, предложил Ниджи. Ладно, закончим на сегодня. Он поклонился кузине и развернулся. Баруто, что все это время стоял на пороге и смотрел за ними, тронулся вперед и пересекся с ним. Вижу, вы с Хинутой стали дружнее, заметил он, оказавшись с Ниджи друг напротив друга. Я обдумал все, что мне тогда сказал Наруто, признался тот. Все же, она наследница главной ветви клана. Как ребенок из побочной, я ее слуга. Ты ведь тоже, Баруто? Ну, да. Баруто приподнял протектор, показывая проклятую печать на лбу. Никто в клане больше не знал, что она фальшивая. Ниджи нахмурился. Печально, что старший брат того, кто сам этого не одобрил, стал жертвой такой судьбы. Неверно, ответил Узумуки. Я сам согласился на это. В обмен на защиту Наруто со стороны клана. Ему это так необходимо? Ты пока не знаешь, а мне не положено об этом пока разбалтывать всем и каждому. В общем, держи ухо востро. Я понял. Куда ты сейчас? Не успел Баруто ответить, как со стороны позвали. Эй, братик Баруто. Это был голос Ханнаби. Не потренируешь меня сегодня? Прости, Ханнаби, отозвался Баруто. У меня важное дело к лорду Хиаши. Ханнаби-сама, я могу вас потренировать, предложил Ниджи. Но ты ведь устал, запротестовала Ханнаби. Баруто тихонько улизнул, воспользовавшись начавшимся спором, и добрался до комнаты главы. Осмотревшись по сторонам, он постучал три раза. — Входи, Баруто, — отозвался глава, и мальчик вошел. — Дед, у меня просьба. — Что? — возмутился лорд Хиаши. — За Наруто охотятся преступники? — Да. И я хочу присоединиться к ним с Джи Раисома, на всякий случай. Глава клана призадумался. — Ты уверен, что твое присутствие будет кстати? В этом случае с похищением Хинаты тебе просто повезло, но может пойти наоборот. — Я, честно, не знаю, как может все пойти, — признался Баруто. — Но мне хотелось бы быть в курсе шедших событий. Ты ведь сам понимаешь, случайности не случайны. — Что ж, пожалуй, верно. Ладно, отпускаю тебя с официальным разрешением от главы клана. И будь осторожен. За меня не переживай. Баруто поклонился, как полагается, и покинул покой лорда. А позже и пределы деревни. Осталось немного, — отметил Наруто, посчитав оставшиеся деньги. Следующий заход будет последним. Последняя дорога привела его к ларьку с жареными кальмарами. Дяде, — обратился он к продавцу. — Два жареных кальмара, пожалуйста. Один большой, для взрослого. Решил купить не только себе, но и родителю. Отметил мужчина. — Какой он молодец. Дам тебе детский бесплатно. — Вы такой добрый, дядя. — Спасибо. Ну раз так, на взрослый сделаю скидку вдвое. И с двумя кальмарами на палочках Наруто зашагал по улицам города, где все еще шел фестиваль. Где этот старик? Проходя мимо бара, он услышал очень знакомый смех и, войдя туда, увидел раскинувшегося на кресле своего джирая в компании двух молодых девушек. Как я люблю молоденьких девушек. Радостно смеялся он хмельный в стельку и тут же спохватился, увидев ученика на пороге. О, Наруто! Уже разгулялся в городе. Наруто ошарашенно присмотрелся к кое-чему, что лежало на столике перед ним. Это был кошелек в виде лягушки, исходавшей до одной кожи до костей. Когда бывший законный хозяин подошел к нему поближе, из нее вышел последний воздух. Напомни-ка мне про три табу для ниндзя. Налетел он на джираю, брызгая слюной. Ты только что нарушил все три одним разом. Испуганные девушки мигом ретировались с места преступления. Погоди, Наруто! Спохватился растерянный старик, но Наруто принялся лупить его купленными кальмарами. Я не намерен ждать. Вы, идиот, потратили все мои деньги, которые я копил, не покладая рук. Дурак-дурак-дурак-дурак! Прекрати! Умолялся Нин, вмиг протрезвев. Я верну тебе долг. Продолжая лупить его кальмарами, Наруто не заметил, как один из них вылетел из его руки. Какого черта? Наруто раздалось у него за спиной. Ты что творишь, дурак? Наруто завис и поглядел назад. За его спиной стояли двое хорошо одетых мужчин, один в черном диловом костюме, другой в белом, на котором отчетливо было видно темное пятно жира. Ты испачкал костюм, братишки! Указал человек в черном. Костюм известной торговой марки, между прочим. Плати за это. Давай за это сто тысяч рюк. Что? Поразился Наруто. Сто тысяч. Сто тысяч рюк за маленькое пятнышко на этих обносках. С трезвой улыбкой, забыв о конфликте, отметил Джире. Дороговато, вам не кажется? Кажется, кто-то ищет неприятностей, заметил владелец испачканного костюма. Вам не стоило этого делать. Мы с братишкой бывшей Чуниной из деревни Скрытого Камня, отметил телохранитель. А он был известен как легендарный темный шиноби. Что? Насмешливо спросил Джире. Легендарный? Ты что, драки хочешь? Вспылил легендарный и рванул вперед. Джире спокойно поднялся с места и вытянул руку ладонью вперед. Наруто, это подходящий случай, чтобы смтебе его. Да и то же. Удивился мальчик, когда на руке Сенси появилась техника, напоминавшая вихрящийся шарвидный глазу Чакры, который Сенен встретил нападавшего мужчину, ударив точно в грудь. Мужчина тут же завертела, как вентилятор, и ракетой запустила назад, столкнув сначала с телохранителем, и завершив их полет первым встреченным ларьком. Данная картина невольно вызвала у Наруто чувство деживы, «Я лишь слегка вас ударил», — заметил Джире, подходя к поверженным. «Вы, ребята, действительно слабаки». Мужчина в белом присмотрелся к нему. «Вы легендарны», — узнал он его. Тот обратился к хозяину ларька. «Простите, я случайно сломал ваш ларек. Об этом не переживайте». Легендарный достал свой бумажник, протянул Джирая. «Спасибо», — поблагодарил тот и протянул хозяину ларька несколько купюр. «Уважаемый, я куплю у вас все шары. И водяные, и обычные. Этого хватит». «Да, конечно». Немного растерянно ответил хозяин. Наруто присмотрелся к следу от удара. «Это техника. Это точно она. Идем, Наруто», — позвал его Джире. «Начинается тренировка». «Ага. Они оказались в небольшом парке над городом. Наконец-то начинается тренировка». Нетерпеливо воскликнул Наруто. Джире кинул ему один из шаров. «Вот это водяной шар». Наруто присмотрелся к шару. «И что мне с ним делать? Ты ведь внимательно наблюдал за техникой?» Спросил Джире. «У вас на ладони завихрилась винная глазучая акра, образовавшаяся в шар, который вы ударили врага, и тот сначала завращался, а потом отлетел назад», — перечислил Наруто. «Скажите, это ведь Рассинган, верно? Ты знаешь об этой технике?» — удивился Сонин. «Разумеется. Мой брат, Баруто, не раз использовал его». «Баруто? Использовал? И то, что вы проделали с теми типами, он проделал с одним из моих обидчиков, первый же день пребывания в деревне. Его брат может использовать Рассинган? Причем очень давно? Он действительно приемный? Что же ты скрывал, Минато? Надо бы мне позже как следует изучить этого мальчишку, да, это касается вращения». Джире показал Наруто такой же шар с водой, которая словно пыталась выбраться из стесняющей мембраны. «Он вращает воду внутри шара», — не двигая рукой, заметил мальчик. Через секунду напряжение внутри шара усилилось, и он лопнул. «Баруто тебе не объяснил суть этой техники?» — уточнил Джире. «Ну, я спрашивал его в тот первый раз, но он не ответил. А потом вопрос как-то вылетел из головы, хотя использовал он ее не раз. Чтож, это и хорошо, и не очень. Тогда самое время тебе узнавать основы. В технике хождения по дереву ты накапливаешь и удерживаешь нужное количество чакры в нужной зоне. А в технике хождения по воде ты высвобождаешь нужное количество чакры. В технике рассингона ты должен создать поток чакры. Проще говоря, вращение. «Погодите, кажется, я догоняю», — сказал Наруто. «Сначала я должен накопить и удержать чакру в руке, как вхождение по дереву, а потом высвободить постоянное количество чакры, как вхождение по воде. Так? Ха!» — удивленно приподнял брусь Джире. «Соображаешь? Вот именно это ты и должен сделать в упражнении с водяным шаром. Тогда я сделаю это. Я ведь должен создать быстрое и вращательное движение внутри шара, чтобы он лопнул, верно?» «Тоже верно. Будем тренироваться до прихода ночи». «Так точно». Баруто только что миновал Шелкубу, не забыв выявить там небольшую информацию о двоих нужных людях и двинулся дальше по указанной дороге. Интересно, какой у них сейчас урок на тренировках? Может, Наруто уже начал изучать Росинган? Наруто сконцентрировал чакру в своей руке, и шар закачался у него на ладони. Вода внутри нее стала вращаться. «Получается...» — обрадовался мальчик. «Лопнуть шар будет проще простого». Джире отошел к дереву и уселся, прислонившись к стволу. «Ну, пока ты будешь тренироваться, я немного отдохну». Он достал из-за пазухи небольшую тыкву. «Разумеется, с этим...» «Это еще что?» — поинтересовался Наруто. «Я собираюсь немного выпить, а потом поспать», — безразлично ответил старик и больше не стал слушать никаких упреков ученика. Время растянулось до вечера. Возле Джире лежали уже три тыквы, и старик пускал хмельные брызги. А Наруто не достиг никаких результатов. «Проклятие!» — выругался он. «Почему он не лопается?» «Ай!» — послышался хмельный тон Джире. «У тебя получилось?» Наруто почувствовал, что сейчас сквозь землю и провалится. «Эм...» «Ну как вам сказать?» Он осекся, увидев стеклянный взгляд учителя. И тут он подтянулся. «Похоже, я проспал намного дольше, чем планировал». «Ну, что у тебя за проблемы?» «Я думал, ты поймешь трюк, пробуя множество разных подходов, тем самым раскрыв секрет техники. Разные подходы?» «Ну...» Наруто замялся. «Дам тебе одну маленькую подсказку», — решил Джире. «Начни вращать воду в шаре». Наруто последовал указанию, и шар снова закачался. «По часовой или против часовой?» — уточнил Джире. «В какую сторону вращаешь?» «Эм...» «Думаю, против». «Подойди ко мне», — тут же поманил его отшельник к себе и, как только мальчик подошел, положил ладонь ему на голову. «Я так и думал». «Э...» «Что?» «Твоя внутренняя энергия вращается по часовой. По...» «Смешивая вместе энергию тела и энергию духа, ты накапливаешь чакру таким образом, что она вращается по часовой стрелке. Люди могут вращать чакру по-разному по часовой или против. «То есть, если я буду представлять вращение воды в шаре, противоположным вращению моей чакры, то произойдет конфликт». Уточнил Наруто. «Теперь понятно, почему я испытывал такое странное ощущение. Но как вы поняли, что моя чакра вращается по часовой, лишь прикоснувшись к моей голове?» «Завивка твоих волос подсказал. В каком направлении вращается твоя чакра, по тому же направлению вращаются твои волосы. Значит, я должен вращать воду по часовой стрелке». «Никогда раньше об этом не задумывался. В любом случае, эта техника идеально подходит для тебя. Без печатей. Чакра — это все, что тебе нужно. И не надо учить сложные печати. Так что даже у дурака получится. Я не дурак». Запротестовал Наруто. «Однажды я стану Хакаги. Увидите, я стану мастером по этой технике за три дня». «Три дня». С усмешкой переспросил Джирея. «Эта техника забытая ниндзюцу четвертого Хакаги. Ему, чтобы стать мастером по этой технике, пришлось потратить целых три года. А мне и то больше. Эта техника второго по сложности класса из шести — высокоуравневая техника ранга. Чтобы выучить ее, необходимо пройти три ступени. Разорвать шер с водой — это первое. Остальное расскажу, когда пройдешь ее. А мне пора идти в город, собирать информацию. А ты что будешь делать? Наруто задумчиво уставился на шар. Гениальному ниндзя, четвертому Хакаги, потребовалось три года. Забытая ниндзюцу высокой сложности, но Баруто ее так легко использует. Он натянуто улыбнулся и ответил «Ей еще тут побуду». Джирея одобрительно улыбнулся. «Увидимся позже. Не переусердствуй». Баруто тем временем продолжал, не торопясь двигаться по дорожке, по которой, предположительно, проходили Наруто с Джирея. Думаю, Наруто уже начал изучение Рассингана. Если я приду слишком рано, он начнет задавать вопросы. Пусть лучше сам разберется. Интересно, чем же сам Джирея занимается? Снова, небось, собирает материал. Почему все мужчины так много себе позволяют? М. Он осекся, увидев перед собой человеческую фигуру в черном плаще по самой земле и с капюшоном, почти полностью закрывшим лицо. Незнакомец стоял прямо посреди дороги, словно когото ожидал. Баруто собрался и было пройти мимо, но кое-что заставило его остановиться прямо перед ним. Его чакра. Она более зловещая, чем лобитая Рачимару. Да, в нем. Словно вообще ничего человеческого. Значит, это правда, вдруг медленно произнес незнакомец, поглядев на мальчика сквозь капюшон, и тот невольно сжался и его словно насквозь видели, буквально. Теперь ясно. Похоже, мне больше ни к чему убивать Рачимару. Ни к чему? Убивать Рачимару? Ну вот ты, Баруто ощутил от него еще более пристальный взгляд. Этот человек, если он правда человек, был действительно готов убить его. Твое время еще придет. Нужно лишь дождаться второго. Кто из них троих? О чем он говорит? Что он имеет в виду? Кого он собирался дожидаться, прежде чем убить меня? Не ответишь. Настаивал незнакомец. Неужели, не понимаешь? Баруто, наконец, нашел в себе силы на движение и покачал головой. Нет, не понимаю. О чем ты говоришь? Человек приподнял голову, и Баруто замер, увидев, что было видно из-под капюшона. Да это же... Ниндзя, который хранит информацию, оценил незнакомец. Похоже, научили тебя немало чему. Подвергать тебя пыткам сейчас нет смысла. Еще увидимся, мальчишка. Сказав это, незнакомец просто исчез. Даже не было характерного хлопка. Исчез. Даже чакры не ощущаю. Баруто упал на колени, наконец, почувствовал, что уже минуту, как не дышит. Он начал жадно глотать воздух. Хорошо, хоть не вырвало. Два дня Наруто только и делал, что растягивал резину шара, стараясь ее, наконец, порвать, от жира и вовсю отрывался в барере в компании молодых девушек. И за всем этим тайно следил прибывший Баруто, испытывая лютый стыд. На третий день, когда Наруто проснулся от похмельного запаха, исходящего от спавшего на рядом учителя, он посетил туалет. А когда вышел, заметил, как его водяную шару тащила гостиничная кошка и принялась играть с ним. Эй, это не игрушка, предупредил было Наруто, но тут же замер, кое-что заметив, когда кошка принялась крутить шар туда-сюда, и тот вдруг лопнул, отпугнув животное. «Вот оно! Что говоришь?» — спросил его Джире, все еще находясь под похмельем. «Первая ступень пройдена! Продемонстрируй!» «Хорошо!» — весело ответил Наруто, взяв шар в левую руку. «Вам лучше смотреть поближе. Левой рукой?» — заинтересованно отметил старик. Мальчик же принялся вращать воду внутрь шара, а в правой руке у него закружилась небольшая воронка чакры, которую он тут же принялся вертеть над шаром со всех сторон. Резина тут же растянулась, превратившись в подобие морского ежика, и, наконец, лопнула. «Вот так!» — воскликнул Наруто, но осекся, когда учитель повесил голову. «Прости-прости!» — извинился он перед мальчиком, сидя в столовой. «Я устал слегка за ночь. Оно и видно!» — мысленно проворчал Наруто. «До сих пор воняет алкоголем, я впечатлен», — отметил в свою очередь Джирея. «Эта идея взять шар в левую руку и многократно ударять правой для вращения воды. Это необычная и очень интересно блестящая была идея», — отметил он вслух. «Я очень рад, что ты нашел ее!» Наруто быстро объяснил ему, что только заметив, как кошка играется с шаром, беспрерывно вертя ее с одной стороны в другую, и вызвало постоянное вращение воды внутри нее в разные стороны. И тогда он понял, что все время вращал воду только в одном направлении, а нужно в самое разное одновременно. Джирея слушал его отчеты и гордо улыбался. «Видимо, вращать чакру одной рукой в разных направлениях он пока не может. Но это неплохо для начала ЧТОЖ, тогда нет смысла тянуть дальше. Можно переходить ко второй ступени». «Здорово!» — обрадовался Наруто, и его руки тут же болезненно затряслись. «Он тратит очень много чакры и искажает точки приложения. Эта ступень несравнима со следующей. Итак, какой будет вторая ступень?» — уточнил Наруто. «Их ведь всего три, верно?» Он осёкся, когда Джирея кинул ему резиновый мяч. «Эм, мне теперь его лопнуть?» «Именно», — ответил учитель, взяв в руки такой же мяч, и тот тут же вздулся со всех сторон и лопнул. «Это в сто раз труднее, чем лопнуть водяной шар». «Ладно». Наруто сосредоточился и, когда мячик закружился у него в руке, тут же принялся со всех сторон ударять правой, но эффекта не последовало. «Первая ступень вращения», — подметил Джирея. «Вторая сила». «Резина, как ты видишь, толще, и внутри нет воды. Поэтому это труднее, так как нужно одновременно чувствовать направление вращения чакры». «И правда», — согласился Наруто. «Чтож, желаю удачи». «Ну, а мне пора собирать информацию». «Эй, постойте. А тоже трудно. Разве мы не вместе тренируемся?» Наруто прервал его голос со стороны, и Баруто взял из лежавшей сумки ещё один мяч. Наруто с Джиреей поглядели на то, как резина в его руке растянулась и разовралась. «Дело учителя с мсами и основы. Ты не должен во всем зависеть от него. Как и от меня. Вот это твой старший брат, значит», — отметил Джирея. «Я впечатлён, что ты так легко владеешь этой техникой». «Знаете, Синси, меня уже ни один человек даже сравнивал с жёлтой молнией Канохи», — с улыбкой сказал Баруто. Санин присмотрелся к нему. «С ним?» «И действительно. Что-то в нём от него действительно есть». Он внимательнее присмотрелся к мальчикам, которые тут же стали по-братски спорить друг с другом. Гляжу на его лицо и ощущаю некое чувство дёжевю. Я будто снова гляжу в лицо Мината. «Эти мальчики. Действительно лишь названные братья». «Чтож, видать, я очень рано подоспел», — вынес Баруто и тут же обнял Джирея за руку, кокетливо поглядев ему в глаза. «Синси, и в баре не найдётся чего-нибудь и для детей. Познакомимся друг с другом поближе». «Ну, посмотрим». Весело ответил Санин, едва не утонув в этих голубых глазах и повёл брата ученика в город. Илий, извращённый отшельник. Остался юлить Наруто. «Только не смей совращать моего старшего брата. Я тебе это в жизни не прощу». «Правда?» Восхитился Джирея рассказом мальчика. «Ага», — подтвердил Баруто, держа в руках стакан мохито. А потом Наруто ему говорит «Эй, ты, громилась железякой вместо мозгов, запиши себе в справочник новую информацию». «Человек, который однажды станет Хакаги, Шинобикона Хагакуры, Узумуке Наруто. Бросить такой вызов самому дьяволу тумана?» Восхитилась одна из прильнувших к Джирея девушек по имени Мумиджи. Этот мальчик сильно в себя верит. К Баруто подошла другая из девушек, Сусуки, и принялась массировать ему плечи, медленно приближая своё лицо к нему. «А тебе, юноша, не страшно было в такой момент?» «Эй, не надо, Аббасан!» — займялся мальчик. «Мне всего пятнадцать». Наруто же уже к наступлению темноты так вымотался, что уже обессиленно лежал на земле. Это реально сложнее, чем с водяным шаром. Он посмотрел на свои руки, которые едва мог поднять, так и не дрожали. «И у меня сильно болят руки и ноги». Так он тужился целыми днями и полночами, едва оставляя себе время на сон. Дни уже переросли в недели. Но мяч всё не лопался. Мальчик продолжал тратить ещё больше чакры, стараясь усилить вращение, но и это не помогало. А в руках всё больше увеличивалась боль. В один из таких злосчастных дней его рука не удержала в себе мяч, и тот просто выпал из него. «Блин, я каждый день делаю одно и то же снова и снова!» — проворчал он, прислонившись к дереву. «Это техника второго по сложности класса из шести. Ты не должен во всем зависеть от него. Как и от меня. Он во многом превосходит всех вас». Наруто поднялся и поднял мяч с земли. «Эй, Наруто!» — обратился к нему подошедший Джире, с которым был и Баруто. «Чего пришли?» — не очень дружелюбно встретил их младше последнего. Старший показал ему пакет. Проголодался небось. «А есть такое?» После небольшой трапезы, Наруто обратился к учителю. «Эй, извращённый отшельник! Вы не могли бы позаниматься со мной хоть немного?» «У меня на это нет времени», — прямо ответил Санин. «Я скоро должен вернуться в город». Наруто опущенным взглядом посмотрел на брата, но тот с сочувствием качнул головой. Санин это заметил. «Думай сам и ищи верное решение. Если не сможешь этого сделать сам, ты никогда не станешь сильнее. Я тебе уже сказал три недели назад», — добавил Баруто. «Ти не должен во всем зависеть от него. Ты ведь дал мне клятву там, в стране волн». «Вот именно», — отметил Джире. «Баруто мне уже всё рассказал. Так что не веди себя, как ребёнок. Ты ниндзя». Наруто молчал, прекрасно понимая их слова. Он натянутый улыбнулся. «Вы не могли не сказать мне такие слова. Я лишь хотел их услышать. Обещаю, я справлюсь». Ночью того дня Наруто лежал в гостинице, а Баруто протирал ему руки мокрым полотенцем. Их состояние оставляло желать лучшего. Как бы он окончательно рук не лишился, чёрт. Он не лопается, как бы я ни старался. Всё, что я делаю, только трачу чакру. К тому же, чем больше чакры я расходую, тем сильнее болят мои руки. Видимо, я должен позволить своей чакре разразиться, чтобы мяч лопнул. И тут Наруто осенило. Он тут же поднял мяч и вновь взялся за него руками. Я понял. Эта боль говорит мне, сколько чакры нужно высвободить. Если я доведу боль до предела... Он сделал так, как подумал. Он высвободил ещё больше чакры на вращении и вновь воздействовал её с мячом. Резина тут же растянулась и с одной стороны образовалась дыра, от которой мяч сдулся. Это был не тот результат, которого ожидали, но Наруто почти обрадовался. Тут и Джиро подоспел. А, вижу, ты, наконец, немного подрос. Наруто поддавил нарастающую радость. Да, но получилась лишь дыра. Он ещё не лопнул. В руках Санина было парно-фруктовое мороженое. Это тоже результат, ответил он, разломил десерт и протянул половину ученику. Вот. Я очень рад, что ты смог самостоятельно продвигаться так далеко. Наруто радостно ухватился зубами за мороженое. Неподалёку от них на ветке сидел Баруто со своим эскимой и испытывал гордость за младшего брата. А теперь позволь мне кое-что сделать, попросил Джиро, когда с мороженым было покончено. Э, и что же? Дай мне свою правую руку. Наруто сделал, как попросил учитель, и тот нарисовал на ладони маленькую спираль. Мальчик пристально поглядел на неё. Это что? Вам следует принять лекарство, а рычема Русама подметил Кабуто, наблюдая за корчившимся от боли сниным. Мне не нужно твоё бесполезное лекарство, сдержанно произнёс тот. Я сам его сделал. Оно немного облегчит вашу боль. Я и не думал, что эта боль будет настолько зловещей. Ну, это в конце концов проклятие третьего Хакаги, пояснил Кабуто, и Арчимару тут же прервал его. Оставь свои пояснения. Мне гораздо важнее, нашёл ли ты её? Да, нашёл. Она сейчас в городе под названием Танзаку. Город Танзаку? Понятно. Но она ведь одна из легендарной троицы, как и вы. Это будет не так просто. Арчимару лишь посмеялся. Самые сильные лекарства всегда горькие на вкус. Наруто удивлённо смотрел на метку, которую оставил ему Сонин. Тот стянул щиток со своей руки и показал мальчику ладонь. На ней была такая же отметка. И как мне эта отметка поможет? Уточнил Наруто. Ты ведь из тех, на кого орали в Академии за недостатка концентрации. Это уже не важно. Джиро достал чистый листок бумаги и показал мальчику. Взгляни-ка сюда. Наруто сделал, как он сказал и уставился на бумажку. Ну, смотрю. А теперь посмотри снова. Джиро что-то сделал с бумажкой и показал снова. Теперь Наруто увидел в середине маленькую спираль, такую же, что на руке учителя и которую он оставил на его собственной. Мальчик уставился на неё. И к чему это? Спросил он через несколько секунд. Долго объяснять не нужно. Ты когда смотришь на чистый белый лист, то смотришь на него целиком, верно? Ну, да. А куда ты смотришь теперь, когда я показываю его? Наруто начал потихоньку понимать. Наверняка, ты сосредоточил свой взгляд на этой точке, продолжил Джиро, легко подловив его. Когда человек смотрит на чистый лист бумаги, он не знает, куда смотреть, и его взгляд блуждает. Но если поставить точку, взгляд человека сконцентрируется только в этой зоне. Он сфокусируется на этой точке. Но на доже, оценил Баруто, специально встав рядом с Наруто, чтобы послушать. Когда человек концентрируется на чём-то, продолжил объяснять Синин, его разум становится устойчивым, и он способен высвободить невероятную силу. Когда ты проделал Диру в мече, ты накопил столько чакр в своей руке, сколько смог. Так и есть. Когда концентрируешься, ты высвобождаешь больше силы. Но без отметки, вроде этой, ты не можешь сконцентрироваться. Это то, что нужно сделать. Слушай внимательно, когда ты пытаешься накопить чакру в ладони, старайся сконцентрироваться на этой отметке. То есть без отметки никак не сконцентрироваться. Уточнил больше про себя Баруто и образовал Росинган в руке. Джиро заинтересованно уставился на это дело. Ты умеешь так легко создавать Росинган, но ничего не знал о концентрации. Поинтересовался он у мальчика, и тот развеял технику. Ну, ставить отметку не приходилось, признался он. У меня это как-то легко вышло. Да. И за сколько дней? Ну, вроде бы недели. На доже. Недели. Восхитился Джиро, схватив Баруто за плечи и повернув его к младшему, насмешливо произнес. Чтож, Наруто, похоже, даже со своим старшим ты не скоро сравнишься. Баруто не оценил такой выход. Или, Сенси, может, не стоит. Ну, погодите. Поддался Наруто на провокацию. Мне не потребуется на это трех лет. И мальчик продолжил тренировку с мячами. Он и заметить не успел, как возле него лежало уже пять сдутых резин. «Сконцентрироваться», — приказал он себе. Мяч завихрился у него в руках и тоже сдулся. Мальчик кинул его к остальным и взялся за новый. Баруто с Джиро тем временем, разделившись, ходили по городу, спрашивая всех, кто, вероятно, видел достаточно людей. Но ни одному, ни другому как-то не везло в поисках. Высматривая тех, кто походит на игроков. Баруто старался следовать такому указанию. Так прошли еще два дня. Но поиски и тренировки не спешили увенчаться успехом. Джиро купил для Наруто еще мячей и снова покинул его. «Наруто, ты должен сделать это сам», — думал он, уходя. «У тебя достаточно потенциала, чтобы стать, как твой отец. Разгадая секрет сам, Баруто зашел в один из баров, где надеялся выведать информацию о женщине, похожей на Цунаде. Я видел ее», — сказал один из постояльцев, приняв на себя внимание мальчика. «Простите, что не могу угостить вас выпивкой», — извинился тот, подойдя к нему, чтобы расспросить поподробнее. Мужчина лишь усмехнулся. «Это и ни к чему. Благодаря ее фортуне, я теперь при деньгах. Чего еще ожидать от легендарной неудачницы?» «Это похоже на нее», — молча усмехнулся Баруто. «Адзи-сан, вы не скажете, куда она могла пойти?» Она сказала мне. Мужчина вдруг призадумался. «Малец, за информацию все-таки положено платить. И сколько же вы желаете?» — уверенно спросил Баруто. Продолжая ходить по улицам, Джиро решил заглянуть в Таджибар, не зная, что там уже Баруто, и вошел внутрь. «Нет!» «Нет!» — кричал какой-то мужчина, сидевший за одним из столов и схватившийся за голову. На столе лежали карты, а напротив него самого сидел Баруто, притягивающий к себе чемодан. «Голова блестит, а в голове свистит», — произнес он с довольным видом. «Вы с Барменом успели расплатиться?» «Эй!» — мужчина осекся и опустил голову. «Нет!» «Тогда я расплачусь за вас!» — пообещал Баруто. «Вы только ответьте мне, где Цунадзи Химисма?» Програвший перестал мяться. Она сказала, что собирался заглянуть в одно место. На вершине одного из склонов, возвышающимся над городом Танзаку, стояли двое шиноби. «Город Танзаку», — сказал Кабута. «Здесь сейчас одна из легендарной троицы. Цунадзи Сама. Наконец-то я смогу сделать что-то с руками», — ответил Рачимару. «Это будет непросто. Это лекарство может оказаться еще более горькой». «Ничего». Баруто с Джирайю двигались по улице, не испытывая ни капли стыда. «Эй!» — заулел вслед уходящему Баруто проигравшего мужчина, когда мальчик, получив от него информацию, двинулся в освояси. «А как же оплата? Я ведь несовершеннолетний!» С усмешкой ответил тот, перекинув чемодан с деньгами себе на плечо. «Неужто вы думали, что Бармен примет от меня деньги за бухло? Хотите, чтоб у мужика были неприятности? Как же так?» Джирайсен Си обратил с оборота с намеком к старику. «Может, вы поможете?» Внушительный вид чемодана сильно уж соблазнил того, и он ответил. «Я пусть и получил от него то, что хотел, но ведь не лично. Так что я ему ничего не должен». «Не повезло». Джирайсен Си посмотрел на чемодан, перекинутый Баруто через плечо. «Это те деньги, что Цунади проиграла достопочтенному Сизусану? Плюсы его собственные, которые он выиграл ранее», — с ухмылкой ответил мальчик. «Я не знал, что умеешь играть». «Не поверите, но я тоже этого не знал. Этот профессионал проиграл насквозь зеленому новичку». «О! Зовите-ка лучше Наруто, Сенсей. Я пока пойду навстречу к Цунади Само». Джирайсен Си понял, что хотя бы часть содержимого чемодана ему не получить. Наруто потратил так много чакры на попытку лопнуть мяч в клочья, что в конце концов вымотался, параллельно с этим испытывая невыносимую боль в руках. «Я должен сделать это». Подул ветер, и мальчику ко лбу прилетел маленький листик. Он вспомнил слова и руки Сенсей со времен Академии. «Это старинный метод концентрации на простом листе, не отвлекаясь. Только те, кто усердно работают над своей концентрацией, могут стать сильными ниндзя. Отсюда ведет свое происхождение эмблемы скрытого листа на головном протекторе». Наруто присмотрелся к спирали на ладони. «Это ведь то же самое, понял и поднялся с земли, на которой лежал ничком. Если бы я слушал руку Сенсей больше. Какой же я дурак!» Он промочил палец слюной и растер спираль так, чтобы получилась эмблема скрытого листа. «Да! Судя по моим действиям, ничего не изменится!» «Чтож! Сделаю это!» Он снова взялся за мяч и сосредоточился. «Концентрации, кроме шуток!» Удивился Баруто. «Да, так и есть!» Подтвердил владелец пенбалза. «Семь раз подряд выиграла!» «У нас тут редко, кого посещает такая фортуна!» «Легендарную неудачницу сопутствовала такая удача!» «И именно в этом месте!» «То-то мне от этого неспокойно!» «Эй, парень, а не хочешь сам сыграть?» «У нас есть варианты для несовершеннолетних!» «Простите, Адзисама, но сейчас...» «Оборвал его Баруто!» «Мне нужно скорее отыскать ее!» «И мальчика, как не бывало!» Баруто двигался быстрым шагом по улице в том направлении, куда, по указанию владельца, пошла недавно выигравшая Цунади. «Что-то не так!» «Я это чувствую!» «Его взгляд направился куда-то в сторону!» «Ха!» «А замок Танзаку действительно величественный!» «Это давящее чувство!» «Нет!» «Почему он здесь?» «Я должен скорее отыскать Цунади Само!» «Концентрация!» «Концентрация!» «Наруто вдруг почувствовал прилив чакры!» «Она целиком сфокусировалась на одной точке!» «Сейчас!» «Наруто тут же принялся многократно ударять по мячу правой рукой со всех сторон, двигая руку с неимоверной скоростью!» «Не прошло и пяти секунд, как мяч взорвался с мощью хорошей гранаты!» «С такой мощью, что Наруто буквально откинул из той точки, и мальчик покатился по земле!» «Крыша замка вдруг подорвалась и обвалилась!» Баруто со сжатым сердцем завис и посмотрел на это дело. «Нет!» Он побежал дальше по дороге вдоль стен разрушаемого замка и тут же увидел двух женщин, что тоже стали свидетелями данного события. «Неужели, это...» Джиро подоспел в тот момент, когда Наруто отправился в свободный прокат по земле от своей же взрывной волны, чтобы подхватить мальчика. Он обратил внимание на его руку, которая выглядела крайне потрепанной и даже слегка дымилась. «Вот он дает!» Он накопил столько чакры в точке, что она практически обожгла ему руки. На лице Санина образовалась гордая улыбка. Этот молец полон неожиданностей. Наруто с трудом повернул голову, чтобы на полных правах поглядеть учителю в глаза. «Вторая ступень...» «Пройдена!» «Да, так и есть», — согласился Джиро. «Пора переходить к третьей...» «Не сейчас...» «Мы должны встретиться с Цунади...» «Перед двумя женщинами и подоспевшим к ним Баруто возвысилась гигантская змея, на голове которой стояли двое человек. Один из них был хорошо известен всем троим свидетелям. Арчимару!» «Напряженно воскликнула Цунади...» Змейный Санин довольно засмеялся. «Я нашел тебя...» «Ты, видать, в дурном настроении...» Заметил Джиро, когда они с Наруто собрались покидать место тренировок. «Потому что моя тренировка еще не закончена...» Проворчал мальчик. «Я ведь прошел только две ступени, а их три...» «Скажи, а твой брат еще не намучился с твоим упрямством?» Устало спросил старик. «Или эта тренировка для тебя важнее, чем исцеление твоих товарищей и наставника?» Это был сильный вопрос. Наруто тут же замолчал. Джиро, поглядев на него, вздохнул. «Третью ты можешь начать проходить, когда мы пойдем. Правда?» Тут же вдохновился Наруто, но осекся, когда учитель стал надувать обычный шарик и бросил ему. А тоже обычный шар. Джиро надул еще один. «Первой ступенью было вращение», — пояснил он. «Второй — сила. А вот это третья». Он поднял руку с надутым шариком. И больше ничего. Наруто напряг зрение, боясь моргнуть, но это было ни к чему, ничего не происходило. Шар так и остался в руке Джиро, даже не растянулся. Наконец, мальчик вспылил. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «И что я должен увидеть?» Джиро лишь усмехнулся. «Выглядит, будто я просто держу шар в руке. Однако...» Он сделал нагнетающую паузу. «Однако...» — переспросил Наруто. «Ничего не происходит. Сейчас я покажу тебе это в левой руке, без шара». Джиро показал пустую руку. «Гляди, что происходит внутри шара». Через мгновение в руке учителя завертелся идеальный рассинган. Наруто округлил глаза, узрев это дело. Чакра в руке учителя хаотично вращалась с невероятной скоростью и при этом идеально сохранял форму надутого шарика. И он даже не колебался. И это сейчас творится внутри шарика. Изумленно спросил Наруто. И шарик даже не шевелится. «Очень похоже на... маленький тайфун, верно?» Закончил за него Джиро, когда он замялся в конце. «Да, именно это и происходит в моей правой руке внутри шарика. Вот это да! Он вращает так много чакры, но шарик совсем не движется. К тому же и вращение невероятно быстрое. Сразу видно, это требует больше силы, чем лопнуть резиновый мяч». «Слушай внимательно», — продолжил учитель. «При формировании полноценного Рассенгана, ты должен на все сто использовать свои способности, приобретенные на первых двух ступенях, и объединить их. Другими словами, ты должен удерживать вращение и силу чакры на максимуме, создав внутри шара еще один шар, и сдерживать чакру так, чтобы она не выходила за границы твоего шара. Значит, мне нужно с теми же силой и вращением сделать так, чтобы шарик не лопнул, правильно? Водушевленно уточнил Наруто. Начинаешь лавливать. Вот только... для чего это нужно? Сейчас увидишь». Джиро окинул ученику свой шарик и подошел к ближайшему дереву. «Смотри. Вот, что ты можешь, когда освоил первые две ступени». Он приготовил ладонь, словно для удара, и в ней завихрилась чакра, которой старик тут же и ударил по стволу, оставляя на ней вмятую спираль. «Ого!» — поразился увиденным Наруто. «А вот, что сможешь, при освоении третьей ступени», — сказал Джиро, формируя в руке полноценный Росинган, один удар которого в момент выбил из ствола хороший кусок. И чем глубже Росинган входил в древесину, тем больше расширялась зона удара уже внутри ствола. «Ничего себе!» — воскликнул Наруто. «Сила вращения увеличивается, а мощь не рассеивается и концентрируется в одном месте. Тем самым разрушительная сила будет увеличиваться», — подчеркнул Джиро. «Наруто убрал его шар в карман и взялся за свой. Так. Попробую». Он почувствовал прилив чакры, которую сконцентрировал внутри шарика. После чего принялся ударять по нему второй рукой со всех сторон. «Теперь удержать». Но напор чакры взял вверх, и шарик лопнул. «Используя на максимум силу и вращение, удержи их», — напомнил Джиро. «Да, теперь я понимаю. Тут нужен полный контроль над каждой частичкой своей силы», — понял Наруто. «Это уже совсем другой уровень. Продолжишь практику по пути». Баруто выяснил, где сейчас Цунади. «Мы должны встретить их. Нет никакой гарантии, что она не скоро покинет этот город». Понял. Перед Цунади с ее спутницей, Шизуне, встали Арачимару с Кабута. Между дуэтами нависло такое напряжение, что успевший вовремя затаиться Баруто едва осмеливался и даже пошевелиться, наблюдая за этим со стороны. «Давно не виделись», — Арачимару, — как можно спокойнее произнесла Цунади. «Хорошо, что я тебя нашел», — не оставил ее без ответа бывший товарищ. «И зачем же я тебе понадобилась? Надеюсь, не для того, чтобы поболтать о былых временах. Чтож, это тоже было бы кстати. Но сейчас у меня к тебе одна маленькая просьба». Цунади обратила внимание на состояние Арачимару. Учащенное сердцебиение, судя по лицу, у него еще и сильный жар. «Какой-то он действительно утомленный. А его руки? Вы, должно быть», — вмешался Кабута, — уже догадались, Цунади само. «Попросите кого-нибудь другого», — твердо ответила женщина. «Я забросила медицину». «Что-что?» — удивился Баруто, оставаясь в укрытии. «Мы не можем этого сделать», — продолжал настаивать Кабута. «Вы уже видите, насколько серьезно эта рана. Только вы можете его вылечить». Одна из троицы санинов, завоевавшая славу специалиста в медицине. Цунади хими. «Больше никто не сможет. Даже, если бы захотел». Вышел из укрытия Баруто, ставя ударение на последнее слово. «Мината». Невольно пронеслось в голове Цунади. Мальчик встал между ней и Арочимару, стараясь держаться поближе к женщине. Увидев его, Арочимару почти даже обрадовался. «Так и ты тоже здесь, Баруто-кун. Тебе стоило бы дальше оставаться в укрытии. Ведь как я тебе сказал еще тогда мы с тобой оба не можем убить друг друга». «Объяснит Цунади, почему?» Спросил он с явным намеком. Баруто напрягся, едва не выдавая этого. «Только посмей попробовать, старая змея, и мне больше нечего будет терять». «Еще тогда?» Переспросила Цунади. «Это когда же?» Судя по рукам, это что-то необычное. Явно какая-то техника проклятия во что же ты вляпался. Арочимару лишь хмыкнул, не давая Баруто ответить за него. «Да ни во что. Я просто убил Хирузена-сенсия. Третьего Хакаги?» Остолбенела Шизони. «К сожалению, это правда», — подтвердил Баруто. «Чтобы победить его во время нападения на Канаху, устроенного им же самим, старику третьему, пришлось прибегнуть к призыву Бога Смерти». «Бог Смерти?» «Но из-за недостатка сил старика, из души Арочимару удалось запечатать только руки», — завершил Баруто объяснять. Цунади едва сдерживала нарастающий гнев. «Ты, действительно». Арочимару продолжал спокойно улыбаться. «Этого не следует пугаться. В конце концов, все живое когда-нибудь умирает. И с людьми это тоже происходит». Последнее прозвучало к лицу Ниди, как намек. «Понимаешь, о чем я говорю?» Баруто почувствовал напряжение со стороны обеих женщин за спиной. В этот момент ему не хотелось бы видеть их лица. «Так как ты позволила двоим, любящим тебя людям, однажды умереть», — закончил Арочимару более безжалостно, чем начал. Между двумя группами снова нависла напрягающая тишина. «Двоим любящим людям?» — подумал Кабута. «Он что, целенаправленно провоцирует Цунади?» Пронеслось в голове Баруто. «Понятно. У него появился ужасающий план. Арочимару вдруг засмеялся, вгоняя троих недругов в смятение. Именно. Их смерти были ужасны. Мерзавец!» Воскликнула вдруг ваша зуне, выступив вперед и игнорируя Баруто, и подняла рукав, обнажая наручный метатель синбонов. Баруто, осозав, что сейчас будет, кинулся в сторону, дабы не попасть под горячее, а брюнетка натянула струны и выпустила иглы точно в Арочимару. Перед тем выступил Кабута, отразив снаряды кунами рукой поймав последний. «Яд!» — напряженно подумал он, заметив капли на конце иглы. «Теперь понятно. Прочь с дороги!» Не успокоилась Шизуне, бросаясь вперед, явно намереваясь убить Арочимару, и Кабута явно тоже не поздоровится, если встанет у нее на пути. Она быстрая. Но парень не собирался отступать и бросился навстречу женщине. «Я не позволю тебе!» — крикнул он, готовясь отразить удар, но... «Стой, Шизуне!» — раздался голос Цунади, а удар противников заблокировал возникшую между ними Барута, задержав женщину рукой, а в сторону Кабута вытянув Катану. «У нее хорошая и сопровождающая», — подумал Якуша, изучая женщину глазами. «Не остановить Цунади сам и ее, и она бы меня точно убила!» «А Барута все такой же быстрый, пусть и родственник», — наскоро произнес Барута, обращаясь к Шизуне, но покойный не стоит таких нервов. «Нужно думать о живых!» — так мне сказал старик Третий перед смертью. «Неужели...» — озадачилась Шизуне. «Он знает?» Они с мальчиком отпрыгнули от Кабута и встали рядом с Цунади. Брюнетка очень удивлялась тому, насколько прикосновения руки мальчика, которого только встретила, успокаивающе на нее действуют. Цунади, что за это мгновение даже не двинулась, произнесла Арачимару. «Ты такой же, как и прежде!» Она натянута улыбнулась и зажмурилась до мешков под глазами «Ты ведь прекрасно знаешь меня, верно?» «Хватит дурачиться!» Арачимар улыбался отнюдь не натянута, в отличие от нее. Вокруг снова нависла тишина. Шизуне краем глаза посмотрела на Барута, что находился опасно близко к Цунади и поспешила аккуратно отвести его чуточку дальше от нее. Мальчик даже не противился. Словно дождавшись, когда он не исчезнет, как минимум, с поля ее зрения, с лица женщины Снина улыбка тут же исчезла, и она из-за всех сил ударила кулаком по стене позади себя. Камни тут же раскололись и рассыпались. «Вот это женщина!» Восхитился Барута. «Она сильная!» «И устрашающая!» «Держу пари!» Она единственная такая напряженно подумал как будто. Джиро замер и заметил, что-то Барута не спешит нас встречать. В руках Наруто лопнул еще один шарик, и вырвавшийся поток чакры свалил мальчика с ног. «Эй, Наруто, сейчас не время валяться на земле. Твой брат сильно задерживается в поисках, который решил продолжить без меня. Как бы с ним ни случилось чего!» «О нем не беспокойтесь, спокойно, но все равно волнуясь», — ответила Наруто. Он сражался с самим Рычимару и остался целехонький. «Он не пропадет!» «Возможно, не стал спорить Джиро. Но ты знаешь, Цунаде крайне несдержанная и нетерпеливая. Если Барута и встретил ее и просто задерживает, надолго его может не хватать. К тому же у меня какое-то дурное предчувствие. Мы пришли не драться», — заверил Кабута. «Мы пришли поговорить. Поговоришь со мной, Кабута», — ответил Барута, указывая на него катаной. «Ты с какой целью втирался нам вдове и в экзаменах на Чунина?» «Малец», — прервала его Цунаде. «Кто бы ты ни был, но помолчи немного». «Так вы пришли поговорить?» «Да», — ответил Кабута. «Не смешите меня», — рявкнула женщина. «Я уже говорила вам, убирайтесь с глаз моих. Мы не можем этого сделать», — настаивал Кабута, пока Арачимару продолжал молчать. «Проваливайте», — продолжала их гнать Цунаде. «Только вы можете вылечить руки Арачимару Сума. Проваливайте. Мы не оставим это дело без благодарностей», — продолжал настаивать Кабута. «Мы отплатим. Вы должны убраться, пока я отчитываю от пяти», — предупредила Цунаде. «Иначе я избавляюсь от вас». «Эта женщина точно не шутит», — подумал Барута. «Ей дай волю, и она от кого угодно избавиться». «Одно успокаивает она не на его стороне». «А Канухе такой человек точно необходим, прошу, успокойтесь», — попытался утихомирить ее Кабута. «Это будет честная сделка». «Пять», — не слушала его Цунаде. «Четыре», — противники, похоже, уже ощутили безысходность положений. Даже Арачимару изменился в лице. «Три», «два», — Шизуни снова приготовила наручное устройство, а Барута принял атакующую позицию. «Один». Цунаде тут же ринулась в сторону ниндзя-звука, опережая Барута в скорости. «Я могу вернуть твоих младшего брата и возлюбленного», — тут же с полным спокойствием в голосе предложил Арачимару, заставив ее замереть на месте. Вслед за нею замерли и Барута с Шизуни. «Вернуть их?» — мысленно переспросил Барута, и перед его глазами предстали воскрешенные Хакаги. «Нет. Только не говорите, что он обещает именно это. Я доработал технику твоего двоюродного деда», — объяснил Арачимару. «С этим я и выполню обещание». Между группами снова нависла тишина. По лицу Цунаде уже было видно, насколько она неравнодушна к этой идее. Арачимару это хорошо заметил. «Судя по тому, что ты еще не избавилась от нас, ты подумаешь на этим?» Барута осторожно приблизился к женщине и осторожно взял ее за руку, надеясь на то, что это как-то успокоит ее. «Цунаде сама, я, помолчи. Понимаю, что вы чувствуете, молчи», — говорю. «Но этот обманщик уже вернул ваших родного и двоюродного дедов, рискуя», — завершил Барута. Он использовал их в сражении со стариком Херузеном, отчего тому и пришлось использовать шинигами. Цунаде округлила глаза от услышанного. «Вот и конец возможной сделки», — подумал Кабута. «Да, был у нас такой мальчишка», — проворчал Чохан, ставочник в притоне, куда, по словам Созу, Цунаде недавно заходила. Спрашивал про легендарную неудачницу, что недавно проигралась здесь. «Она и здесь проигралась?» — вздохнул Джире. «И куда вы его направили?» «Я бы сказал. Но этот пацан обыграл нас до нитки. Барута и здесь выиграл?» — удивился Наруто. «Вот именно. Так что бесплатную информацию вы не получите». Ставочник кинул кости в горшок, потряс и закрыл сверху. «Выиграете, я отвечу. Проиграете, выплатите тысячу рю. Вы издеваетесь?» — возмутился Наруто. «Нам нужно искать моего брата. У вас есть братья, господа». «Тише, Наруто», — утихомирил его Джире. «Продолжай тренировку, а я разберусь». Он подошел к Чоахуну и сел напротив него. «Четное число Чо», — продиктовал тот. «Нечетный Хан. Итак. Чтож», — подумал Джире. «Мне сейчас ровно пятьдесят. Значит, Чо?» «Если Хан я выиграл», — ответил Ставочник и медленно поднял горшок. Едва кости открылись, как Джире и уже заметил кости. «Проклятие!» «Два и пять. Хан!» Наруто в это время снова взялся за шарик, но тот тоже лопнул, выпустив такой вихрь, что всех людей повалило навзничь. И этот самый вихрь потолкнул и кости на полу, перевернув их к совсем другому результату. «Так, теперь два и четыре. Отличная работа, Наруто хихи!» Показанно усмехнулся он. «По всей видимости, я выиграл». Вскоре Джире и с Наруто выходили из пенбалзала, где недавно побывала в Цуннаде, а затем и Баруто. «Где же их теперь искать?» Наруто, надувая новый шарик, вертел головой и увидел небольшую будку с вывеской лотереи фортуны. За прилавком сидела старая женщина, что дружелюбно улыбалась и манила рукой, глядя точно на него. Наруто, на всякий случай, огляделся, дабы убедиться, что зовут его, и подошел. «Лотерея фортуны». Удивился Джире, заметив, куда Наруто свернул. «Взрослые дети любят лотереи фортуны», — проговорила старушка и показала билетик. «Ты узнаешь результат сразу же. Берешь?» Наруто не стал отказываться, и через мгновение вырезанное из истории он держал в руках битком набитого гамачана. «Все же ты симпатичен, когда полный?» «Он выиграл спервой жил лотерея, не мог поверить Джире». «У этих мальчиков фортуны в самой крови. Они действительно приемные братья. Впрочем, дар Наруто к техникам не очень хорош. Забудем сейчас об этом. Куда же ушла Цунади? И куда исчез Баруто? «Долго мы еще будем по городу шататься, извращенный отшельник?» Спросил Наруто, перестав радоваться полноте гамачана. «Может, стоит осмотреть город сверху?» «Точно!» — согласился Джире. «Похоже, выбор действительно невелик. В этом городе есть большой замок. Если забраться на него, то...» Наруто быстро понял, что прервало мысли учителя, когда тоже посмотрел наверх. «Что? А где замок?» Тем временем между группами ниндзя-листа и ниндзя-звука продолжала висеть тишина. Даже после слов Баруто о том, что Арачимару сделал спокойными дедами Цунади, женщина не спешила отказываться от его предложения. «Наваки! Дан, ты ведь хочешь увидеть их, Цунади?» Спросил Арачимару. Цунади вышла из размышлений о любимых людях и, вернувшись в реальность, обратилась к нему. «Что ты сделаешь, если я вылечу твои руки?» «Я не люблю лгать», — ответил Арачимару. «Так что скажу честное прямо. Я получу то, что мне нужно, а потом...» «Уничтожу деревню скрытого листа». Перед глазами путников предстали руины. «Что здесь произошло?» — недоумевал Наруто. «Надеюсь, эта Цунади так разбушевалась», — ответил Джиро и даже без иронии в голосе. «Помогите!» — раздалось со стороны, и мимо старика с мальчиком пробежала толпа испуганных людей. «Эй!» — позвалась Джиро. «Что там произошло?» — из толпы отделился самый ненапуганный. «Скорей бегите отсюда!» — крикнул он им. «Там, в замке, чудовище. Чудовище. Такая здоровенная змея!» — пояснил мужчина. «Это она разрушила замок. Больше он ничего не сказал и поспешил убраться из опасного места. Наруто призадумался. «Гигантская змея? Мне как-то раз пришлось сражаться с такой же змеей в деревне. Неужели?» «Нужно поспешить, Наруто», — сказал Джиро. «Нет сомнений, что это та самая змея, о которой ты говоришь». «Сомневаюсь», — ответил Наруто, побежав вслед за учителем. «Я ведь ее буквально в клочья разорвал. Разрушит деревню листа?» — напряженно переспросила Шизони. Баруто краем глаза посмотрел на Цунади и удивился, увидев ее лицо. Женщина была словно подавлена, а в глазах царила такая тоска. «Каков ваш ответ?» — поинтересовался Кабута. Но Цунади не спешила отвечать. «Цунади-самы!» — грустно подумал Баруто. «Разве эти двое вам дороже целой деревня? Даже несмотря на то, что я сказал о ваших дедах?» «Цунади-самы!» — прикрикнула Шизуне, возвращая спутницу в сознание. «Не верьте им! Вы же слышали, что этот мальчик сказал о ваших дедах, которых выставили против третьего. «Думаете, ваш брат и мой дядя хотели бы этого? Их желание? Ваше желание? Неужели вы забыли?» Цунади продолжала молчать, а Баруто не пешил вмешиваться. «Я понимаю, что вы чувствуете?» — продолжала Шизуне. «Но вы понимаете, какова реальность? Прошу, придите в себя!» «Замолчи!» — рявкнула Цунади, и Шизуне шокированно умолкла. Снова нависла тишина. Даже Баруто продолжал молчать и не смотреть ни на женщин, ни на врагов напротив. А Рачимару, казалось, даже не обращал внимания на его присутствие. Оно было целиком обращено на Цунади. «Вы можете не спешить с ответом», — заговорил, наконец, Кабуто. «Мы готовы подождать его в течение недели. К тому же эта запрещенная техника требует жертв. Так что советую приготовить для себя двоих. Может, используете двоих из той пятерки?» Злобно предложил Баруто. «Все равно этот змей даже своих не жалеет. Мы бы рады, Баруто кон», — ответил шпион. «Но это ведь ее выбор. Знаешь закон равноценного обмена?» Баруто оскалился, но ничего не ответил. Шизуне снова вмешалась. Цунади сама. «Давайте прикончим их на месте. Это ведь прекрасная возможность. Их текущим положением можно воспользоваться». Она осеклась, когда увидела лицо Цунади. Та за все это время даже голову так и не подняла. А Рачимару Кайкак поднял руку и так укусил себя за палец, что даже кровь капнула. Цунади задрожала. «Да, верно, я слаб», — произнес змейный Санин, показывая пятно крови на забинтованном пальце. «Ну и нам известна слабость Цунади». Женщина продолжала дрожать. Ее руки схватились за висевшее на груди ожерелье. «Ну точно», — подумала Шизуне. «Раз он ее бывший товарищ по команде, то тоже знает об этом. Ты все равно боишься этого», — продолжил Рачимару. «Боишься крови. Гемофобия?» Удивился Барута. «Я не знал об этом. Уходим, кабуто». Рачимару повернулся и собрался уходить, но ненадолго остановился. «Цунади, я ожидаю от тебя положительного ответа». После этого оба ниндзя звукоритировались с места переговоров. Цунади продолжала приходить в себя. Барута подошел к ней и спокойно взял за руку. «Цунади, самы. Я тоже понимаю ваши чувства. На моих руках тоже умирали люди, которые были мне небезразличны. Если бы я только мог, я бы все отдал, но и нужны деревни. Есть те, кто ищет вас и ждет вашего возвращения». Он убрал руку и тоже собрался уходить. «Я оставлю вас. А вы как следует подумайте». Джиро с Наруто продолжила приближаться к месту разрушения, когда перед ними возник Барута. «Барута!» Обрадовался младший брат. Наконец-то снова показался. «Ты нашел Цунади?» Сразу спросил Джиро. «Где она?» «Я с этим и пришел», — ответил Барута. «У нас проблемы». К вечеру старик и двое мальчиков ходили по улице города, обдумывая услышанное. «Чертов Рачимару!» — ворчал Джиро. «Добрался до нее первым». «Уговорить ее вернуться в деревню будет теперь сложнее». «Да, всегда на шаг впереди нас», — согласился Наруто. «Он действительно змея». «Эй, Барута!» «Куда она ушла после этого разговора?» «Ты не проследил». «Не волнуйтесь, Сенси, я Сенсор». Барута остановился перед входом в бар. «Она там». Наруто пристально присмотрелся к месту. «Она с Барута туда впустит. Мы ведь еще дети». «Ладно тебе», — усмехнулся Джиро. «Вы ведь не будете пить. Так хоть закусок поедите». «Ну, не будем терять времени», — поторопил Барута. «Как бы Цунади не успела надумать чего-нибудь не того». «Верно», — согласился Джиро и двинулся ко входу. Как только он пересек порог, то у самой дальней стены заведения тут же и увидел знакомое лицо. «Ну, а вот и она». «Цунади». Женщина заметила его и вскочила. «Джиро, откуда ты здесь? Наконец-то я тебя нашел». Джиро двинулся к ее столику. «Как я устал, черт возьми». Наруто замер на месте, присматриваясь к лицу женщины. Наконец, вся компания собралась за столом. Шизуни присмотрелась к Джиро. «За один день мы встретили двух бывших товарищей по команде Цунади. Она перевела взгляд на мальчиков. Это ведь тот мальчишка, что был там, когда мы встретили Арачимару. Наверняка, он все им рассказал. «Ну кто же второй?» «Они так похожи». Мальчики попивали из своих стаканов мохиты и не спешили заводить разговор. Им принесли вяленые рыбки, и те начали с удовольствием жевать. Цунади отпила из чашечки и повесила голову. «Что за день сегодня?» Проворчала она. «Как-то многовато встреч со знакомыми». Джиро налил ей в чашечку остатки из кувшинчика. «Полагаю, предложение Арачимару еще в силе?» Спросил он с пониманием. Женщины не стали удивляться его знаниям. Присутствие Баруто уже все объясняло. Цунади достала из-за пазухи колоду карт и принялась перетасовывать их. Поняв, что к чему, Джиро отодвинула свою тарелку в сторону. Женщина положила колоду на стол. «Что ты хочешь от меня?» Джиро разделил колоды на равные половины. «Перейду к делу». Он по-своему перетасовал отдельные колоды, сложив целую и положил на стол. «Цунади, деревня просит тебя стать пятой Хакаги». Все впали в шок от такого заявления. «Даже присутствующие давно с ними свинья забыла о своей миске». «Пюх!» «Только и смогла издать она. Пятой Хакаги?» Мысленно переспросил Наруто. «Как неожиданно!» «Я как-то и не подумал, подумал, Баруто». Цунади отделила Джиро из себе по пять карт. «Тот взял свои. Ты ведь слышала про Херузена Сенсия?» «Так это правда!» Загрустила Шизуни. Цунади взялась за свои карты. Арачимар убил его. Он мне сам сказал. «Так, стоп!» Не стерпел Наруто и вскочил. «Арачимару ведь ваш бывший товарищ так?» «Что же все-таки происходит?» «Кто этот пацан?» Поинтересовалась Цунади. «Узумуки Наруто», — ответил Джиро и так прямо, словно указывал на что-то. И Цунади было прекрасно ясно, на что. «Тот мальчишка джинчурики!» «Минато!» «Секундочку!» Наруто ударил по столу. «Вы не ответили на мой вопрос. Если вы бывший товарищ Сарачимару, почему вы с ним ничего не сделаете, извращенный отшельник? И что вы имеете в виду, говоря, что это особо должна стать пятой Хакаги? Перестань уже верещать, идиот!» Потерял терпение Баруто. «Заебал уже изрядно. Можешь помолчать чуть менее, чем Вечность?» «Послушайся своего брата, Наруто», — попросил Джиро. «Но...» Продолжил было Наруто, но осекся, словив взгляд учителя. «Просто помолчи. Это было достаточно, чтобы Наруто наконец умолк и уселся обратно». Баруто, пытаясь успокоить его, положил руку на плечо. «Я скажу еще раз», — сказал Джиро, рассматривая свои карты, и заменил три из них новыми. «Цунади, деревня просит тебя стать пятой Хакаги. Так как в твой ответ? Берешься за работу?» За столом нависла тишина. Даже разговоры прочих посетителей заведения до них не долетали. Цунади долго-долго рассматривала свои карты, думая совсем не о них. «Я могу вернуть твоих младшего брата и возлюбленного». Он использовал их в сражении со стариком Херузеном. «Я уничтожу деревню из скрытого листа». Перед глазами женщины предстала деревня, которую охватывает уничтожающее пламя. «Что ты ответишь, Цунади?» Снова спросил Джиро после долгих минут молчания. Наруто от непонимания происходящего был готов уже совсем крышей поехать, и лишь объятия Баруто мешали ему это сделать. «Цунади бросила карты на стол. Это невозможно», — ответила она. «Я отказываюсь». Ну и но вздохнул Баруто. Наруто сам был в шоке от такого ответа. Джиро лишь ухмыльнулся, словно услышал что-то пустяковое. «Я помню этот разговор. Я тогда попросил тебя свидания. Но ты ответила отказом и отвергла меня. Объятия Баруто перестали действовать, и Наруто вырвался из них. О чем вы тут говорите? Извращенный отшельник, вы ведь говорили, что мы должны доставить эту женщину в деревню, чтобы она вылечила Саския Сенси и Кокоша. А теперь просите ее стать пятой Хакаги. Что происходит? Тебе надо язык укоротить, вот что происходит». Безысходно вздохнул Баруто, борясь с желанием вырубить недоноска, чтобы умолк до утра. Шизуни с сожалением посмотрела на Цунади. Цунади-самы. «Неужели, вы решили принять предложение Арачимару? Извращенный отшельник, может, объясните уже, пока я окончательно не свихнулся?» «Угомонись», — кинул Джире. «Только Цунади способна стать пятой Хакаги. Во время жестокой войны она внесла огромный вклад в победу Листа, если такое можно сказать про империалистические войны. Ее боевые и медицинские способности не имеют аналогов. К тому же она внучка первого Хакаги. В сочетании с ее способностями и достижениями, это делает ее наиболее подходящей на место Хакаги. Если она займет этот пост, то ей придется вернуться в деревню. И тогда она сможет вылечить тех, кого ты упомянул». Более того, это решение было принято советниками Канохи. «Это не то, что такое генин, как ты должен критиковать. Только не говорите, что решение приняли те самые советники, что решили убить Хиза Шисама, чтобы отдать его тело вероломному облаку, и чтобы не отдавать им тело его брата с тайнами Бьякагана», — хмуро попросил Наруто. Цунади усмехнулась. «Джире, похоже, твой нынешний ученик более невежественен, глупо вздорен, чем предыдущий. Даже лицом не уступает». «Чего?» — возмутился Наруто в своей манере. «Да, тягаться с Минато кому угодно будет сложно», — поспешил ответить Джире. «Навыки и таланты будущего четвертого Хакаги были величайшими за всю историю. Он был невероятно талантлив в техниках, сообразителен и популярен. И красавец был совсем как я. И даже он умер молодым, кинул Цунади. Он и Кушина. Они оба отдали свои жизни ради деревни. Кушина». Удивился Наруто. «Знакомое имя. Где же я его слышал? И кто это Кушина?» Цунади, наконец, взяла новые пять карт. «Жизнь — это не деньги», — продолжила она. «Только идиот может так просто поставить на кон свою жизнь». «Идиот». Перед глазами начинавшего не на шутку злиться Наруто предстали Хизаши, Шибуки и Третий. «Мой дед и второй хотели, чтобы закончилась война, которую сами же и допустили». Раздав хвостатых, не останавливалась Цунади. «Но они ушли из жизни, не успев завершить ее». «Ты изменилась, Цунади», — на полном серьезе ответил Джире. «Я не догадывался о твоих мыслях, то все высказала вслух». Женщина усмехнулась в ответ. «Мне уже пятьдесят, хоть и выгляжу не так. Время меняет людей». «Но не во всем подумал Баруто, но вслух не сказал». «Это касается и Хирузена Сенсия. Этот старик пытался вести себя, как храбрец, так что неудивительно, что он погиб. Это было уже слишком. У Наруто, всегда уважающего старика Третьего, начали трястись руки от надвигающей злости. Что уж говорить про Баруто, который лично сражался со стариком плечом к плечу. Цунади изучила свои карты и устала откинула голову. «Титул Хакаги полная чушь». У Наруто лопнуло терпение, и он, не думая ни о чем, вскочил на стол и добежал бы до женщины, если бы Джиро не схватил его за куртку. «Отпустите!» прорычал мальчишка. «Я ее!» «Угомонись!» кинул старик. «Ты вообще-то в баре!» «Отпустите!» крикнул Наруто, когда учитель потянул его назад и усадил на место. Баруто крепко ударил его по голове. «Ты вообще подумал, прежде чем бросаться на нее?» твердо спросил он. «Но она!» «С неадекватными людьми, что уверены в своих словах, нужно быть более осмотрительными, так как они могут многое!» рассердился Баруто. «Не схвати тебя, Джирайсен Си, что бы ты тогда сделал с нею?» «Думаешь, успел бы хоть что-то?» «Может, мне самому поколотить тебя, чтоб до тебя дошло, что действовать нужно обдуманно?» Прислушаясь к словам своего теневого клона, малыш посоветовал Ацунади. «Он куда осмотрительнее тебя самого!» «Теневого клона?» «Не понял Баруто!» «Простите!» «Ой, так ты не клон!» спохватилась женщина. «Просто вы так похожи, вот я и ошиблась!» «Ни разу мы не похожи!» В ярости крикнул Наруто и снова вскочил на стол, подхваченный Джирайль. «Неважно, женщина или нет, тот, кто смеется над четвертым и стариком-третьим, заслуживает удары в лицо!» Моська долаялась на слона, насмехался Баруто. «Мы так и запишем на его могилке!» Цунади сама, «Прикончите сами этого вояку!» Цунади ухмыльнулась в ответ и, встав ногой на стол, произнесла, «Говоришь мне такие слова!» «Пойдем-ка выйдем, малец!» Вся компания собралась на улице. Из окон на них глядели люди, заинтересованные происходящим. «Что тут происходит?» Шли разговоры. «Сейчас драка будет?» «Этот мальчишка против этой женщины?» Цунади не обратила на разговоры внимания и обратилась к Наруто. «Несмотря на мой вид, я одна из легендарных санинов!» Она гордо усмехнулась. «С генином мне даже напрягаться не стоит!» «А вот посмотрим!» Кинул Наруто, и соперница показала ему один палец. «Одноминутная битва!» Уточнил Джирея. «Это означает не одну минуту!» «Одним пальцем!» «Я разберусь с тобой, малец, лишь одним пальцем!» Она провокационно поманила Наруто этим же пальцем. «Давай, малышок!» «Сядь на горшок!» Мысленно закончил Баруто, и Наруто яростно бросился на женщину. «Не шутите со мной!» Выкрикнул он и метнул несколько сюрикенов, от которых Цунади увернулась с закрытыми глазами. А как только мальчик приблизился к ней с выставленным кунаем, она легко вырвала это орудие из его руки, всунув палец в кольцо, и этим же пальцем сорвала с его головы протектор и щелкнула его в открывшийся лоб. Наруто буквально покатился колесом по земле. И все произошло в мгновение ока. Собравшиеся зеваки не сдержали смеха. «Ну и что это было?» Пошли насмешки. «Коу надо, не более!» Наруто схватился за пострадавший не на шутку лоб. Щелчок пальцем. «Черт!» Он собрался и было снова рвануть вперед, но в землю перед ним воткнулся его же куны. Вслед за ним на землю упал его протектор. «Она сильная!» «Эй, мальчишка!» Обратилась к нему Цунади. «Я спрошу тебя об одной вещи, перед тем, как вырублю. Что для тебя значит титул Хакаги?» Наруто поднялся на ноги и ответил на полном серьезе. «В отличие от вас, я обязательно стану Хакаги!» Поразилась Цунади. «Быть Хакаги — вот моя мечта!» Прямо завершил Наруто. В то время, как теперь Баруто согнулся от смеха, Цунади моментально тут же опустил взгляд. Баруто сразу перестал смеяться, заметив это. «Что происходит?» Ее взгляд изменился. «Так мне ее не победить», — подумала Наруто. «Придется прибегнуть к этой технике». Он выставил вперед руки, и в них завихрился сферообразный тайфун из чакры. Понятно, дошло до Баруто. Он еще не прошел третью ступень. Цунади пришла в шок, увидев эту технику. «Не может быть! Получай!» Прокричал Наруто, бросившись на нее, замахнулся руками с этой техникой. Но не успел он приблизиться к ней, как перед ним возник Баруто. В его руке крутился Росинган. И у него тоже. Едва успела удивиться Цунади, как Баруто с совершенно спокойным лицом встретился с младшим братом техниками. Техника Наруто развеялась моментально. И несносный упрямец получил точно в селезенку от старшего. Его закрутило и откинуло подальше. «Невероятно!» — изумился Джире. Так Наруто не шутил, что Баруто сам владеет этой техникой. «Кто же этот мальчишка?» «Техника летящего бога грома и Росинган?» «Минато!» «У тебя точно был лишь один сын?» «Кидаться на саму Цунади с незавершенным Росинганом?» Усмешливо спросил Баруто. «Наруто!» «Теперь ты понимаешь, насколько ты в данный момент смешон?» «Они оба владеют техниками Ната?» Удивлялась Цунади. «Но старший мальчишка уже целиком опытен в ней, когда младший, судя по всему, только учится Джире. Ты обучаешь мальчика Росингану?» «Я же его учитель!» Тут же и ответил старик. «Только вы с Минато могли использовать эту технику», напомнила Цунади. «А кто же этот мальчишка?» Последняя она спрашивала, разумеется, про Баруто. «Честно, я не знаю». По словам Наруто, он владеет ей уже давно. Кстати, уже давно собирался спросить его об этом. «Неважно», кинула Цунади. «Ты учишь мальчика тому, чего он не может, потому что его учитель. Ты даешь ему надежды. Потому мальчишка мечтает однажды стать Хакаги». «Ну, Хакаги он мечтал стать еще задолго до встречи с Джире и Синсием, безразлично, куда-то в сторону», кинул Баруто. «Это не просто мечты». Вспылил Наруто. «Глупая женщина! Я смогу освоить эту технику за три дня!» «Ты сказал это, мальчишка», усмехнулась в ответ Цунади. «А мужчина никогда не заберет своих слов обратно!» «Хе!» «А я и не собирался забирать их обратно!» «Потому что это... мой путь не нельзя!» Эти слова произвели впечатление на всех. Даже на Цунади, и она прониклась к нему некой симпатией. «Тогда заключим пари!» «Пари!» «Я дам тебе одну неделю», — пообещала Цунади. «Освоишь Росинган целиком за эту неделю, я признаю, что ты сможешь и стать Хакаги. И даже подарю тебе это жерелье!» «Только сейчас Барут обратил внимание на это украшение!» «Я как-то не особо обращал на него внимание!» «Оно какое-то особенное!» Цунади Сама!» Решила возразить Шизони. «Оно ведь очень важное!» «Мне не нужно это дурацкое украшение!» Безразлично кинул Наруто. «Не говори так!» Возразил ему Джире. «Это особое жерелье, которое не сможет купить самый богатый человек, если решишь продать!» Оно принадлежало первому Хакаге. «Правда?» Восхитился Наруто, и мигом изменил свое мнение. «Чтож, думаю, оно того будет стоить!» Цунади решила, что предложение заманчиво. «Хорошо! Но если ты не справишься за неделю, ты проиграешь! А я заберу все твои деньги!» Она показала Наруто его кошелек, который неясно когда успел отжать. К ней подбежала растерянная Шизони. «Но Цунади-сама, это ведь...» Санин равнодушно отвернулась. «Он все равно не сможет этого сделать!» «Пойдем, Шизони!» Она никогда не использовала это ожерелье для ставок. Цунади сидела на арке, что указывал на вход в город Танзеку с грустной думой на лице. «Я присяду, без вопросов», сказал возникший рядом с ней мальчик и действительно уселся. «Я еще не представился целиком, мое имя Баруто. Баруто Узумуки!» «Узумуки!» Удивилась Цунади. «Тоже?» «И я старший брат Наруто. Только Цунади успела удивиться этому, как мальчик закончил названный, правда?» «Вот как, названный что ты хочешь от меня?» спросила она его. «Ты не слишком-то переживал насчет своего младшего, когда он получал от меня?» «Даже сам ему добавил!» «Этого он действительно заслужил», отмахнулся Баруто. «Это даст ему понять!» «Но я не об этом сейчас!» «Так о чем же?» «Я хочу спросить вас про это ожерелье!» «Почему вы поставили его именно в этом паре?» Цунади опустил взгляд. «Я хочу верить!» «Верить?» «Верить, что оно сможет принять кого-то еще!» «Не только меня!» «В каком смысле?» «Те, кому я дарила это ожерелье, умерли!» «Так как ты позволила двоим, любящим тебя людям, однажды умереть!» «Он имел в виду их!» Опасливо уточнил Баруто. Цунади кивнула. «С того самого дня, даже не знаю, с какого из двух, я потеряла все!» «Свою мечту!» «Любовь!» «Надежду!» «Единственная вещь, которая сохранилась, это ожерелье!» «Оно наполнено множеством воспоминаний!» «Оно важно для меня, как жизнь!» Баруто опустил взгляд, боясь причинить еще больше боли женщине новыми вопросами, которые он не собирался откладывать!» «Когда?» «Когда Наруто выявил свою мечту стать Хакаги, ваш взгляд изменился, и это связано... с ними?» Цунади кивнула. «Первым, кому я подарила ожерелье, был мой младший брат...» «Наваки!» «Мы потеряли своих родителей во время Первой мировой войны Шинобе, как и деда, и жили одни. Но были счастливы друг с другом. Он всегда был веселым и жизнерадостным мальчиком. Когда ему стукнуло 12 лет, я решила подарить ему ожерелье нашего деда. Он давно хотел владеть ею. Когда я поручила ему позаботиться о нем, он заявил, что это касается не только ожерелье. «Это деревня и сокровище нашего деда. И я намерен защищать ее. Наваки! Я внук первого Хакаги, что основал эту деревню. Деревню скрытого листа. Ты сказал это? Мужчина никогда не берет своих слов обратно». «Да. Я стану таким же, как дедушка, и обрету титул Хакаги. Быть Хакаги — моя мечта». Баруто сидел в шоке от услышанного рассказа. «Но это было в период Второй мировой войны», — продолжала Цунади. «Смертельная опасность таилась везде, где только можно». На следующий день, после наступления его 12-летия, Наваки подорвался на взрывчатой ловушке. Его тело даже видеть не советовали. А боже!» — только и смог высказать Баруто. От Цунади ощущалась такая боль, но женщина продолжила. «Через год после его смерти Хирузин Сюнси, что уже тогда был третьим Хакаги, созвал военный совет, где каждый высказывал свои предложения ради успеха в войне, и я предложила воспитывать высококвалифицированных ниндзи-медиков, развивать медицинскую структуру и создать для нее надежную систему. Я была уверена, что при наличии в команде из четырех человек одного медика возрастут шансы на успех в миссии. Но сначала моя идея столкнулась с несогласием. Война была в самом разгаре, и учить новых медиков было некогда. Даже Джиро и Арачимару не высказали поддержку. Лишь один человек поддержал меня. «Дан». Баруто вспомнил одну из имен на мемориальном камне. «Дан? Ката?» Он потерял младшую сестру примерно в то же время, что и я брата. Я была так рада, что нашла понимающего человека, что поддержал мою идею. И ведь благодаря этому мы достигли множества успехов на той войне». «Это не работа Шиноби, драться и терять близких людей. Потому что мы живем в мире Шиноби, где вокруг нас постоянно витает смерть. Я хочу потратить жизнь, чтобы положить конец Эревойн. Я люблю эту деревню и хочу защищать ее. Когда погибла моя младшая сестра, это чувство помогло мне. Вот почему я хочу стать Хакаги. Тем, кто защищает всех. Да. Быть Хакаги моя мечта. Дан, я хочу подарить тебе кое-что. Прошу, примета. И он тоже после этого. Во время войны многое произошло. Мы получили звание легендарных Сининов, но Дан не пережил ее завершение. Он получил такую рану, которую не смогла заживить даже я. И с тех пор, я боюсь, крови, Баруто ощутил слезу и поспешил вытереть ее. Но, я не понимаю, почему вы решили подарить Наруто это ожерелье в случае его успеха. А неделю вы ему дали. Из-за предложения Арачимару. Не дождавшись от Сунади ответа, Баруто поднажал, что вас так гложет, Сунади Сама. Ты так и не понял? Я не смогла защитить дорогих мне людей. Потеряла родителей и обоих дедов. Потеряла брата и возлюбленного. Не спасла учителя. Оставила Наджирая попытку остановить Арачимару. Сунади посмотрела на свое ожерелье в руке. Я даже не попыталась спасти единственного своего сына. Я ужасный человек. Сына. Только не говорите, что... Баруто сам испугался следующих слов, поэтому завис. Он рос подальше от меня. Он даже не знал меня, как мать. И я не дарила ему ожерелье. Но даже так... Он тоже погиб. Таким молодым... Значит, вы решили подарить Наруто это ожерелье, потому что хотите быть уверены, что дело вовсе не в нем. И что это не он не принимает новых носителей, а потому что... Просто не повезло. Сунади зажала ожерелье в кулаке. Я рассказала тебе все, что смогла. У тебя все. Баруто опустил взгляд. Я... Не стану давать вам советов. Есть причина, по которой я не могу вмешаться в эту ситуацию. Но могу сказать одно. Если вы займете пост Хакаги и начнете защищать деревню, то таким образом воплотите мечту и Навакисома и Данасома. Он поднялся на ноги, собираясь уходить. В данный момент, вы можете что-то сделать, вы должны это сделать. Чтобы потом не жалеть об этом. Сунади удивилась, услышав такие слова. Перед ней снова предстало лицо Дана. Есть то, что я могу сделать. И я должен это сделать. Чтобы потом не жалеть об этом. Кто же ты? Тихо спросила она, глядя вслед уходящего мальчика. Ты мой сын? Раздался очередной грохот, и на сухом дереве образовалась спиральная вмятина. Наруто, проделавший такой трюк не раз, принялся переводить дух. Этой ночью к нему пришла Шизуни и рассказала ему все про ожерелья, Наваки и Дана. Теперь ты понимаешь, Наруто-кон? С тех пор Сунади живет в постоянном смятении. Я не могу позволить госпоже Сунади остаться при таких мыслях, решительно подумал Наруто и ринулся пробовать еще раз. Сунади и Шизуни сидели в одной дорожной забебе-головке, когда хозяин вдруг воскликнул новому посетителю. Добро пожаловать. Выпиваешь? Да. Спросил Джерайя, что и оказался новым посетителем. Чего тебе нужно? Фыркнула Сунади. Ну, не будь такой холодный. Джерайя сама, улыбнулась Шизуни, как-то странно глядя на Санина. Прости, Шизуни, обратился тот к ней. Не позволишь мне побыть с Сунади наедине? Хочу выпить с ней. Без проблем. Шизуни поднялась и освободила место. Прошу, позаботьтесь о Сунади-само. Она вежливо поклонилась и ушла. До нее сразу донеслись слова старика, Саки, дорогой. И дай кон. Сделаем, отозвался хозяин. Как только Шизуни отошла подальше, как перед ней возник Баруто. Что это было, Шизуни-само? Спросил он с некой усмешкой, чему женщина очень удивилась. Что? Ты о чем? Там, у забегаловки, указал мальчик. Вы так странно посмотрели на Джерайю, когда он подошел. Вы к нему неравнодушны. Э! Брюнетка тут же принялась отмахиваться, я ему в дочери гожусь. Ты чего это так? Баруто засмеялся. Ладно, просто к слову пришлось. Он перестал смеяться и тут же стал чуток серьезнее. Прогуляемся немного? Хочется познакомиться поближе и поговорить чуток. И они двинулись по улице, куда глаза глядели. Спустя недолгое время Баруто решился начать. Вы ведь уже рассказали Наруто, да? Как догадался? Он планировал отдохнуть перед тренировкой, а в итоге сразу рванул. Он так уже делал? Да, было подобное в стране волн. После тренировки был почти на пределе и едва хватило сил на еду, а как услышал душевную историю, снова тренироваться кинулся. Так и уж он. Шизуне усмехнулась такому описанию. Вот как. Выходит, он мастер не только языком чесать и кулаками махать. Угу. Баруто снова замолчал, подбирая новое слово, чтобы не получилось слишком жестко. Но Шизуне начало первой. Цунади саму тебе рассказала? Баруто помолчал, прежде чем ответить. Сестра Дана сама. Это ваша мать, верно? Шизуне кивнула. Мне было восемь, когда она умерла. Дана Джессон заботился обо мне весь этот год, и я была так рада, что он нашел свою любовь в лице Цунади саму. Когда его не стало, я была убита горым, ведь осталась совсем одна. Поэтому, когда Цунади саму, после завершения Третьей мировой войны, отправлялась в путешествие по стране, я уговорил ее взять меня с собой, и она согласилась. С тех пор я от нее ни на шаг и сама ухаживаю за Тунтон, ее свиньей, пока она транжирит новые занятые деньги. А что о ее сыне? Спросил Баруто. Вам что-нибудь известно? Нет. Удивленно ответил выше Зони. Цунади саму ничего мне об этом не говорила. Не объяснишь? Нет, она и мне рассказала чуть более, чем ничего. Больше упора рассказа был на Навакисама и Данасама. А ты ничего ей не сказал? Баруто начнул головой. Есть причина, по которой я не могу никому давать советы. Я даже Наруто помочь могу не во многом, хоть и являюсь его братом. Названым. Названный брат? А тебя, к слову, как звать? Ой, я вам не сказал. Баруто. Баруто Узумуки. Баруто. Шизуни улыбнулась. Красивое имя. Скажи, Баруто, где ты изучил Росинган? Ты ведь возрастом не сильно старше Наруто, и четвертый Хакаги не мог научить тебя. Аджиры сама сказал, что не брал тебя в ученики. Простите, Шизуни Сама, но я не могу вам ответить. Почему же? М. Есть причина. Ваш дайкон, заявил хозяин лавки, ставя тарелку перед жираей. Благодарю, любезный, ответил старик и взялся за стакан, но пить не пишет. Не знал, что ты до сих пор хранишь это жерелье. Я думал, что ты давно проиграла его. Это ведь память о них, верно? Я уже все рассказала Баруто, лениво ответила Цунади. Если ему не лень, пусть сам перескажет. Я и прошу ничего рассказывать. Джирай понес стакан к губам, но опять не сделал ни глотка. Ты беспокоишься. Ты о чем? Джирай косо посмотрел на бывшую возлюбленную. Наруто, с чего ты это взял? Если честно, ты как-то серьезно повела себя с ребенком. Он не сможет изучить эту технику всего за неделю. Это слишком для пари. Цунади скривилась и сплюнула. Почему ты обманула? Настойчиво спросил Джирайя. Это был не обман. Как ты уже поняла, Баруто мне рассказал о предложении Арачимару. Хочешь с ним снова встретиться? Тебе то что? Лицо Шизуни мне все сказал. Я сам учитель, что пережил всех своих учеников, начиная с тех троих детей в Амегакури. Сабита и Макома ушли из жизни намного раньше Мината и даже не успели увидеть, как он стал знаменитым Шиноби. Так что позволь мне сказать тебе одну вещь. Предыдущие Хакаги защищали кинахуй людей, живущих в ней. Они посвятили своей жизни мечтам об окончании войны и процветании деревни. Ты должна знать, что идеалы Хакаги живут. Так что если ты предошли, Джирайя встретился с Цунади взглядами. Мне придется убить тебя. Цунади равнодушно отвела взгляд, вернувшись к столу. Ко мне это не относится. Только конченый псих ничего не чувствует, когда умирает кто-то близкий. Но ты не такая. Ты должна быть заинтересована в безопасности селян. Особенно от своего бывшего товарища, с которым пришлось сражаться нашему учителю. Кончает считать мне лекции. Не выдержала Цунади. Зачем ты притащил этого мальчишку? Быть Хакаги моя мечта. Они похожи, не так ли? Примерно в том же возрасте был Навакикун. Это не просто схожесть. Его мечта и дерзость тоже. Проснулся Джирайя с немалой головной болью. Эх! Засиделся же я вчера с Цунади, проворчал он, протирая голову, и заметил рядом аккуратно сложенную пижаму со знакомой шапочкой. Наруто этой ночью не приходил в гостиницу. Санин встал с кровати, подошел к окну и распахнул его. Вот ведь балбес! Цунади весь день словно в облаках витала. Одно время бродила по улице, другой играл и без особого энтузиазма. Борото залег где-то очень глубоко и не отсвечивал. А Наруто продолжал безуспешно стараться сформировать полноценный рассинган. Вскоре уже все деревья были покрыты спиральными вмятинами. «Я помню что-то подобное», размышлял он в процессе. «Когда я услышал от старикатазную историю Кайзы, то также ринулся на тренировку и терзал себя дни и ночи. Но в данной ситуации нет гарантии, что я могу добиться успеха даже к концу недели, а это более, чем необходимо. Я не сдамся». Ночью того дня, второго после заключения пари Цунади, Наруто валялся на земле и пыхтел, будучи уже совсем без сил. Черт! Черт! Завтра точно выйдет. Вот увидишь. Дода, вежливо соглашался с ним Баруто, ставь рядом с ним пакетик с едой. Но если пренебрежешь питанием хотя бы три раза в день, то только смертельного истощения добьешься. Он отломил кусок булочки и протянул к его рту. «Ну-ка скажи, Росинган!» Оба брата не подозревали, что издали за ними наблюдают Цунади. «Вы можете не спешить с ответом. Мы готовы подождать его в течение недели. К тому же эта запрещенная техника требует жертв. Так что советую приготовить для себя двоих». Луна скрылась за проплывающим облаком. А как только снова залил своим светом место тренировки, наблюдательница только вслед простывал. «Третий день после заключения пари, что же она выберет?» Размышлял Кабута, находясь с Арчимару в убежище. «Согласившись на ваши условия, она вернет вам руки и воссоединится с дорогими ей людьми. А вы сможете возобновить планы по уничтожению Канохи. Но если она откажется...» Арчимару перебил его, «Тогда я силой заставлю ее вылечить мне руки». «Думаете, это будет легко? Ты ведь не собираешься покидать меня?» «Меня беспокоит присутствие Барута», признался Кабута. «Не каждое действие попаданца из будущего, проделанное в прошлом, может не повлиять на итоговый исход. А этот мальчишка последнее время слишком серьезен. К тому же вы с ним оба не можете убить друг друга, вы сами так сказали. А он умеет находить к людям правильный подход. Что если к Цунаде саму правильно подойдет? «Об этом не беспокойся. Я ее прекрасно знаю. Я знаю ее слабость. Она сразу же согласится на мои условия. Используй на все сто свои способности, приобретенные на первых двух ступенях, и объединяй их», — повторил Барута, стоя напротив брата. «Удерживай силу и вращение на максимуме и удержи их в плотном шаре». «Да знаю я!» — проворчал Наруто. «Ты повторил это уже тридцать пять раз. Я считал. Вот и не сбивайся со счета, пока не досчитаешь до тысячи», — спокойно ответил Барут и сформировал в руке Росинган. «Готов?» «Ага». В руках Наруто завертелась такая же сфера, и мальчик с боевым кличем бросился на брата. Тот не сдвинулся с места и встретился с его Росинганом своим. Техника младшего тут же развеялась, и от старшего ему тут же прилетел отталкивающий силой, от которой он покатился по земле колесом. «Сказано же тебе», — вздохнул Барута. «Удерживай силу и вращение в плотном шаре. Так, чтобы они у тебя не развеивались при контакте. Так ты и десятью такими ударами даже болевого шока у противника не вызовешь. Замолчи. Если буду действовать настойчиво, то хотя бы заставлю его обхахотаться до смерти». Барута усмехнулся и сформировал новый Росинган. «Ну попробуй! Получай!» Воскликнул Нарута и тут же осёкся, когда его ноги подсеклись, и он опустился на колени, едва не развеив технику. «Нарута!» Взволновался Барута. «Ты учишь мальчика тому, чего он не может, потому что ты его учитель. Ты даешь ему надежды. Потому мальчишка мечтает однажды стать Хакаги». Нарута взял себя в руки и поднялся на ноги. После чего снова бросился к брату. «Ночь шестого дня уже завтра». Подумала Цунади, сидя на балконе своего номера. Джирай тем временем ходил по улице, обдумывая четырёхдневный разговор с Цунади. «Как ты уже поняла, Барута мне рассказала предложение Арачимару. Хочешь с ним снова встретиться?» Похоже, её это сильно потрясло. И эта неделя, что она дала Нарута? «Наваки!» «Дан! А вы что бы сказали?» Оказавшись в гостинице, он обратил внимание на кровать Нарута, на которой по-прежнему лежала нетронутая пижама. И Нарута с тех пор не возвращается в гостиницу. Даже его брата где-то носит. У них обоих свой выбор действий, поэтому я не пытался их разыскать. Но меня это беспокоит. Думаю, первым делом стоит ещё раз поговорить с Цунади. Решил он и покинул номер. «Не получается!» Ворчал Нарута, валясь на земле, получив не один удар рассинганом от Барута, и это брат даже не бил целенаправленно. Почему? Барута сидел рядом и растирал ему пострадавшие руки. Нарута предпринял попытку подняться, но сразу же упал обратно. «У меня мало времени, я не смогу сделать это!» Вот этого Барута слышать не желал. Он оставил руки брата в покое, вскочил и ткнул ему носком в голову. «А ну не надо тут таких речей! На боль жалуешься! Забудь о ней, она лишь преграда на твоём пути! Что тут случилось?» Долетел до них обеспокоенный вопрос, подбежавший к ним Шизуни. «О, Шизуни-сама!» Удивился Барута. «А вы тут что делаете? Что с Нарута?» Взволнованно спросила женщина, усаживаясь рядом. В дверь номера Цунади раздался стук, и женщина неохотно пошла открывать. За порогом стоял Джирайя. «Чего пришёл?» «Прекрасная луна сегодня», ответил товарищ. «Сходим, выпьем и перекусим». И через несколько минут двое сынинов сидели в забабе-головке и выпивали. «Может, объяснишь, для чего позвал меня?» Потребовала Цунади. «Завтра конец твоего срока, что ты дала Нарута», указал Джирайя. Цунади отпила, но ничего не сказал. «Интересно, как он там?» «Мне неинтересно», кинула Цунади, незаметно для старика подсыпав в кувшинчик какой-то порошок, и налила ему ещё. Старик принял угощение и выпил. Когда Цунади вернулась в гостиницу, у дверей номера она увидела Шизуне, которая её дожидалась. Цунади сама, обратилась она, заметив её. В номере Сынина изучила состояние спящего Нарута. Барута сказал, что он уже неделю тренируется, указала Шизуне. Видимо, от этого заработал истощение. У него сильные ожоги чакрой вынесло справку Цунади. Так он проспит до послезавтра. Как и сказал Джирайя, зря я заключила это нелепое пари. И о чём я только думала? Так глупо себя чувствую. Где сам Барута? «М?» замялась Шизуне. «Отдал мне Нарута, куда-то исчез». Это прозвучало для Цунади подозрительно, но виду он не подала. Шизуне же другое беспокоило. «Завтра?» «Пожалуйста, не ходите завтра». Не дождавшись от женщины ответа, спутница разошлась. «Почему вы молчите?» «Пожалуйста, что-нибудь скажите». «Хоть заткнуться прикажите». Но Цунади продолжала упорно молчать, рассматривая спящего мальчика. Шизуне начала догадываться, «Что к чему?» «Если вы решили пойти, что ты сделаешь?» подала голос Цунади. «Пусть хоть лишусь жизни, но я встану вас на пути», серьезно сказала Шизуне, но ее смелость вмиг испарилась под пронзающим взглядом Санина. «Дура! Ты понимаешь, кому это говоришь?» Шизуне даже не заметила, как это произошло, как ее дыхание в момент сбилось, и брюнетка потеряла сознание. Цунади, не оборачиваясь, покинула номер. На утро последнего, после заключения сделки, дня Кабуто и Рачимару стремительно возвращались к Танзаку. «Возникнут проблемы, если нам помешают», указал Санин. «Мне что-то сделать?» спросил шпион. «Спутница Цунади. Ты должен ее убить». Кабуто без вопросов фринулся в другую сторону. «Тетя Шизуне!» «Тетя Шизуне, очнитесь!» Шизуне с трудом открыла глаза и увидела над собой лицо Наруто. «Наруто-кун?» выговорила она и вдруг, вспомнив произошедшее с нею, резко вскочила. «Какой сегодня день?» Наруто на миг пришел в замешательство, но быстро ответил. «Уже последний день недели, что мне дала Цунади саму?» «Почему вы лежали здесь?» «Неужели, это она вас так?» Шизуне понурилась, и Наруто начал догадываться. «Значит, она приняла решение. А я так и не освоил эту технику. Стоп, а где Баруто и Джирайя?» Только он спросил это, как в раму окна воткнулся Коной, и Наруто с Шизуне выглянули наружу. На крыше гостиницы возле окна, оперевшись на стену, стоял упомянутый Санин, что едва дышал, но, как видно, не из-за похмелья. Она усыпила меня. Старика быстро втащили в номер и дали стакан воды. «Дрянь», — выругался он. «Подсыпало мне что-то в саке. Я еле контролирую чакру. Даже куны нормально не могу метнуть. Ну и кто называл себя самым крутым ниндзя?» Возмутился Наруто. Небось, на ее прелести засмотрелся извращенный отшельник. «Умолкни, Наруто!» Выкрикнул Джирайя, как только мог. Она все-таки медик-профессионал, несмотря на ее текущее положение. Только она могла создать нечто без вкуса и запаха, воздействующая на ниндзя. Однако, я совсем не ожидал, что она пойдет на подобный шаг. Стоп! Дошло до Наруто. «А где Баруто? Вы не видели его?» Шизуне, налив Джирайи еще воды, качнула головой. «Он исчез еще вчера ночью после того, как отдал мне тебя, без сознания. Вот только таких проблем нам не хватало. Джирайя-сама, как вы себя чувствуете?» спросила Шизуне Узнина. «Лучше, чем тогда, когда я встал», ответил тот. Издали за ними наблюдал затаившийся как будто, скрыв чакру. «То, что здесь сам Джирайя, большая проблема. Нужно сообщить об этом Рычу Марусума. А еще Наруто. Не думал тебя здесь увидеть. Но где же Баруто? А вдруг он?» Шпион поспешил ретироваться, и Джирайя, кажись, что-то почувствовал. «Тогда нам нужно спешить», указала женщина. «Нельзя терять ни минуты». «Это верно», согласился Джирайя. «Я с вами», крикнул Наруто. И вся компания ринулась в путь. Тем временем, возле разрушенного замка Танзаку, встретились двое легендарных санинов. «Так каков твой ответ?» спросил Арочимару, пристально посмотрев на Цунади, что стояла к нему спиной, опустив голову. Она сказал Наруто в пути. «Если бы было да, скорее всего, убило бы вас, чтобы наверняка». «Хочется в это верить», ответил Джирайя. «Она каждый день думает об этих двоих. Уж сына ее даже таким способом уже не вернуть». Цунади подняла голову, но оборачиваться не спешила. «Я вылечу твои руки». «Но взамен ты не тронешь деревню». Арочимару ее прошлое. То, как улыбался ее брат, как он кривился от ее неумелой готовки, как они вместе ходили за покупками, как сама она гуляла с Даном, посещала с ним могилы ее брата и его сестры, как проводили время в их любимых полянах, как они держали в руках их маленького ребенка. «Любимые мои, простите меня, так давай же», произнес Арочимару, и двое бывших товарищей двинулись навстречу друг другу. Мужчина еле поднял свои пострадавшие руки, а у женщины в руках засияла зеленая чакра. Он планирует возобновить разрушение Канохи, как только вылечить свои руки. Напомнила Шизони. «Мы немедленно должны остановить это», ответил Джирайя. «Пока не случилось непоправимое. В неровен час, и мне, вероятно, придется убить Цунади Цунади». Почти коснулась исцеляющей техникой к рукам Арочимару, как вдруг между двумя санинами в землю воткнулся коной, и они оба отпрянули друг от друга. Посмотрев в сторону, они увидели Кабута, который тут же приземлился неподалеку от Арочимару, в противоположной стороне от Цунади. «За что же ты так, Цунади?» Немного разочарованно спросил Санин. «Что толкнуло тебя к такому решению? Мы ведь пришли к соглашению. А ты намеревалась убить меня?» «Все-таки я тоже состоял в отряде медиков», пояснил Кабута. «Увидеть в технике атаку мне не составило труда». Арочимару разочарованно фыркнул. «Ты успел в последнюю минуту, Кабута. Ты слишком предан мне, чтобы неожиданно предавать меня». «Эх, Цунади! Я ведь и правда собирался воскресить их для тебя. Даже дал тебе слово не трогать Канаху». Цунади обреченно вздохнула, но с облегчением улыбнулась. Арочимару, я прекрасно знала, что ты солгал, когда дал слово не трогать Канаху. Я знала, но Цунади затряслась. Я хотела их увидеть, хотела увидеть их улыбки. Хотя бы раз хотела дотронуться до них. Но когда почувствовала, что смогу увидеть Навак и Дана, я осознала, почувствовала, что была глупа. Воспоминания об их лицах их ослепляла мой взор, у притаявшегося Барута заслезились глаза. Цунади Абасан на жерелье Цунади упала слеза. Я любила их. Я действительно любила их, хотела увидеть снова и крепко обнять. В голове Цунади всплыло лицо Нарута. Но я не смогу. Этот мальчишка напомнил мне, что у них была мечта. Я пыталась забыть о ней, но это деревня сокровища нашего деда. И я люблю эту деревню и хочу защищать ее. Да. Я стану таким же, как дедушка, и обрету титул Хакаги. В отличие от вас, я обязательно стану Хакаги. Когда погибла моя младшая сестра, это чувство помогло мне. Вот почему я хочу стать Хакаги. Тем, кто защищает всех. На жерелье упала еще одна слеза. Быть Хакаги вот моя мечта. Баруто сполз спиной по стене и свернулся калачиком, обняв ноги и уткнувшись лицом в колени. Это была их главная мечта, которую они оба посвятили своей жизни. И даже ты, в голове всплыл каменный портрет четвертого Хакаги. Я тоже хотела, чтобы их мечта сбылась. Все в конечном счете погибает. Как ты сам сказал. Но это нет иного выхода. Придется просить тебя силой. Все. Перед сунуди возник Баруто с невысохшими слезами в глазах. Довольно. Баруто кинул Арчимару. Ты снова здесь? Значит, ты все слышал? Мне уже плевать, что мы с тобой оба не можем убить друг друга, произнес Узумуки. Я скажу прямо. То, что происходит сейчас, пусть это и должно было произойти. Я внук четвертого Хакаги. Тут же подул ветер после этих слов. Цунуди рванула вперед, огибая Баруто, моментально приблизилась к ниндзя звука и зао всех сил ударила ногой по земле. Та растрескалась. Но враги уже были на соседней стене. Если так подумать, мы с тобой ни разу еще не дрались, усмехнул Сарачимару. Ты прав. Ответила Цунуди, скидывая с себя Харри, и кинулась к стене. Только драться буду я, отметил Кабуто. Вы не в том состоянии. Я вас обоих прикончу, жалкие ублюдки. Здесь и сейчас. Прокричала Цунуди и ударила по стене, разваливая ее в щебень. У нее по-прежнему чудовищная сила, отметила Рачимару, ретируясь с места нового крушения. Получишь удар, он будет для тебя последним. Я уже догадался. Необходимо сменить обстановку для драки с ней, чтобы я мог держать дистанцию. Есть один нежелательный человек, что пришел с Барутой и разговаривал со спутницей Цунуди. Вышеупомянутый совершил очередную атаку, и врагам пришлось быстро отступать. Кто еще пришел с Барута? Спросил Рачимару, убегая подальше от замка. Еще один член вашей тройцы, Наскара ответил Кабута. Джирай понял Санин. Цунуди бросилась за врагами вдогонку, а Барута сложил печать дракона. Стихия молнии и сигнальная вспышка. Из его вытянутой вверх руки вырвался столб молнии, которая создала взрыв в небе. Проделав этот трюк, Барута бросился вслед за Цунуди, что увела преследование врагов из звука. Вы видели эту вспышку? Спросила Шизуне, похоже на стихию молнии. Вот только Цунуди не владеет такой стихией, а значит, это Барута. Догадался Нарута. А судя по прямому направлению в небо, это определенный сигнал. Он сигналит нам. Надеюсь, что так, ответил Санин. Но с чего бы ему сигналить такой ситуации? Вот сейчас доберемся и разберемся, сказала Шизуне. Поднажмем. Вскоре все трое оказались в том самом месте, где, по словам Шизуне, проводились переговоры с Арачимару. И оно было разрушено еще больше, чем неделю назад. Да тут словно великан прошел, попытался пошутить Нарута. И у этого великана имя, должно быть, Цунуди, подхватил Джирайя. Только она могла так взбеситься. Значит, она отказалась? Может, этим Барута и хотел сказать, послав такой сигнал? Цунуди сама. Облегченно вздохнула Шизуне. И куда же Цунуди Абасан теперь ушла? Спросил Нарута, начав осматривать это место и наткнулся на сброшенные Хаари. А тоже Цунуди. Узнала его Шизуне, и к элементу одежды подбежала свинья Тунтон, начав его обнюхивать. Куда идти, Тунтон? Пее. Хрюкнула свинья и побежала в нужном направлении. Компания поспешила за ней. Ты слегка выдохлась, Цунуди, усмехнул Сарачимару, когда упомянутая проделала еще одну вмятину в земле при попытке поймать Кабута, к которому Сынин потом обратился и почти достал ее. Шпион тоже едва переводил дух. Я не очень хорош в Тайдюцу. Он достал из поясной сумки пилюлю и съел. Боевая пилюля. Изумилась Цунуди. Рядом с ней возник Барута, не рискующая вмешаться в бой. Что с вами? Неужели, неясно, что бить и драться это разные вещи? Замолчи лучше. Рявкнула женщина. Я обучалась, как медик, а не как боец. И что с вами теперь поделаешь? Проворчал блондин, доставая Кунаи. Берегись его оружие, Кабута, предупредил Рачимару подчиненного. Он может телепортироваться к ним. Только он предупредил его, как Барута принялся раскидывать Кунаи по всей округе, вокруг Кабута. Тот мигом сложил несколько печатей, которые Цунади сразу уже узнала. А тоже руки Кабута покрылись чекрой с шевелящимися острыми концами. После этого парень предпринял попытку покинуть отыканное Кунаями Барута поле, а тот уже задействовал технику летящего бога грома и возник возле ближайшего к нему Кунаю, нанося удар. Берегись его ударов. Предупредил Цунади и Барута, уворачиваясь от удара Кабута, телепортировался позади него, метнув еще несколько кунаев, от которых шпион поспешил увернуться, но блондин появился позади него и ногой с разворота ударил его по спине. Парень на миг успел коснуться его ноги и откатился в сторону. Этот парень владеет медицинскими техниками. Понял Цунади, когда после удара по Кабута, Барута оттуда. Но блондин был парню неинтересен. Едва он оказался подальше от него, как тут же буквально погрузился в землю, используя технику сокрытия крота, и Цунади едва успела покинуть то место, где сидела, прежде чем там возник парень, атакуя этой техникой. «Что с моей ногой?» недоумевал Барута, наблюдая за тем, как Кабут атакует Цунади. Тот двигался невероятно быстро, что даже он моментально приблизился к ней и почти коснулся ее руки. Но перед женщиной появился Барута и принял касание на себя, а Цунади заставила врага отступить. Когда он успел поставить на ней метку для своей техники телепортации, недоумевал он. Неужели еще тогда? Он вспомнил, как Барута успокаивающе взял Цунади за руку. Прежде чем объяснить, что Арчимару сделал с ее обоими дедами, он коварно улыбнулся, когда мальчик понял, что не может пользоваться рукой. Что это такое? Проворчал он, попав в удерживающее объятие Цунади. Он порезал твой бицепс и прямую мышцу бедра, пояснила та. Эти скальпели чакры могут использоваться для сечения внутри тела без фактического создания открытой раны. Химесамы права, Барута, ответил Кабута. Все нам тоже нужна живой. К тому же во время боя я не могу создать скальпель нужной длины, чтобы достать до сердца. Но это не помешает мне достать до жизненно важных органов. Он набросился на Цунади с Барута и предпринял попытку достать до женщины, которая намеревалась убрать Барута подальше от места сражения. Заметив его следующую атаку, мальчик вырвался из ее рук. Принял удар себе в грудь. Не могу дышать. Достал его под реберную мышцу. Поняла Цунади. Его техники превосходят мои, когда я была еще новичком. Она рванула как будто с неуловимой глазу скоростью куснулась его затылкой и ввел атаки Барута подальше от него. Мальчик заметил, как парень упал и явно не может пошевелиться. Как я мог так глупо попасться под ее удар? Не доумевал тот. Или же неужели Барута успел оставить на мне метку полета бога грома и в нужный момент телепортировался вместе с нею? Но этого недостаточно, чтобы я умер. Что такое? Я пытаюсь двигать рукой, но движется нога. Неужели это? Не успел он завершить свою мысль, как перед ним возникла цунадия врезала ему по лицу. Ублюдок. Женщина поспешила к Баруту и воздействовала на него исцеляющей техникой. Потерпи. Что вы делаете? С трудом спросил Барута. Не разговаривай. Кинула цунадия. Вы должны не разговаривай. Продолжать бой. Я больше не позволю дорогим мне людям страдать. Дорогим? Неужели я все-таки? Я оттоковал его нервную систему, наскоро пояснила цунадия, продолжая приводить состояние Барута в норму. Преобразовав чакру в электричество и создав электрическое поле, я подействовала на его нервную систему. Я спутала все его электрические сигналы между мозгом и телом, так что он будет двигать другими частями тела вместо нужных ему. Вот, что значит человек из легендарных сининов, понял как будто, тоже поняв суть техники, воздействованной на него. Вы ведь рискуете, указал Барута, вернувшись к более нормальной ичи. И все ради меня? Я уже сказала я больше не позволю дорогим мне людям страдать. Ведь ты дальше цунади говорить не стала. Лечащие техники требуют очень много чакры. Это одна из причин, почему я не попыталась убить его, а отбросить подальше, пока я исцеляю этого мальчика. Что-то я совсем расслабилась, это трудно. Подумал как будто, изучая свое состояние. Но двигаясь, я разобрался в большинстве своих движений. Не думайте, что сможете одолеть меня техникой такого уровня. И парень, приготовив коной, рванул в сторону цунади с Барута. Не стоит меня недооценивать. Он так быстро восстановил свое движение. Изумилась цунади, отвлекаясь от лечения и поспешил убрать пациента от удара. Я покажу вам то, чего вы так боитесь, в большом количестве. Прокричал Кабута, замахиваясь кунаем. Это будет река крови. Но не успел он приблизиться, как между ним и жертвами взорвалась дымовая бомба, и парень поспешил отойти подальше. Арачимару оскалился, увидев, кто появился на месте рассевшегося дыма. Давно не виделись, Джирайя. Старик усмехнулся. А у тебя все такой же зловещий взгляд, Арачимару. Наруто присмотрелся ко всем присутствующим на поле боя и весьма удивился, увидев Кабута. Кабута сан? Наруто кун, усмехнулся парень. Я еще неделю назад должен был предположить, что ты тоже здесь, когда увидел Баруто. Что? Наруто отыскал глазами упомянутого. Баруто, так ты своими глазами, проворчал брат. Пора тебе наконец уже осознавать реальность. Цунади была весьма удивлена слышать это, а Джирайя быстро все понял, так вы уже давно знакомы. Мы с ним сдавали экзамен на звоняние Чунина, пояснил Наруто. Но почему ты здесь, Кабута сан? Какой же ты тупой, Наруто, выругался Баруто, поднимаясь на ноги. Вот почему тупой Джирайю, на плече которого сидела Тунтон, которая недовольно хрюкнула и рванула в сторону Кабута. Я разберусь с ним. Только то, что ты снова можешь контролировать свое тело, не означает, что ты можешь нормально драться. Она притеснула парня к ближайшему камню и поняла, что ему теперь не уйти. Только она собралась нанести по нему последний удар, как парень взмахнул своим кунам и резанул по своей руке. Цунади тут же зависла. Наконец-то мое тело начало двигаться, как положено, усмехнулся Кабута, и женщина затряслась. Кровь. Сражаться с двумя из легендарных санинов будет проблематично, сказал шпион и из-за всех сил удар ее по лицу, откидывая подальше от себя. Женщина отлетела прямо в руки подхватившей ее Шизони. Увидев, как она трясется, будучи выпачканной брызнувшей на нее кровью, Наруто фыркнул ниндзя, страдающей гемофобией. Вот тебе и внучка первого, одна из легендарных санинов. Прекрати, Наруто. Предупредил Джирайя. И вообще, что происходит? Не унимался Наруто. Почему Кабута сражается с Цунади Абачан? Разуй глаза, Хакаги ты наш. Не сдержался Баруто, чем вел брата в еще большее непонимание. До тебя реально медленно доходит, Наруто-кун, усмехнулся Кабута. Неудивительно, что тебя даже брат перестал ценить. Вот почему ты не можешь превзойти Саски-куна. Посмотри на протектор на его голове, указал Джирайя. Этот парень шпион Ирочимару. Да Наруто, наконец, дошло, Кабута-сан. Так ты из скрытого звука. Верно, подтвердил Кабута. Я из скрытого звука. Наруто едва успевал разобраться в ситуации. Да нет. Скажи, что это неправда, Кабута-сан. Ты ведь помогал нам на экзамене. Значит, все это было уловкой, чтобы собрать информацию о нас? Наконец, все понял? Спросил Кабута в ответ. Именно так. И собирая информацию о тебе, я кое-что понял. Э, Наруто-кун, в тебе нет таланта Шиноби. В отличие от Саски-куна, Наруто завис, услышав такие слова от него, а тот безжалостно продолжил. И уж тем более, в отличие от Боруто-куна, твоего брата. Или, вернее сказать, твоего. Сейчас же замолчи. Тряфкнул Можешь не делать такое страшное лицо. Ты всегда лишь генин, которому здесь не место. Может, ты надеешься на монстра внутри себя. Но перед тремя легендарными санинами ты ничто. Его убивать тоже нельзя, но он этого не знает. Боруто ему ничего не сказал. И, если он достаточно умен, то и не скажет ты всегда лишь букашка. Так что если вмешаешься я тебя убью. На плечо Наруто улеглась рука старшего брата. Теперь ты понимаешь, Наруто? Спросил тот. Такова реальность. Этот гад давно ни во что тебя не ставил. Наруто фальшиво усмехнулся и спихнул его руку с плеча. А что насчет тебя? И он тут же рванул к шпиону. Стой, Наруто. Спохватился Джирали и сразу осел. Мое тело еще не восстановилось после действия наркотика. Цунади самовосстановил мне дыхание, но не руку с ногой, напряженно подумал Боруто. Что же предпримешь ты, Наруто? Он не может двигать правой рукой. Теневое клонирование. Скомандовал и зайти с беззащитной правой стороны. Понял старший. И действительно, клоны Наруто легко взяли как будто с левой стороны, а оригинал атаковал справа. И он почти добрался, но парень взмахнул раненой рукой и брызнул кровью Наруто в глаза, этим ослепив его. После этого он мигом развеял двух клонов, а последнего зашвырнул к ослепленному оригиналу, отбросив того подальше. Наруто. Запаниковал Баруто, когда Наруто пролетел мимо него на отдаленном расстоянии, но того быстро поймала Шизуни и выпустила в Кабуто из-за арта пару игл, скрытые иглы. Запаниковал тот. Мои рефлексы еще, я не смогу увернуться. Он едва опустил голову, и иглы столкнулись с главным протектором. Защитился протектором. Поразилась Шизуни. Джирай тоже был впечатлен. Блестящий ход в такой ситуации. Кабуто отступил к Арчимару. А Шизуни помогла Наруто с глазами. Спасибо, Шизуни сама, поблагодарил тот. Баруто метнул к ним один кун и телепортировался к ним. Телепортируется с помощью оружия. Смекнула Шизуни. Он реально умеет использовать и Росинган и технику летящего бога грома, отметил Джирай глядя на мальчика краем глаза. Он и правда необычный мальчик, ты порядком оттого и не стал использовать множественное клонирование. Уточнил Баруто у брата. Вроде того. Я решил, что в толпе нет необходимости. Кабуто в это время достал новую пилюлю и съел. Пилюля восстанавливающая кровь, узнала ее Шизуни. Понятно, произнес Джирай так он восстанавливает кровь, которую потерял. Да, ответила Цунади. Он не дземиди, как и я. Ты неплохо постарался с кровью, отметил Арачимару. Арачимару Сама, освободите свою левую руку от повязки, пожалуйста, попросил Кабуто, и Санин выполнил просьбу. Так это и есть Арачимару, понял Наруто, наконец увидев его истинное лицо. Ему оно припомнилось с расплавленными остатками лица Шори, что он видел в лесу смерти. Он самый, ответил Баруто. Его чакра настолько злобное, что при нашей первой встрече я едва мог сдвинуться с места. Настолько оно устрашающее. Хотя я недавно встречала пострашнее, ему вспомнился незнакомец на дороге к Танзаку. Кто же был этот человек? Шизу Ничин обратился Джирайо к спутнице Цунади. Да. Возьмешь очкастого на себя. Я же сражусь с Арачимару. Ты в порядке, Баруто? Уточнил Наруто у брата, на что тот качнул головой. У меня отключены правая рука и левая нога. Боюсь, сегодня я не боец. Это тоже как будто с тобой так. Младший блондин посмотрел на шпиона с еще большей ненавистью. Баруто взял его за руку. Действуя обдуманно, Наруто, предупредил он. Не лезь на рожон. Мы не могли себе представить, но как будто так же силен, как и какаши сенсей. Баруто прав, Наруто, поддержал Джирайя. Помимо как будто тут еще и Рачимару. Враг тоже из санинов, как и я, да и к тому же он убил третьего. Ты гораздо ниже уровнем. Вбой не лезь. Охраняй Цунади с Баруто и свинку. Тон-тон недовольно хрюкнула. Хотя, перед началом мне бы хотелось, чтобы Цунади что-то сделала с моим телом. Шизуни с сожалением вздохнула. Боюсь, наркотик будет еще действовать какое-то время. Джирайя был недоволен такой новостью. Чтож, придется драться так. Цунади, используй свои медицинские техники и отдыхай. Да на ней ведь даже не царапины, проворчал Наруто. Получил один удар от дрыщи уже внестрое. Чтож, давайте начинать. Предложил Джирайя и прокусил палец. Кабуто снял с руки немного оставшейся крови, поднял рукав на левой руке Рачимару, обнажив татуировку и провел вдоль нее кровяную черту. Техника призыва. Воскликнули два голоса и перед компанией Цунади возвысились два гигантских змея. Поджирайя ижи возник. Привет, поздоровался Гамакичи. Кроме шуток. Скривился Баруто, пока Джирайя и с Наруто были в недоумении перед появившейся лягушкой. Лишь Шизу не понимала, в чем дело. Джирайя сама не может формировать чакру должным образом, пока действует наркотик. Рачимару злорадно засмеялся. Вижу, ты с тех пор так и не поумнел. У тебя никогда не было таланта, но вот это... Видимо, Цунади сделала что-то с тобой. Нам ведь нужны жертвы для нечестивого воскрешения, припомнил Кабута. Вероятно, она ослабила его каким-то снадобьем, которое сдерживает его силу, чтобы воспользоваться им позже. Использовать Джирайю в качестве жертвы? Думаю, отлично подойдет для Наваки. Они уже знают о моей слабости, фыркнул Джирайя и Арачимару заметил его взгляд. Ты все такой же балбец. Наруто это ужасно чертило. Я больше никому не позволю принялся складывать печати. Стой, Наруто. Пытался садить его Баруто. Техника призыва. У тебя ведь чакры не осталось. Безысходно закончил он, наблюдая за тем, как перед младшим братом появляется другая лягушка. Девятихвостый мальчишка, что в будущем станет отцом Баруто, прокомментировал Арачимару. Только Херузин Синси или Джирайи могли снять с него пятиконечную печать. судя по тому, что было против Хьюго. Но не в этот раз. Чтож, талантами Шиноби он никогда не отличался, отметил Кабуто. Эй, Гомотацу! Обратился Гомакичи ко второй лягушке. Ты чего еще здесь забыл? О, братец Гомакичи! Обрадовалась та. Меня в первый раз призвали сюда. Думаешь, я буду здесь как-то полезен? Дурак! Нам нужно скорее прятаться, пока не стали закуской для этих змей. Что? Нам дадут закуску? Ура-ура! Что с ним будем делать, Арчимару сама? Убивать его тоже нельзя, иначе провалится ваш план по захвату кармы Джагана. А я и не говорил его убивать. Возьмем его живьем. А Джираю со спутницей Цунаде можно убить. Вперед! Кабуто перепрыгнул на голову второй змеи, и обе рептилии бросились на добычу. Арчимару нацелился на Джираю, оставив остальных на Кабуто. Вся компания бросилась в рассыпную, и удар змей поднял в воздух гигантское облако пыли Шизуни подхватил Цунаде, а Наруто Баруто, который мог шевелить лишь одной ногой. Внезапно, из облака пыли вылетел Кабуто и за всех сил ударил Шизуни по лицу, застав ее врасплох, отчего женщина отлетит вместе с Цунаде. Наруто пытался отойти подальше, перед ним из облака вылетела змея, раскрыв пасть. «Берегись!» крикнул мальчик брату, откидывая его подальше, и вмиг оказался в змейной пасти. Наруто только и смог прокричать падающий Баруто и шлепнулся на землю. Джирая сложил несколько печатей стихии земли и адское болото, и обе змеи погрузились в образовавшуюся под ними трясину, но не полностью. Старик приземлился на ту, на которой стоял Рачимару. «Черт! Болото недостаточно глубокое, чтобы они утонули. Наркотик все еще действует на меня. Зато змеи не смогут двигаться в таком положении». Он образовал такое большое болото и полностью лишил змей движения, будучи под действием наркотика. Восхитился Баруто. Вот, что значит один из Санинов. На руке как будто снова образовался скальпель чакры, и он им ударил по груди шизуни. Нинпа ядовитый туман. Скомандовала та, и выдохнула из-за рта густое облако фиолетового цвета. Немного вдохну и мгновенная смерть. Понял тот, избегая попадания в технику, и, как только туман развеялся, возник из-под земли, схватив брюнетку за ноги. Он перерезал сухожилия в моих ногах. Наруто тем временем на силу раскрыл пасть съевшей его змея. Первую змею, что меня съела, я разорвал на куски. Прокричал он и выпрыгнул из пасти. Но внезапно рептилия сделала резкий выпад, наскоро задевая мальчика, отчего тот отлетел к ближайшему камню, больно ударившись обо него и потеряв сознание. Арчимар набросился на джирайо, удлини шею угрожающей обнажив змеиные клыки. Старик сложил печати, ненпо и гольчатый страж. Его волосы в момент удлинились и окутали хозяину настоящим плащом из игол, несколько из которых пробили ногу отступника, когда он атаковал. Но тот двинул пробитой ногой, отодвигая край плаща и обнажив шею бывшего товарища, мгновенно кусая в нее. Эта техника тоже не работает. Хоть нам обоим что-то мешает, отметил Арчимару, не отпуская мишей и джирайо, между нами все-таки есть разница. Просто сдайся. Как будто еще раз ударил по ослабленной от лишения дыхания Шизуни и отправил женщину в нокаут, брызнув напоследок из ее рта еще одной каплей крови, что шлепнулось на лицо Цунади, отчего-то снова впала в ступор. Цунади с ужасом поглядела на поверженных спутницей Наруто, и перед нею снова предстали покойные тела Данай Наваки. Кабута подошел к ней и протянул руку, собираясь схватить, но та с криком отбросила ее. Шпион фыркнул, ну и ну. А ведь я раньше восхищался вами, как той, что создала отряд медиков, в которую я входил. Стой! Крикнула Цунади ему. Не подходи! То, как вы себя ведете, портит репутацию легендарных санинов, одним из которых является Арчимарусома, произнес Кабута, приближаясь к женщине. И вдруг между ними пролетел конный, и мгновенно появившийся Барута схватил шпиона за руку. А ты не в том положении, Барута. С одной ногой и одной рукой много не сделаешь. Все еще не можешь по своей воле активировать карму Джаган. Барута не слушал его и как можно крепче схватил парня за руку. Придите в себя, Цунади Абасан, твердо произнес он. Разве не вы лично мне сказали, что больше не позволите дорогим вам людям страдать? А что сейчас? Дрожите от каких-то капель крови, в то время, как эти самые дорогие вам люди смело проливают ее, ни капли не боясь. А эти руки, что я сейчас удерживаю, должны были останавливать страдания. Разве нет? Удерживай ему как будто фыркнул, да замолчи ты уже, Барута. Его рука снова покрылась скальпелем, и он ударил мальчика прямо в грудь. И это видел Нарута. Мое тело стало тяжелым. Тебя прозвали главным безумцем деревни, сказал Рачимару продолжающему противостоять ему Джерайя, а сейчас ты возишься с ребенком и стараешься ради деревни сверх своих возможностей. Ты не ископал. Я способен видеть в человеке талант. Но это обыкновенный ребенок. Джерайя усмехнулся, в том той причина. Ты ведь видел, как этот мальчишка одолел Хьюго, настоящего гения во всем своем клане. Воспитывать Кагото, на вроде того же Хьюго или мальчишки Учхо, что легко схватывает все налету, неинтересно. Значит, ты не бросаешь его, потому что видишь в нем себя в молодости. Учить Минато тебе это не помешало. Однако этот ребенок не способен одолеть Учхо, обладающего врожденным талантом Шинобир Шаринганом. Ведь у него самого нет Шарингана. Он даже уступает своему брату, обладающему даже более ценной способностью, нежели Учхо. Что? Талант Ниндзя определяется его способностью изучить и овладеть всеми техниками в мире. Звание Ниндзя говорит о том, что это тот, кто использует Ниндзюцу. Талант Шинобир заключается не в этом, возразил Джирайя. Ты все еще не понимаешь? Ниндзя это тот, кто есть и продолжает им быть. Такой же чушь твердил наш учитель. Позволь мне указать тебе на одну вещь. Самый самое главное это мужество никогда не сдаваться. Кабута откинул лишенного дыхания Барута и собрался напоследок ударить еще раз, но на его пути возник Наруто, и удар пришелся прямо в налобный протектор. Ублюдок! Прорычал блондин. Не смей трогать моего брата. И он принялся формировать в руке Росинган. Мужество никогда не сдаваться, указал Джирайя и гордо улыбнулся. Это у него есть. Наруто замахнулся накабутой техникой, но тот легко уклонился и, сформировав скальпель, ударил им Наруто по ноге. Вот таким образом я и вывел твоего брата из строя. Вижу, лис внутри тебя пока не восстановил перелом, полученный тобой в пасти змея. Но ты даже с ним смог двигаться. Но с перерезанной широкой мышцей бедра больше не сможешь. Может, как брату, на пару стоит добраться до руки. Что же мне делать? Для моей техники требуются обе руки. Если он достанет мою руку, мне конец. Кабуто, сверляя его острым взглядом, злорадно засмеялся. Ты боишься меня? Хочешь убежать отсюда? Наруто встревоженно посмотрел на Баруто, что с уже дважды поврежденной подреберной мышцей едва мог дышать. Кабуто достал одну из карт. Я все еще помню, что ты говорил в первый день экзаменов на Чунина, Наруто. До черта сдвое отступлю. Я не буду убегать. Я попробую ответить, даже если навсегда стану сгиненом. Я все равно стану Хакаги. Вам меня не запугать. Можешь ли ты повторить эти слова еще раз? Шокированная Цунадзи снова припомнила слова этого мальчика. В отличие от вас, я обязательно стану Хакаги. Быть Хакаги вот моя мечта. Ты больше не ребенок, чтобы вести себя так, указал Кабуто. Сдавайся, когда того требует ситуации, и беги, когда нужно. Твой старший брат вот что получил уже. Подумай, что будет с тобой. Наруто лишь нахмурился в ответ, на что парень усмехнулся. Ну что за взгляд? Желаешь умереть? Ведь тогда твоя мечта не осуществится. Цунадзи схватилась за ожерелье. Тиранудана «Дети всегда думают, что все это просто», продолжил Кабуто и двинулся в сторону Наруто. Вот почему они не испытывают стыда за свои глупые мечты. Поэтому они не сдаются. Слышащий этот Цунадзи вспомнила, как говорила мальчику то же самое. А Кабуто принялся бить его ногой. «Ты погнался за глупой мечтой и умрешь». Не успел он договорить, как Наруто схватил его за ногу. «Ты забыл следующее слово». Напомнил он, откидывая парня от себя, и через силу поднялся на обе ноги. «Я никогда не отказываюсь от своих слов. Это мой путь ниндзя». Кабуто достал кунный. «Ты уже надоел». Цунадзи оба сан, обратился Наруто к женщине. «Я намерен забрать у вас это нечестивое Наруто сложил печать в теневое клонирование. И рядом с ним возник один клон. «С одним клоном много не сделаешь», указал Кабуто. «Я же сказал, будешь упрямиться и умрешь». И он налетел на мальчика. «Ты умрешь, и все исчезнет. Даже твои мечты». Он нацелился кунам прямо в Наруто, но тот вытянул левую руку, и орудие и насквозь пробила его ладонь. «Пока не стану Хакаги, я не умру!» Прокричал Наруто и пробитой рукой схватил руку самого Кабуто. «Ах ты!» Он собрался было ударить свободной левой, но мимо него пролетел кунный и появившийся Баруто тут же схватил его за нее. «Жать удержать!» Еле слышно указал он. Наруто вытянул свободную правую руку и клон принялся вертеть над нею своими руками. Кабуто растерялся и попытался высвободить руку с кунами с захвата Наруто, но хватка того оказалась мертвой. «Ты не убежишь!» Через мгновение у него в руке сформировался настоящий Росинган. Он использовал теневого клона, чтобы собрать чакру в руке?» Изумилась Цунади. «Росинган!» Техника Наруто ударила Кабуто точно в брюшную область. «Что это такое?» Изумился атакованный Кабуто, наконец вырвав левую руку из захвата Баруто и коснулся к груди Наруто. Тот еще сильнее нажал своей техникой и парень буквально отлетел к первому камню, встретившую его спину. Он сделал это. С гордостью подумал Баруто и потерял сознание, потому что я долетела до его слуха, словно издалека. Пятая Хакаги деревня скрытого листа. Мальчик приоткрыл глаз, посмотрев в сторону, откуда шел голос, и увидел Цунади. Она была изранена и истекала кровью, но не дрожала. А на ее лбу, где находилась метка в виде ромбика, на которую он раньше не обращал особого внимания, вдруг преобразовалась в узоры, распространившиеся по всему касаний в области своей груди. Это была Шезуне, применяющая к нему исцеляющую технику. После этого Барута заметил, как перед прямо стоявшей Цунади на ноги поднимается лежавшая до того на земле Рачимару. «Что ты теперь будешь делать?» — спросил он ее. «Даже если ты преодолела свою гемофобию, с такими ранами ты не сможешь драться». Цунади в ответ сложила печать тигра. «Подождите!» — воскликнула Шезуне, едва не отвлекаясь от Барута. «Я сама займусь вашими ранами. Не высвобождайте эту печать!» Продолжая исцелять Барута, кинула Цунади. Он слишком долго пролежал без свободного дыхания. Нинпа божественное восстановление. Появившиеся на ее лице узоры исчезли, а все раны принялись затягиваться прямо на глазах. Что это такое? Недоумевал Барута, не имея доступа к свободной ичи. Арчимару заинтересованно усмехнулся. «Видимо, не я один разрабатываю новые техники. Скажи мне, что же это за техника?» «Ничего особенного», ответила Цунади. «Я очень долго накапливала чакру из себя во лбу. Я использовала огромное количество чакры, чтобы многократно увеличить скорость деления и восстановления клеток. Я могу воссоздать все органы и ткани. Это нерегенеративная способность. От способность создания. Другими словами, в бою я не умру. Но ведь деление клеток в теле человека происходит определенное время на протяжении своей жизни человека», подумал Барута. «Разве, ускоряя процесс деления, она не сокращает себе жизнь?» Цунади стерла кровь со своего рта и провела кровяную черту по своей руке. Цунади Сама!» Говорил, «Наконец, Барута, скорее восстановите мне руку!» «Подожди еще немного», ответила брюнетка, «Я сейчас... Забейте на ногу, сейчас мне нужна рука!» «Скорее!» Шизуни не стала с ним спорить и принялась исполнять его просьбу. Арчимару Сама!» Еле прокричал все еще лежавший как будто видимо, удар Расингана наруто хорошо так вывел его из строя. Окликнутый Санин тут же возник рядом с ним и шпион провел кровяную черту по его татуировке. Почувствовав способность хоть немного двигать своей рукой, Барута тут же прокусил палец и одновременно с Джеральей сложил необходимые печати. Техника призыва Воскликнули четыре голоса, и на поле боя возникли две гигантские змеи, одна, на которой оказались Барута Шизуни, была гораздо меньше другой, на которой стояли рядом с ней Наруто и уже известный жаб Гомобунта, придавивший своим телом первых змея Орочимару, на котором восседал Джералья. Папочка. Обрадовался Гомотацию. Гомобунта не обратил на него внимания. Манда, Орочимару, Кацу и Цунади, перечислил он. Столько знакомых лиц в одном месте. Не поделишься платочком, Джералья. От радости слезы наворачиваются. Не глупи, кинул Санин. Не та шутка после стольких лет разлуки. Я решил положить конец несчастью. Мы покончим с Орочимару здесь и сейчас. Или, ты серьезно, Баруто? Воскликнул змей мальчика, что своими размерами не уступал Гомобунте, обоими глазами сверля исполинскую змею Орочимару. Ты призвал меня, чтобы сражаться с Мандой? Извини, улыбнулся Баруто, ты мой наилучший вариант, Грога. Извини, передразнил змей. Да ты оказал мне услугу, призвав меня против него. Я его уже давно терпеть не могу. Знал бы ты свое место, червяк, холодно кинул Мандо, пристально посмотрев на миниатюрного, по сравнению с ним, собрата. Ростом не вышел. Хе. С удовольствием начну, коли достать сумеешь. Эй, Арчимару, обратился змей к хозяину. Не призывай меня в таких проблемных ситуациях. Хочешь, чтобы я тебя съел, дурак? Прошу вас, успокойтесь, Мандо само, попросил его Кабута. Мы вам щедро отплатим. От его слов Мандо почти пришел в ярость. Я не с тобой разговариваю. Не смей раскрывать при мне свой рот, сопляк. Кабута понурился, а упрямый змей продолжил. Эй, Арчимару, после этого я хочу сотню человеческих душ. Видать, у Арчимару со своим партнером весьма напряженные отношения, заметил Барута. К тому времени Шизуни уже полностью залечила ему правую руку. О, спасибо, Шизуни сама. Теперь приступим к ноге, ответила женщина, но Барута оборвал ее. Лучше займитесь своими ногами, вам это нужнее. Но, обо мне не беспокойтесь. Горога меня не подведет. Теневое клонирование. Рядом с Барута возникли два клона и подхватили женщину под плечи. Они вас отведут в безопасное место. И клона сделали так, как он сказал. Цунаде обратилась к слизню, Кацу, отдай мальчика Шизуни. Будет сделано, ответила Кацу, и под Нарута от ее тела отделился мини-клон, который на груди мальчика жерелья Цунаде, и Барута гордо улыбнулся. Он действительно выиграл пари Шизуни Само, пожалуйста, позаботьтесь о нем, попросил клон Кацу. Этот бой будет здесь масштабным, поэтому с моим клоном держи его в безопасном месте. Гомобунта тем временем вынул за артотрубку и выпустил струю дыма в морду Мэнди, очевидно провоцируя его. Хочешь вернуться в свою гору по высохшим кусочкам, да. Ты обычный червяк после однохвостого. Жаб схватился за Тунта. Я опущу твою шкуру на чхол, а я отведаю твои глаза на вкус, добавил Горога. Арочимару, обратился Джерай к бывшему товарищу, ты позволил злу пропитать твой разум. Мы больше не друзья. Арочимару лишь усмехнулся. Друзья, как мерзко. Пора трем санином сократиться на одного. Бросила Цуннеди. С Мандой можешь делать, что хочешь, сказал Бород Гороге. Но помни, Арочимару убивать нельзя. Как жаль, ответил змей. Между четырьмя исполинскими существами на миг повисло напряжение. Подул ветер, сорвавший с единственного цветка, растущего перед каждым из них, все лепестки, Горога бросился вперед и столкнулся лбом с головой Манды, сбивая того с ног. Куда вперед батя? Возмутился Гомобунта. Кислотный плевок. Скомандовал акацию и выплюнул в Манду брызг кислоты, от которой змей успел увернуться. Бород окраем глаза заметил, что данная кислота разъедает камень. Ты в порядке, Горога? Спросила напешившего после столкновения змея. Ух, очень прочная чешуя. Еще шишка останется. Может, не стоило этого делать? Хе. Да меня называют вторым проблемным змеем пещеры Ильюча после Манды. Уж против него стою. Одной конец. Отметил Манда, обводя своим хвостом кацу и налетая на цунаде. Он уже раскрыл пасть, но на его налетел Гомобунта, размахнувшись татна, от которого змей легко увернулся и схватился клыками за клинок. У Манды очень прочная чешуя, отметил Горога, ползя к сбору призывов трех санинов. Мои клыки не смогут пробить ее. Неужели у него не найдется хоть какой-нибудь уязвимости для твоих клыков? Разве что небо. Но тогда мне придется попрощаться с нижней челюстью, потому что он ее запросто прокусит, и верхними клыками, потому что я их сломаю обчешую на его морде. Слишком рискованно. Не будем пытаться сделать это, нам нужно просто доставить ему проблем в бою. Сказал ведь меня называют второй проблемой в пещерах после него. Так что это запросто. Манды тем временем сильнее сжал Кацую хвостом, почти полностью задушив ее. Давай, Кацую. Скомандовала Цунади, покидай голову слизни, и та моментально распалась на миллионы своих миниатюрных копий. Черт! Выругался Манды и отбросил от себя гамабунту, запустив в него его жатанта. Жаб едва успел увернуться, и оружие подлетело в сторону Кацую, воткнувшись в землю перед нею. По хвосту Манды с максимальной скоростью прополз Горога и обвился вокруг его головы, зажимая пасть и закрывая глаза. Арчимарус как будто едва успели избежать попадания в его пасть. Эм ноут пшмана, шерф. Пробормотал Манды, явно собираясь сказать «А ну отпусти меня, червь!» Горога издевательски усмехнулся. Мама не учила не разговаривать с набитым ртом? Эй, лягушка и слезняк, я его долго не удержу. За лягушку ответишь, без ты же ползун, бросил гамабунта, и Джирайя сложил несколько печатей. Гамабунта, подлейка маслица. Как только гамабунта исполнил его просьбу, он сам выдал в масляную струю огонь. Стихия огня огненный заряд жабьего масла. «Уходи оттуда, Барута!» воскликнула Цунаде, и пылающее масло с головой окутало Манду. Горога появился между Кацу и Гамабунтой. «Ты не пострадал, Горога!» уточнил Барута, измешекнул, поглядев на обожженный бок. «Немного задело!» «С кипящим маслом шутки плохи!» «Извини, это все из-за меня!» «Ха!» «Если есть гарантия, что он пострадает, запросто половину хвоста отдам!» «Смотри, не пожалея о своих словах, червь, бросил через плечо гамабунта, наблюдая за тем, как силуэт Манды в огне начинает заметно рассыпаться!» «Неужели его достали?» «Изумился Барута!» «Таким жалким огнем!» «Усомнился Горога!» «Скакун, под тобой!» Едва он предупредил, как из-под земли вырос змеиный хвост, едва не задевая гамабунту, успевшего схватить ее лапой, а под самим Горогой выскочила голова Манды, отбрасывая его в сторону!» Горога шлепнулся на землю и увидел, как собратно летает на жаба. «Ух, не успел!» Манды почти достал гамабунту, но сверху на него упал татна жаба лезвием вниз и насквозь проткнул змею верхнюю челюсть, буквально прибивая его к земле. «Закрой пасть!» Бросила Цунади, которая воспользовалась оружием гамабунты таким нестандартным способом. Арчимару, вместе с Кабутой избежав попаданий под удар, оскарился. «Наше имя санинов не зря известно. Противостоять сразу двоим из них, особенно с дополнительной поддержкой, очень трудно едва подумал он и удлинил свой язык, обвив его вокруг шеи Цунади. Цунади!» Запаниковал Джирайя. «Раз ты не можешь умереть в бою, то голову твою уже ничто не вернет на место, верно, Цунади!» Стихия ветра Небесный веер. Скомандовал борода слажив печать птицы, «Это сбило Санина с ног, и он слегка ослабил хватку языком, чем воспользовалась Цунади, выбравшись из его захвата. Чтож! Покончим с этим наконец!» Прокричала она, схватилась за этот же язык, дернула на себя, отправив его обладателя прямо на себя. «Этого не может быть!» Едва подумал он и получил крепкий удар в скулу. Потом еще удар! И еще! И еще! От некоторых Рачимару смог увернуться, но это не особо помогло! «Я с тобой еще не закончила!» Крикнула Цунади и продолжила бить его. Кмэнди тем временем подполз Гарас глумливо спросил, «Ну как, Манда?» Ударение он нарочно или случайно поставил не то тот слог. «Приятно наблюдать за тем, как виновника твоего неловкого положения так и сбивают!» «Грх!» Рыкнулся брат и дернул хвостом. Гомобунта на силу удержал его. Лучше не провоцирую его, «Дурак!» Цунади снова дернула Арачимару за язык и потянула того к себе. «Получай!» Воскликнула она, нанося еще один удар, но на удивление рука дрогнула, и женщина промахнулась. «Черт!» «Что с ней?» Удивился Барута, наблюдая за тем, как она принялась переводить дыхание. Она ударила его уже несколько раз, а он все равно...» Арачимару, изучая состояние Цунади, все понял и ухмыльнулся. «Вот и все, на что ты сейчас способна, Цунади!» «Заткнись!» Ответила та, снова дернув его на себя, и принялась наносить удар за ударом, уже оказавшись с ним в воздухе. «Не останавливаться!» «Просто продолжать бить!» «Это мой бой, цена которого моя жизнь!» В лицо Арачимару прилетел еще один удар. Арачимару Сума!» Воскликнул Кабута. Санин, наконец, уловил момент, втянул язык обратно в рот и принялся отступать. «Тебе не уйти!» Крикнул Цунади, бросаясь в погоню. «Доведем эту игру до конца!» Она настигла его и давай снова бить, как грушу. Словно набивая очки в баксе. Увернувшись от очередного ее удара, Арачимару снова вытянул язык, обвел им женщину и налетел на нее, вытянув из арта клинок. Клинок Кусанаги узнал его Барута, но к его Арачимару удивлению, Цунади схватилась за лезвие ногами и откинула мужчину от себя, попутно выпутавшись из его языка. После чего снова продолжила избивать его. «Я продолжаю бить его, но что-то здесь не так», заметила она в процессе. «Что это за странное чувство?» Она отбросила его ударом ноги и принялась складывать печати. «Странно», заметил Барута. «С Чикру Арачимару что-то не так. Она какая-то совсем другая. Что говоришь?» Изумился Джирайя. «И давно?» Если припомнить, Барута задумался, наблюдая за тем, как Цунади приближается к Арачимару, сосредоточив чакру вокруг кулака, и тут его осенило еще тогда, когда Манда выскочил из-под земли. «Это конец», высказал Цунади, вплотную приблизившись к Арачимару с техникой в руке. «Цунади Абасан, это бесполезно!» крикнул Барута. «Это уже не он!» Но Цунади уже с боевым кличем нанесла последний удар, и атакован и отлетел, встретившись спиной с рукоятью Танта Гамабунта и приземлился на голову Манды. К нему подполз запаниковавший Кабута. Он принял на себя прямое попадание. Манды посмотрел на обоих ниндзя звука с ненавистью в глазах. «Тебе лучше не попадаться мне на глаза», пригрозил он. «Съесть бы тебя живьем за то, что поставил меня в такое глупое положение. Но из-за этой дыры во рту я не смогу глотать долгое время. Сделаю это после очередной встречи, так и знай». И униженный змей исчез. Горога неловко себя почувствовал. Теперь он будет еще злее, чем раньше. Мне лучше тоже не попадаться ему на глаза. У тебя теперь могут быть проблемы. уточнил Барута. «Не тебе об этом переживать». Но тут и Барута и двое сайенов увидели сгорбленного, но стоявшего на ногах Арачимару. Он едва переводил дыхание. «Хоть ты мне отказала, Цунади, у меня есть другой способ вернуть свои руки», медленно произнес он, и все увидели, как угол его лица осыпался, словно высохший макияж, показывая совсем другое лицо. Барута вспомнила женщину, в которую Арачимару превратился, когда словно мазку снял свое лицо. «Я обязательно разрушу лист». «Надеюсь, мы к тому времени снова увидимся, друзья». Цунади. Джирайя. «Это лицо...» нахмурилась Цунади. «Теперь ясно, понял Джирайя. Он каким-то образом использовал тело, отобранное у другого человека». «Так вот, что Барута имел в виду?» «Теперь понятно, почему в нем больше не чувствовалось ничего прежнего, и ты, Барута». Арачимару пристально посмотрел на мальчика, и тут разум оцепенел. «Теперь я точно вижу, насколько Нарута удачлив». «Похоже, в ближайшее время ему умереть действительно не суждено. Его еще есть кому защищать. Пожалуй, я положусь на них. Ведь они идеально сохранят для меня его и тебя». «Мальчик с кармой Джаганом». «Так вот, что он задумал». Догадался «Тю тебе помогу», пообещал Санин. «Тебе нельзя погибать, пока ты здесь. Так что пусть эти двое берегут вас обоих». «Цунади». «Джирайя». «Этот мальчик сын Нарута». «Что?» изумился Джирайя. «Неужели?» Цунади вспомнила слово мальчика у замка. «Тебе придется потом изменить всем память, когда все закончится», продолжил Арачимару. «Так же, как ты что-то с нею сделал?» Санин лишь посмеялся. «Ты это помнишь?» спросил он с явным намеком. Оборуд действительно помнил. И Арачимару это понял по его взгляду. «Лишившись памяти, я все равно буду ждать твоего возвращения. До того я успею приступить к проекту Митсуки». «Митсуки!» «Неужели, Арачимару принялся погружаться в землю?» «Я истинное воплощение бессмертия. Меня нельзя уничтожить». Исанин полностью исчез. «Еще увидимся», бросил как будто я тоже скрылся. «Ух!» вздохнул Джирайя, схватившись за бок. «У меня несколько переломов в ребрах». Цунади, шатаясь, поднялась на ноги и резко пригнулась. «Начинается побочный эффект техники», поняла она. «Мое тело». «Лей», заметил Горога, подставив под нее хвост, чтобы она не упала. Кажется, у старушки проблема. Следя за словами, Горога, предупредил Баруто, слезая с его головы и оперевшись об него. Она из тех женщин, которым не нравится указание на состояние, будь то бабушка или девственница. Призванные животные исчезли, а компания собралась вокруг Наруто, лежавшего без сознания. Шизуне, наконец, полностью восстановила Баруто ногу, и он теперь стоял ровно. Изучив ожерелье на груди Наруто, Джирайи усмехнулся. Ты снова проиграла спор, Цунади. Цунади не думала с ним спорить. Изучая его состояние, она вспоминала все диалоги с ним. Это напоминало ей о брате и возлюбленном. Внезапно женщину охватила дрожь. Побочный эффект проявляется. На глазах шокированных Джирайи и Баруто она превратилась в настоящую старуху, хоть и несгорбленную. Правда, по сравнению с Джирайей, что был ее ровесником, она не выглядела такой же крепкой и живой, как он сам. Цунади Само только и вздохнула Шизуни. Ты ужаснулся Джирайи. За меня не беспокойтесь, произнесла Цунади охрипшим голосом. Я отдохну немного и тогда смогу вернуть тебе молодой вид. Тогда, предлагая вернуться в город, предложил Баруто. Отдохнем до того, как Наруто придет в себя. А потом вернемся в Канаху, да. Он осекся под взглядом, которым его одарили двое санинов. Шизуни, обратилась Цунади к спутнице, ты ведь не слышала, что сказала Рачимару перед тем, как ретироваться? М. Замялась та. Я далеко была. Хорошо. Тогда, Баруто, поговорим об этом позже, в деревне. Теперь Баруто замялся. Если только не будете настаивать, ответил он, как можно увереннее. Цунади неожиданно приблизилась к нему и крепко прижала к себе, как любящая бабушка, чем неслабо удивила мальчика, но он все равно с улыбкой ответил на объятие. В словах он не нуждался. Цунади улыбнулся Джирайя. Больше не называй меня Цунади. Называй меня Пятой Хакаги. Переспросил Наруто, на что Цунади гордо кивнула, а он надулся. Бабуле Цунади сегодняшнего дня будет Пятой Хакаги. Ну вот. Безысходно вздохнул Баруто. Опять он чем-то недоволен. Ну, ты только посмотри на нее. Не унимался младший брат. К ней вообще не испытывается того же уважения, что к старику третьему. Она эгоистична, с неистовым нравом, противная и глупая. Ну, да, с деньгами, скрывает свой истинный возраст. Вот-вот, подметил Наруто. Разве Хакаги дозволена так всех обманывать? Ну вот, сейчас моська снова доллается на слона, усмехнулся Баруто, наглядно показывая, что не при делах. Шизу не запаниковала, увидев стремительно изменяющийся взгляд Цунади. Цунади сама, давайте, чего-нибудь закажем? А Наруто не унимался, сомневаюсь, что она вообще сможет правильно вести дела. Ну всё, теперь он не остановится, только вынес Баруто, как лицо Цунади максимально приблизилось к лицу его брата. Выйдем-ка, молец. Джирай и Баруто вздохнули. Кажется, такое уже было раньше. Компания снова собралась снаружи, а вокруг собрались зеваки. Этот молец снова на саму Цунади нарывается. И как всё дальше пройдёт? Глядя несмотря на то, что выгляжу так, я намерена стать пятой Хакаги. Услышавшие это зеваки зароптали. Цунади новые Хакаги. Деревни попадают в надёжные руки. Не то, что этот сопляк, который хорошо получил неделю назад. Наруто, слыша их разговоры, только впадал в ещё большую ярость, зачем Баруто наблюдать было, как никогда, смешно. Цунади продолжала только подливать в этот огонь, нет смысла быть серьёзной перед каким-то мальчишкой. Она вытянула палец. Я сделаю это одним пальцем. Не смейтесь надо мной только потому, что я ребёнок. Спылил Наруто, но потом уверенно ухмыльнулся. Несмотря на то, молод, я намерен в будущем стать Хакаги. Собравшиеся зеваки сразу уже покатились со смеху, но на них уже никто не обращал внимания, а и поднявшаяся с ветром пыль мигом заставил Наруто. Даже Баруто ни о чём не думал, а просто смотрел. Пыль улеглась. В руках Шизуня хрюкнула тон-тон. И Наруто рванул вперёд. Погнали. Как по повтору сценарии, Цунади моментально стянула с его головы повязку и приблизила пальцы к его лбу. Только не тот щёлбан. Запаниковал он, зажмурившись, и получил в лоб нежный поцелуй от женщины. Наруто был в шоке. Баруто был в шоке. Цунади приложила руку к сердцу мальчика. Стань отличным человеком, пожелала она ему. И великим Хакаги, Наруто отошёл от шока и гордо улыбнулся. Ага. Недовольные зеваки начали разбредаться кто куда, ворча, что так неинтересно, отстая и так далее. Они ещё пожалеют о своих словах, думал Баруто. Уж это он прекрасно знал. Чтож. Провозгласила Цунади во всеуслышание. Возвращаемся в деревню скрытого листа. Не прошло и пяти лет, вздохнул Баруто и обратился к брату Идём, Наруто. В Кунохе нас уже давно рамен ждёт. О, правда? Тогда поспешим. Во-первых, Цунади давала указание Кахару, нам нужно оповестить всех феодалов об анаугурации пятой Хакаги. И как можно скорее. Затем можно приступать к приготовлениям к церемонии. Феодалы, церемония, лениво перечислила Цунади. Сколько мороки. Цунади. Рявкнула советница. Да шучу я, отмахнулась Цунади. Всё поняла. Это ведь тоже обязанность Хакаги. Кстати говоря, почему же Дэнзи не попытался вновь выдвинуть свою кандидатуру? Насколько я помню, он всегда стремился занять место Хирузена Сенсия. Мы опасаемся, что он может погрузить Канаху в полнейшую диктатуру, пока она для этого особенно уязвима. Мы не можем этого допустить. Понятно. Присмотрите, чтобы этот старик и дальше носа своего не высовывал. Генма, Аба. Позади Кахару возникли двое Джоунинов. Здесь. Официальное объявление. В течение ближайших дней оповестите всех в деревне. Мы избрали пятого Хакаги. Есть. Отозвалилась Джоунина и отправились выполнять приказ. Наконец, Цунади была свободна от первых хлопот и пошла высвоясь в сопровождении Шизунистонтон. У меня уже плечи затекли, пожаловалась она. Сейчас бы немного выпить да вздремнуть. Вы ни о чем не забыли, Хакаги сама. Строго спросил ее внезапно появившееся Наруто. Перед отдыхом у вас остались еще кое-какие дела. Точно, припомнила Цунади. Напомни их имена. Какаши Сенси, Саски или Жернобровый. Тогда, отправляемся к ним прямо сейчас. О, и тоже Наруто, прозвучал знакомый голос, и Наруто увидел Шикомару с Шикако. И что ты здесь забыл? А сам тут какими судьбами? Переспросил Наруто. Да вот, батя потащил. Собеседники обернулись в сторону упомянутого, который сейчас склонил голову перед новой Хакаги. Премного рад видеть вас снова, Цунади Сама. А ты, полагаю, тот ли не те из клана Нара, припомнила та? За оленями присматриваешь. Из оленевого рога в наших краях получаются отличные лекарства. Да, одним глазком отозвался глава клана. А этот мальчик, полагаю, твой? Так и есть. Шикомару, глядя на это, шепнул Наруто на ухо. Эй, Наруто! Что это за женщина умничает? Вас еще не оповестили? Удивился Узумуки. Это наша новая Хакаги. В натуре. Чуть было не повысил голос Шикомару. Не смотри так. На самом деле ей пал сотни. Наруто еще более недоверчиво посмотрел на удаляющуюся женщину. Наруто, идем. Позвала она мальчика. Отведешь меня к пациентам? Ага. Отозвался тот. Еще увидимся, Шикомару. Я тебе такую технику покажу. Будешь в восторге. Наруто, предостерегла его Цунаде, ниндзя не должен преждевременно показывать свои приемы и техники. Да ладно, Шикомару уже можно. Баруто и Сакура сидели в больничной палате возле койки с Саски, когда первый рассказал девочке обо всем, что они пережили за последнюю неделю. Так как будто был шпион Имара-Чумару, произнесла Сакура, пытаясь принять это как факт. Наверняка присоединился к нам там, в лесу, чтобы проследить за Саски. Похоже на то, ответил Баруто. И в этот момент в палату вошла Цунаде. Я вхожу. Сакура с удивлением присмотрелась к женщине. Какая красивая бабушка Цунади, разбудите поскорее эту спящую красавицу, попросил Баруто. Мне нужно высказать ему десятку ласковых. Так это вы, Цунади Сама, поняла Сакура. Я представляла вас несколько иначе. Сакура предупредил Узумаки, с нею не стоит об этом. Это верно, согласилась Санин, и Сакура тут же поклонилась ей. Прошу вас, помогите Саске Куну. Об этом не беспокойся, Сакуратян. Бодро ответил ей вошедший в палату Наруто. Скоро Саске будет, как новенький. Наруто. Произнесла Харуна, глядя на товарища с некой благодарностью в глазах. Баруто в этот момент фыркнул, вот только как бы бабуле Цунади не пришлось лечить его дважды за один только час. Перестань, Баруто, кинул Наруто. Ты уже сделал излишний тогда. Я в Сигато добавил ему еще три томока в дополнение от Утачсума. Не обращая на спор мальчиков внимания, Цунади приложила руку к колбу Саске и применила ее ниндюцу, этим самым прервав сам спор и заставив мальчиков обратить внимание на процесс. Через несколько секунд сосредоточенного напряжения, Саске наконец поморщился, а потом открыл глаза. Саске Кун, осторожно, боясь случайно припугнуть, окликнула его Сакура, и мальчик принял сидячее положение. Саске Кун, уже воскликнула Харуна и бросилась ему на шею. Наруто, глядя на эту картину, просто завис. Сакура крепко обнимала Саске и почти рыдала от счастья. На самого Наруто она не обращала никакого внимания. Баруто смотреть на это было отвратительно. Да что она в нем реально нашла. Наруто же, не желая никак вмешиваться в ситуацию, решил покинуть палату. Цунади мимолетно заметила его взгляд. Для твердолоба он довольно чуткий паренек. Бабуля Цунади, у вас еще двое пациентов, напомнил ей Баруто. Точно. Ведите к следующему. Запомни, Саске, предупредил Баруто, В следующий раз будет десять ударов. А в третий сто. Бросив сие предупреждение, он вышел из палаты, возле которой ждал Наруто, собираясь проводить Цунади к следующему, кто нуждался в лечении. Ну ты исплоховал, произнесла она пришедшему в себя Кокаши. Не смог сладить с двумя бандитами. Слово гений как-то переоценивает тебя. Мне очень жаль, только и смог ответить Кокаши. Отлично. Обрадовался Наруто. Кокаши Сенси снова с нами. Гай Сенси, все это время нетерпеливо ожидавши своего часа, не мог больше ждать. Хватит тратить время на болтовню с ним. Прошу вас, проследуйте к моему ученику. Рок Ли, опираясь на костыль, пересекал один из больничных коридоров. Неравновато для прогулки, Рок. Заботливо спросил его Баруто, встав на пути. За ним стояли младший брат, Сенси Гай и неизвестная мальчику женщина. Рок. Нетерпеливо воскликнул наставник. К тебе доктор пришел. Та присмотрелась к мальчику. Это и есть твой протеже, Гай. Он самый мой любимый ученик, Рок Ли. Сенси Гай, возьмите себя уже в руки. Хором вздохнули Наруто с Баруто. Ясно, произнесла Цунади и обратилась к мальчикам блондинам Наруто. Баруто, вам есть, чем еще заняться, кроме как ваша таца здесь? Ой, точно. Вспомнил младший. Мы же с Сенси и Мирукой собирались встретиться. Тогда поспеши, посоветовала Цунади, и Наруто стремглав помчался к выходу из госпиталя. Остальное на вас. Сделаем. Кинула вслед Цунади и обратилась к Баруто. А ты, Баруто? Тот краем глаза посмотрел на Рока и попросил Бабуля Цунади, прошу, позвольте мне присутствовать в процессе лечения. Цунади весьма удивилась такой просьбе. Особенно, когда Гай ничего не сказал по этому поводу. Осмотрев Рока в палате, потратив на это меньше минуты, Цунади едва ли ненастойчиво произнесла Я скажу это ради твоего же блага. Уходи из Шиноби. Дальше последовало полное молчание. Лишь там тон понимающих рюкнуло. Гай натянуто улыбнулся. Цунади сам неподходящее время для шуток. Сенсио Гай перебил его Баруто, стискивая зубы и едва сдерживая слезы. Разве вы не видите? Не шутит? Она у него множество костных осколков в спинном мозговом канале, дала справку Цунади. И сидят они глубоко. С таким телом миссии не выполняют. Бабуля Цунади едва ли не взмолился Баруто. Неужели нет никакой возможной операции? Хоть какой-нибудь шанс? Только я смогу провести такую операцию, пояснила Санин. И затянется она надолго. Но самый главный риск слишком велик. Риск? Переспросил Гай. Вероятность 50-50-х. И в случае неудачи, в лучшем случае, умрет. Вы это называете в лучшем? Возмутился Гай. А что же тогда в худшем? Останется калекой, догадался Баруто. Навсегда прикованным к постели. Он подошел к полностью опустошенному мальчику и как можно нежнее обнял, ощущая от него желание зарыдать, которое он пока не пришел воплощать. Краем глаза он заметил, что повязки на его непострадавшей руки порядком попорчены, словно не менялась больше недели, и догадался, в чем дело даже лишь с одной рукой он продолжал тренироваться при всех своих возможностях. Рок, даже в случае успеха тебе потребуется длительная реабилитация. Лучше найди себе другой путь, посоветовал Цунади. Забыть о карьере не нельзя. Баруто почувствовал, как лицо мальчика в его объятиях постепенно потеет. Тот отпихнул его, потянулся к костылю, оперся об и медленно покинул палату, пройдя мимо наставника, даже не обернувшись к нему. Баруто молча провожал его глазами, пока он не скрылся за дверным проемом. Тяжело вздохнув, он сел на койку и уронил лицо на ладони. «Если бы я знал, тяжело произнес Гай, ни за что бы вас не позвал». «Он все равно бы узнал, сенсио Гай», тут же и ответил Баруто. «Рано или поздно». «Он прав, Гай», поддержала Цунади. «Я понимаю, насколько тебе тяжело, но чем дольше тянешь, тем больнее впоследствии». Продолжение следует.